Бомбические выходные позади, я не могу, меня прямо распирает от того, как сильно я хочу поговорить про Павлу Косту, наверное, даже сильнее, чем про Фёдора Емельяненко, да прости от меня, фанаты последнего императора. Олег, разделяешь ли ты мою страсть? Во-первых, всем привет, а во-вторых, я Олег, он Давид, и если честно, я до сих пор не понимаю, с кем я веду подкаст. С директором, с чуваком, который втюхивает курсы английского, или с писателем женских романов. Давиду Багда Сорельо, зовите меня теперь так. Но, ты знаешь, я не понял про английский только, почему я должен втюхивать, может, в недвижку хотя бы какую-нибудь втюхиваю, или не знаю, или курсы трейдерства, почему, почему курсы английского? Да что угодно, слушай, что угодно. Ну, с женскими романами тоже зачет. Ты знаешь, на самом деле, в американских фильмах очень часто, когда, знаешь, продают тачки, ты просто приходишь, типа, мне нужна машина, и там вот такой чувак, как повел, встречает. А мне кажется, нет, чаще сценка, как они, типа, в книжный магазин заходят, и там в углу сидит чувак за маленьким столом, и что-то рассказывает с этим карандашом в зубах, и такие бабы в первом ряду. Так это и есть писатель английских романов? Да, да. Не английский. Такой можно чаще встретить, чем в моем формате продавца машин. Нормально, мы с юмором начали. Конечно. Меня не распирает так, как тебя, но тем действительно много, и мне прям тоже, мне хочется обсудить, и самое главное, мне хочется послушать, что ты об этом думаешь, потому что ты мне с субботы уже говоришь, что да, вот это надо обсудить. Коста, его надо обсуждать. Знаешь что, я не могу не поделиться с нашими подписчиками темой, которую ты хотел обсудить в самом начале. Олег на полном серьезе хотел поговорить про Резникова из ACA, а я говорю, Олег, тут половина народа вообще не следит за ACA, в том числе мы, в том числе мы. Я напоминаю, что когда шепчешь, тебя все равно услышат. Я знаю, это трюк. Это можно, я практически, ладно, не буду говорить, что я рушу какие-то стены, давай лучше знаешь, про что поговорим, про то, что Резников будет в середине выпуска. А Резников будет в середине выпуска. А я, я просто сразу скажу, почему. Я настолько хороший казах, что я приписал ему чемпионский пояс. Хотя он даже не чемпион. В середине выпуска будет вам Резников, а еще будет что, мы какие-то итоги подводим, нет? Итоги конкурсов нет. Нет, но будут ответы на вопросы. Вот тут раз не было, а сегодня мы закроем. У нас самое длинное вступление. Мало того, что у нас хрон на 30 с лишним часа, да, мы теперь еще вступление на 10 минут затягиваем. Так что, ребят, поехали. Погнали. Короче, естественно, начнем с UFC. Вот народ обижается, типа, Апиллатор был важнее для нас. Я, например, на своем канале сделал большой ролик, и, ну, 90% ролика посвящено UFC. Ну, так уж получилось, что, ну, почти всегда этот промоушен для нас приоритетен. Не только потому, что мы в той или иной мере работаем с ним, да? Ну, и потому что, наверное, вещи, которые там происходят, все пертурбации в рейтингах, бои, скандалы, они как-то более близки нам. Даже несмотря на то, что в Белике был Федор. Поэтому, поэтому мы начнем с UFC. Да. Но, ну, как бы, Федор тоже будет, просто чуть-чуть попозже. Средний уровень карды UFC, он всегда выше, чем средний уровень карды Белатар. В этот раз ты готов подтвердить, что так было? Я готов подтвердить, что этот турнир по среднему уровню был вообще не пойми что. Ты про турнир Белатар? Вот, естественно. По среднему уровню в целом? Боев. Боев всех промоушенов? Ну, тут, там половина боев, в которых конкуренции не было вообще. Были такие бои, были. Но, но с другой стороны, если мы посмотрим на 10 последних турниров Белатар, там реально лучше, чем вот этот, был, наверное, только один прошлый, где был гран-при с Немковым, с Андерсоном, с Бейдером. Вот этот турнир, он был круче, чем все остальные. Ну, а в остальном, вспомнили, Мапейдж, Кар, Какашка. Вот этот московский лучше. Не хотелось бы говорить это вслух, но это лишнее подтверждение того, что уровень промоушенов пока не сопоставим. Но если мы заглянем в UFC, вот давай так, если бы ты не работал на этом турнире, и тебе не нужно было бы приехать в студию, является ли это таким турниром, который бы заставил тебя проснуться посреди ночи, включить главный бой? Да, там был классный бой, который интригующий, главный, интересно было посмотреть, что между Коста и Витория происходит, но в остальном ты же знаешь, что там поставщик так себе. С Токов до Владмуродов. Не-не-не, я про UFC. Да, я понимаю. Я бы проснулся, чтобы посмотреть Токов до Владмуродов и Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона. А зачем просыпаться? Он же вечер уже. Ну, ты же спросил, ты бы проснулся в среднюю ночь? Я говорю про карты UFC, что там не было, в принципе, боев, ради которых стоит... А-а-а, я думал, все, я теперь понял, ну... Мы сравниваем просто два турнира, и я про то, что... Мне очень сложно, потому что, когда у нас теперь есть выходной, я всегда сплю. Раньше, когда я не комментировал, мне сложно было это представить. Просто сейчас я, ну, устаю, чего греха таить, когда у меня есть возможность поспать, я сплю. И потом в повторе, в записи я смотрю, ну, практически, ну, в 90% случаев я смотрю турнир целиком. Если вдруг я не смотрю бои, результаты которых я уже знаю, каким-то образом они попались мне в качестве спойлера в какой-то ленте. Просто если глянуть, последний месяц Fight Night были... Ну, не радовали составами. Там были отдельно такие изюминки, вот, типа, бои, ради которых стоило там посмотреть, открыть. Но в целом, в целом, если брать вот вывеску, она стабильно паршивая была. Ну, я не буду спорить. Но, я думаю... Потому что я задолбался говорить слово «согласен», теперь я говорю... Не буду спорить. Надо взять на вооружение. Да, а ты хороший. Ну, у нас впереди два турнира, которые, как мне кажется, просто промоушен их создал для того, чтобы отыграться за все вот эти главные бойкещера в лице Лед против Дюмо. Ну, типа, Дёрна... Джонни Уокер. Родригес чуть не сказал Дёрна, Жандеруба, но... Дёрна, кстати, в женском паунт-фу-паунт появилась. Но оно почему-то появилось? Янджейчик убрали. Нет? Нет, только сейчас? Янджейчик убрали. А давай про рейтинги тогда. Давай сразу, ладно. Ну, что ты? Там есть несколько крутых, ну, скажем так, пертурбаций. Джон Джонс потерял две позиции. В паунт-фу-паунт списке. Таким образом. Таким образом. Теперь у нас первый Камар Усман по-прежнему, второй Волкановский, третий Адысане... И четвёртый Джонс. Да, всё правильно, четвёртый Джонс. Я просто не понимаю тогда смысла рейтинга паунт-фу-паунт, если вы за вот такие вот деяния убираете чувака со второй строчки. А за какие деяния? Новых же не было. Ну, за то. Ну, за то его убрали с первой. Нет. Да, да. Прямо сразу какое-то случилось. Разве? Прямо через три дня был... Камару Усман после своей защиты стал. Нет, нет. Разве нет? Нет, Усман стал первым через три дня после того, как Джонса взяли в Вегасе после... А, вот это значит. Ну, хорошо, даже если так. Но это максимально странно. Нет, тогда я сказал ок. Потому что Усман, в принципе, я полгода назад говорил, что этот парень вот-вот должен подвинуть Джонса. Во-первых, из-за неактивности Джонса, поскольку паунт-фу-паунт это несовокупное достижение за последние 10 лет. Это здесь и сейчас, кто вот гроза дивизиона, кто гроза промоушена. Усман заслужил права, особенно после двух нокаутов. И я ждал, что это случится. Так что, в принципе, опрогнозируемая штука. Но вот просто они дождались, пока он обосрется. И теперь... Ну вот сейчас пора. А смысл рейтинга паунт-фу-паунт тогда? То есть они противоречат сами себе. Постоянно причем. А грамотно было бы сейчас Джонса убрать вообще? Ну, тупо из того, что его давно нет. То есть, если вы считаете, что этот человек не заслуживает быть на второй строчке, а он как минимум за свои заслуги не может быть ниже второй строчки, так уберите его совсем. Просто получается, что они, грубо говоря, по силам его понижают, что значит все-таки эти посерьезнее ребята. Но по факту, наверное, так нельзя делать. Они понижают его в рейтинге, который составляется на основе твоих, ну, скажем так, данных в качестве бойца, но при этом они понижают его за те деяния, которые связаны с его деятельностью за пределами октагона. Ну, сейчас я думаю, что этих ребят остальных стоит продвигать, поскольку промоушен в них заинтересован, чтобы у них там, ну, были более котируемые звезды, может быть, это ими движет, не знаю. Но в целом я согласен с тобой полностью, что в день, когда Джонс обосрался в прошлый раз в Вегасе с этим мутной историей, его нужно было просто ликвидировать из рейтингов. Это было бы нормально, логично, какое-то время он бы отсадился, вернулся бы, ок. Его бы по щелчку пальцев перед боем с Нганом или с Ганом, его возвращают там в топ-2, в топ-3, паунд-фаунд, и говорят, вы забыли этого парня, вообще-то он крутой тип. Меня знаешь, что смущает? Вот Израиль Адесани, он поднялся в весе, проиграл, и он до сих пор в тройке. То есть фактически он тоже нарушает всю логику составления рейтинга паунд-фа-паунд. Ну, тут, наверное, это объяснимо тем, что все-таки не в своем весе, он вышел с чемпионом, но при этом тот же ребята, ну, в принципе, те, кто есть в рейтингах в топ-5, там нет чуваков, которые прыгают по дивизионам, да? Там все парни приверженцы одной своей весовой категории. И если брать достижения в его родной весовой категории, он по-прежнему непобежденный, и по-прежнему громит всех претендентов. И ни один бой Адесани, в принципе, так и не был, ну, таким, в котором можно было поспорить, а все-таки победил ли чемпион, как у Джонса в последних боях. Ну, то есть ты пошел сознательно на риск, другие на этот риск не идут. Не идут. А он пошел. И он, ну, простите, он обкакался. Да, но мы возвращаемся к его категории. Если бы Вулкановский пошел бы в другой вес, или там тот же самый, кто-то у нас есть еще, хотел сказать Нгану, пошел в другой вес, да, в 93. Ну, Усман бы пошел. Мы могли бы это сравнивать. Но нам не с чем сравнить, поскольку только Адесани я смелился. И не получилось, да, но при этом мы смотрим, что вот эти Верзилы, которые там есть, и Коста, и Виттория, и все остальные, они вообще ничего не смогли. Ну, они попробовали что-то сделать, но у них особо не получилось. Ну, ладно. Так что в Кадесани вопросов нет. Но вот к позиции по поводу Джонса согласен. Надо нахер его, по идее, было убрать. Не потому, что я считаю, что он там не заслуживал место быть, а просто так было бы красиво. Да, он сейчас в тени, да, у него сейчас простой, да, он сейчас Persona Nongrata. Ну, все, отрезаем его. Пытаюсь вспомнить, в какой раз он уже Persona Nongrat. Как минимум, в третий. Да, может быть, в шестой, наверное. Нет, их, скорее всего, больше. Шесть арестов в шесть. Я просто помню, что эта история, когда он на машине протаранил какую-то машину, где беременна женщина была, она пострадала, он слился, убежал. И плюс у него что-то в бардачке еще нашли. Что такое, что дальше? Второе. Вот эта история с Туриноболом, непонятная совершенно. Причем несколько раз. Она длилась месяцы. То есть несколько раз находили останки, останки, остатки Туринобола. И вот остатки Туринобола. Плюс еще кокаин, плюс еще, простит, этот... А, женщину. Стриптизер, который он вертел. Он вертел меня, говорит, на... Он вертел меня, как хотел. Он посадил меня на колени, что-то такое там было сначала. И крутил, что-то он там, да. Ой, ладно. Ну, короче, давай не будем продаваться в... Плохие исторические подробности, поскольку не хочу концентрироваться на негативе. А, хорошо. Иоанна Янджейчик. Ее выпнули из рейтинга. А ее только сейчас убрали, да? Я не замечал. Ну, наверное, вчера. Не знаю. Может быть, даже сегодня. Ее, в общем, выпнули из рейтинга. Это свежее что-то, да. Да. И кто-то из журналистов поговорил с Дэйной Уайтом. И Дэйна Уайт сказал, что это из-за неактивности. Исключительно в этом проблема. Я, честно говоря, забыл, когда она дралась в последний раз. Это полтора года назад, когда с Жанг был бой. Это было полтора года, да, уже прошло? Это был февраль 20-го. То есть больше, чем полтора года. Ну, да. Но я имею в виду, это тот самый момент. И, по-моему, с тех пор она больше не дралась. В принципе, полтора года вне боев. Ты видишь, это очень выборочная история. Вот именно. Кого-то и через год двигают. Типа, с тебя хватит. Я думаю, что это история о некоторых манипуляциях между промоушеном и бойцами для того, чтобы у них был рычаг воздействия. Типа из серии, ты думаешь, ты такой важный и готов ставить свои условия. Посмотри, что произойдет, если мы тебя уберем из рейтингов. О, ничего не произошло. Наверное, так это действует. Я думаю, что... Мы знаем, что Юане сейчас нахрен бои не нужны. Она не раз говорила, что она живет максимально как счастливый человек. Что там... Она на всех фотках улыбается, как не улыбалась никогда. Кайфует. Реально, вот по человеку видно, что это не типа голливудская улыбка, а-ля я здоровый со всеми на всяких случаях улыбаюсь. Просто человек кайфует от жизни. Пляжи, путешествия. Ты не думаешь, что она скоро си онлифант сделает? Нет. Нет? Я думаю, что она строгих правил. Юана, она же пацанка такая, знаешь, типа, за базар отвечу, что называется. И мне, на самом деле, очень нравится ее имидж. Она сейчас уже уходит от пацанского образа чуть-чуть в сторону светской львицы, но я думаю, что... Она же не зря делала себе пластику. Я думаю, что у нее будет четкая грань. Она никогда, мне кажется, не перейдет ее. Но мне бы не хотелось. Мне бы не хотелось, потому что... Я не могу себе представить. Она, вот этот ее образ, он очень положительный. Он классный, да? Очень хороший, да. То есть он ей подходит. И даже вот это смещение от пацанки чуть в сторону, в принципе, это тоже очень даже в канву укладывается. Да? Она похорошела. Это гармонично выглядит, да? То есть раньше ее Бабьи Гой называли. Я смотрю, сейчас уже не у всех язык поворачивается. Потому что она действительно становится более симпатичная. И она прикольно говорит. У нее всегда такие интервью с подколами. Да, ее хейтят часто из-за того, что она слишком, наверное, уверовала в свою неуязвимость в какой-то момент, когда шла на серию с пяти защит. Когда она, ну не знаю, на мою нос говорила, мягко говоря, свысока. Но если я про себя буду говорить, то как образ бойца, как один из женских чемпионов, все, ты один из моих любимых бойцов, пожалуйста. Сложно не уверовать, когда ты реально всех переезжаешь. Да. Но единственное, наверное, что можно вставить как вот поперек твоих слов, это то, что она все-таки... Ну можно ли назвать то, как она побеждала прямо переездными? Она уверенно доминировала, но так, чтобы она выходила с носилу голову, такого никогда не было. Но, наверное, в силу этого дивизиона. Вот именно. В 115 кто сносит голову? Мы с тобой часто об этом говорим. Джессика Андраду снесла голову Каролине Ковалькевич. Да. Ну там редкий случай, конечно. Больше я, честно, не вспомню. Не, ну можно вспомнить прошлый бой Жанна Майюнас. Ну там ногой, да. Ну в принципе какая разница, да, согласен? А, ну опять же, та же Майюнас против Йен-Джейча, как она вырубила ее в первом поединке между ними. Причем там было два нокдауна, и оба они были такие, ну, они нетипичные для 115 фунтов. Два было? Да, сначала один, очень быстро, потом еще один. И там Иоанна стучала. Хук на подскоке когда? Ой, я сейчас не могу описать каждый из них, но их было два. И второй уже был, когда она добивала. Угу. Алекс Кассерес, 15-й номер теперь. Подожди, это как перешел, мы все закончили? А я просто не знаю, что еще сказать, убрали. А, кстати, я вот сказал про то, что Иоанна одна из тех, кого я считаю, ну, прикольными девушками, бойцами, за чьей карьер мне было приятно смотреть. Я за нее даже топил, можно сказать. Как ты к ней отношусь? Очень хорошо. Тоже? Я все равно королева. Баба-Яга вернется, кровь прорезает. У всех. То есть, я понимаю, что это современного мира ММА, правила игры. Ну, окей. Это, то есть, меня иногда бесит, когда люди так говорят. Вот, например, Кевин Ли постоянно так говорит, но у него за душой ничего нет. Он, к тому же, еще и на допинге попался, да? Да, да. А мы, кстати, не говорили, да, про этот мир? Нет, еще нет. Ну, так вот, да, такие люди, как Кевин Ли. Я запишу себе в тему, да? То есть, ты говоришь, обсираешься. Вот такой вот круговорот обсеров в природе. Ты говоришь, что ты король, обсираешься. Говоришь, что ты король, обсираешься. Ты точно про Кевин Ли говоришь? И это замкнутый круг. В общем, он ходит еще к одному человеку. К какому? Ну, кто говорит, что король обсирается потом? Ну, ладно, если ты не понял, не будем. Ну, может, ты сейчас скажешь, типа, вот этот, и я скажу, ааа, ну, естественно. Ну, подожди, у нас точно только один человек есть, который говорит, что он король, а потом обсирается. Это раз в полгода кулдаун проходит. А, Коннор Магрин? Конечно. Не, ну, блин, он остается королем при этом. Потому что он зарабатывает кучу бабла. Он зарабатывает больше всех, и он реально может всех их вертеть на одном месте. Ему даже бои не нужны. Ну, и прикол в том, что, в отличие от Кевина Ли, что Коннор, что Йоанна, они в любом случае в истории UFC, они в любом случае, скорее всего, в зале слабой UFC. И у них же просто забетонированное наследие из титулов, регалий, достижений, рекордов. А у Кевина Ли... Ничего. У него есть несколько... У него хороший бой с Тони Фергюсом, который он проиграл. И теперь у него есть след из запачканной истории с допингом. А ты поверил ему? Слушай, я... Я не знаю. Они все одно и то же говорят, когда попадаются на допинге. Кроме Ти Джей Дилла Шоу. Мне единственное, что нравится в этой истории, то, что все-таки часть из вот этих условных системных регуляторов была в курсе. Потому что тут же проблема в том, что не типа он это дело никому не сказал, а он не сказал одной из инстанций. То есть, если кто не в курсе... Не-не-не-не-не. Он не сказал, он не уведомил никого из тех, кого нужно было уведомить, когда он принял препарат, который раньше ему разрешали принимать как терапевтическое исключение. Он сказал, что ЮСАДу уведомил. А не уведомил только литературную комиссию. И он должен был получить одобрение литературной комиссии, и в этом типа весь сейчас сыр-бор, что комиссия на него получилась. Но типа ЮСАДу он предупреждал, что доктор... А на сколько его отстранили? Его еще не отстранили. Это в процессе расследования. Просто если его отстранят больше, чем на полгода, это очевидно, что он принимал. Ну, он сейчас отстранен, я так понимаю, бессрочно, и идет дело, грубо говоря. У него, грубо говоря, это очень похоже на суд. Судейское разбирательство. Ну да. Судебное. Причем это жестокая тема, вообще, допинг, потому что там презумпция виновности. Ты знаешь, раньше же было по-другому. Нет. Наоборот, в смысле лет пять назад было вот так, что... Оп! Дружище, ты читер. Да. Докажи, что ты не читер. И потом уже люди забывают, доказал он вообще или нет, что он читер, как с Ромеро. Все же помнят? О, его взяли. А в итоге с 20 миллионами, да, там он выиграл? Ну, к сожалению, я думаю, ни хрена не получил в этом проблеме. Ничего. Да. Но потом внесли новое правило, что до того, как вот не закончится все там полугодичное, полугодовалое, ну, в общем, длительное вот это расследование, пока не будет точно поставлена точка, что типа все, мы не принимаем большинство аргументов, они никогда не оглашали. Поэтому очень много ребят попадало с турниров, типа из серии, хоп, этот снят по неизвестным причинам, что-то со здоровьем. И даже с российскими бойцами... Но это все равно принцип презумпции виновности в допинговых делах, он до сих пор сохраняется. Это от обратного. То есть, да-да-да, когда тебя поймали на допинге, ты автоматически виновен, будь другом, докажи, что ты не виновен. Ну, это справедливо, потому что, грубо говоря, это не из серии бабушка сказала, что видела, как ты таблетку в туалете ел. Это потому, что у тебя в крови есть следы этой таблетки. И случайно туда попасть могла только у Ромера. И у Аканелла. И у российских олимпийцев. Ну, и у американских олимпийцев. И у Сирены Уильямс. У российских всех олимпийцев из Сочи. Слушай, дай я расскажу тебе интересную историю про олимпиаду в Сочи. Так. Значит, перед Сочи была олимпиада в Ванкувере 2010-го года. Там Россия выступила абсолютно убого. То есть, я не могу... Вообще, имеешь в виду, все... То есть, там вообще. Она там в десятку, по-моему, в медальном зачете не вошла. У нее что-то было два серебра и бронза. По-моему, так. Ни одной, по-моему, золотой медали. Я могу ошибаться, но плюс-минус. Я не в курсе, поэтому... И я такой, знаешь, что-то все проанализировал и сделал ставку. У Канады очень крупную ставку. Подожди, ставку уже на следующую олимпиаду. Да, да, да. Но, естественно, в преддверии Сочи я сделал ставку, что у Канады будет золото больше, чем у России. Просто, в общем, суммарно в зачете. Да, да, да. У сборной Канады будет золотых медалей больше, чем у России. Все шло хорошо, пока россияне не начали, значит, себе загребать эти золотые медали. Да. И проблема в том, что... Естественно, к концу Россия заняла первое общекомандное место, что, в общем, неведомо. Ты не можешь с нуля медалей за 4 года подняться, там, до 12, типа, я не помню, сколько у них было. Короче, с нуля. Из грязи в князи. Это абсолютно... Ну, это совершенно небывалая история для современного спорта. Я проиграл ставку. Достаточно крупную. Больше 100 тысяч рублей? Нет. Нет? Не-не-не. Хорошо. Такая была только одна в моей жизни. Сейчас я понял. Я проиграл достаточно крупную ставку. И проблема в том, что сейчас уже, по прошествии, там, значит, один год прошел, наших начали отстранять. Два-три года. И постепенно наших продолжают отстранять. Соответственно, их медальный зачет тает. Но ничего, оспорить я уже не могу. А Канада гораздо лучше получила, что выступила. Так что вот такой я неудачник. Почему я это сказал? Не знаю. Не, прикольная история. На самом деле, мне понравилось, знаешь, что? На днях вот какой-то турнир был, где какой-то боец победил. А, с этим остановка после удара. Как же там было-то, блин? Пару недель назад на UFC была история с Мироглиотой. Когда вам потом отсмотрели и отменили результат. Что это за бой был? Ты помнишь? Тоже забыл? Сейчас я уже не вспомню. Но если сейчас чуть-чуть посидеть и подумать... Там же столкновение головами было. Понял вот этот бой? Да. С Мироглиотой, где он, типа, поставил свою репутацию на конь. Это был Кевин Холланд против Докаса. Точно. Молодца. Красава. За мозги его держу здесь. Короче, Олег, мне написал один чувак, что в момент, когда это случилось, ну, все же выглядело как нокаут. Так. И чувак сделал ставку на этот бой хорошую. Так. На Докаса. Так. И, значит, он побеждает. А он прям досрочно, по-моему. И ему все. Деньги поступают на счет. Он их выводит. И через секунду выходит Мироглиот и говорит, что все, это ноу-контест. Или что это было? Чем мы признали? Да, ноу-контест. Да, да, ноу-контест. И, короче, я отмениваю эту ставку. Но деньги у него забрать уже не могут, поскольку он успел их вывезти за это вот окно там в минуту. Его забанят. Да? Это очень, ну, это зашквар. Ну, как понимаешь, у букмекеров тоже до хрена таких зашкваров, когда они тебя пытаются обмануть. Это правда. Я не буду называть конторы, которые часто этим промышляют. Но есть конторы, где вообще такого нет? Репутационно? Скорее всего, нет. То есть везде по чуть-чуть. Есть конторы, в которых со мной этого не случалось. Да. Но с другими людьми в абсолютно каждой конторе были определенные косяки. Когда служба поддержки перестала отвечать, когда деньги вывезти нельзя, когда вывезти можно меньше, чем у тебя есть на счету почему-то, когда ставки, ты сделал ставку, тебе ее меняют там в купоне. Ты абсолютно уверен, что ты сделал условно ставку, там, я не знаю. Победа первого. Спартак, Зенит. Ты поставил на Спартак, и ты абсолютно уверен, что ты поставил на Спартак, и ты тысячу раз это проверил, и видел этот купон. А потом, значит, Спартак побеждает, ты заходишь, у тебя перерасчет ставки, что, типа, ты проиграл, и виден купон, что ты поставил на Зенит. Такое было. Такое было со мной. Да ладно? Да, у меня такое было. Хочешь, озвучим. Нет, нет. А предостеречь людей? Не надо. Просто не ставьте, это единственное, что я могу. Я могу здесь сказать. Вот. А к чему мы это говорили-то? Ну, я просто, ты рассказал историю составка, и я рассказал вот это. Да, и там есть вот такая фишка. Ты в течение суток после результата можешь попытаться оспорить. Но в моем случае это не работает, потому что в течение суток Россия была победителем Олимпиады в медальном зачете. Ладно, возвращаемся, значит, смотри. Кевин Ли неоправданно болтает, а в рейтингах... Ну, ты сказал, Кассерос вошел в топ-15. Ну, круто. Поздравляем парня. Да давно пора, пять побед подряд. Кто мог подумать, что у Кассероса, Алекс, я хотел сказать, Хосе Кассерос, это же его брат, который победил Камара Усмана. Единственный человек, который побеждал Камара Усмана, брат Алекса Кассероса, да. И он до сих пор выступает. Он дрался на каком-то турнире, который был в прошедшие выходные. Региональный. Какой-то типа XMMM, по-моему, там Додсон подрался тоже. Додсон тоже нашел чем заняться. Нашел. Еще одна черепашка. Как не найти. Еще одна черепашка. Он, кстати, рельефный такой стал. Видать, там допинг-контроля нет. Реально. Я думаю, в нигде нет. Он 135 в UFC был такой, ну, чуть-чуть, ну, скажем так, не то, что заплывший, но чуть-чуть рыхловатый. Додсон? Да. Рыхловатый? Да. Ну, чуть-чуть рыхловатый. В сравнении с собой же 125, он такой рыхловатый. Вот. А там прям он такой хороший, сухой. А мне казалось, он всегда сухой был? Нет. Ну, может быть, мои воспоминания связаны только с его ваяжем в 57, поэтому. Так что Кассеросу респект. Я вообще удивлен, что он победил сумму Чоя. Это, знаешь, это чем-то напоминает историю, может быть, жизни Оливейра или кого-нибудь еще, потому что у него было полно черных полос. Он в UFC 11-12 год скоро будет выступать. В 2010 году, когда еще большинство из нас вообще не смотрело UFC, он уже через Ultimate Fighter пытался туда попасть. Столько лет бьется. Он до сих пор, ты на него смотришь, думаешь, проспект, новичок. Да, у него же лицо еще такое. Он такое, знаешь, на расслабоне постоянно. Мне кажется, ему разрешили, он бы еще и выкурил там что-нибудь. Он похож на парня, которого вчера подписали. Типа вот он пытается закрепиться в лиге сейчас, знаешь? Типа вот новичок первые три боя. А по факту у него там два десятка боев уже точно за спиной. По-моему, два с половиной уже почти. Мне кажется, я в прямом эфире, когда мы комментировали, я пытался посчитать, по-моему, 23 или 24 у него. Но я могу ошибаться. Ну, короче, больше 20 боев этого условно новичка, ему уже за 30, хотя только-только перевалил. Он просто очень молодым пришел, по-моему, в 2021 он уже был в лиге, и у него никогда в жизни не было такой серии побед. Я, кстати, не знаю, на каких максимальных позициях он был в рейтингах. Да не было. Но мне кажется, было. Да у него, по-моему, даже... У него никогда не было даже серии из трех побед подряд. Три вроде было. Ну, по-моему, в UFC не было. Знаешь, там была история пять боев без поражения у него было, поскольку в центре был один ноу-контест. Но это формально для UFC, ноу-контест, это считается проведенный бой, который обрывает все серии, которые были до этого. Ну, в случае с Леоном Эдвардсом, звучит красиво, у нас точно так же у него. Пять боев без поражения. Помнишь, да эту графику, когда они даже специально вынуждены были сделать не победные серии, а серии без поражений? Да, да. Вот. Да. А, он же, когда на Ultimate Fighter пришел, все на него смотрели как на дурачка. И его спрашивают, типа, как твое имя, парень? Брюс Лерой. Че, говорит, че? Слушай, ну это лучше, чем Крокет Босс или... Крошет. Крошет, да? Крошет. Не Крокет, а Крошет, по-моему, это... Ну, CH там. Да-да-да, Крошет, который вяжет этим крест... Крючком? Крючком, крючком, да. Но он уволен уже. Да, конечно. Потому что очевидно было, что ему не место здесь, да? А вот Кассерус и место. А вот Кассерус. Кто-то еще в рейтингах там куда-то скакнул, не знаешь. Я уже забыл. Слушай, ну ничего интересного. Там... Давай, ладно, перейдем. Паулу Коста, Марвин Витторий. Кост упал на три позиции. Витторий, соответственно, поднялся на вторую строчку. На три позиции. Махнулись, короче, просто. Да. И, конечно, это жестко довольно-таки. А что ты считаешь жестким? Тем, что... То, что Коста как бы на три позиции потерял? Потому что то, что Витторий поднялся в топ-2... Не-не-не-не. Это абсолютно нормальная история. Я про Косту. Мне даже кажется, что это какая-то показательная порка. Ну а что? Надо было на одну, типа, его позицию тропать? Конечно. На три? Ну, очень часто бывает... Если мы сейчас попытаемся... Это довольно серьезная работа. Мы сейчас не будем этого делать. Но я уверен, что в таких случаях Витторий должен был подняться на второе место. Коста должен был опуститься на третье. Максимум на четвертое. Но учитывая то, какой бой он показал, скорее всего, он должен был на одну позицию опуститься. Ну, я думаю, что они сейчас смотрят и прикидывают. Вот сейчас есть у нас Косту, у которого два поражения подряд в топом дивизиона. Типа, из серии условно, как будто бы ему уже не место в топах дивизиона. А есть Брансон с пятью победами подряд в одной серии. И вот они и решают. Наверное, Брансон Канонир, который сейчас, по идее, между собой будет выяснять статус президента номер один в этом дивизионе, да? Наверное, логичнее, что они будут выше, чем Кост. Ну, Канонир с хрена ли, простите. Но у Канонир третий. Да. И у него тоже последний бой поражение. Нет. Разве? Канонир победил недавно. А, он же уже подрался успел. Он проиграл Руткеру, а потом он Гасполом победил летом. Ну, в любом случае, у него нет серии побед. И, хотя, с другой стороны, Паула Косту, то уж кого он побеждал? У Косты два поражения подряд сейчас, а до этого, ну, Холл, Хендрикс, который вообще как бы не средневес ни разу, да? Такая серия немножко переоцененная. И Ромеро в суперблизком бою. Я не понимаю, нам сплит был с Ромеро или нет? Ну, вроде да. Вроде да. Ну, и до сих пор многие люди считают, что совершенно несправедливо. Ты знаешь, это люди просто, которые очень любят Ромеро. А его любят почти все. Это как первый бой с Волкановским. Понимаете, у Холлова такая фан-база, что там типа спорить даже бесполезно. Вот ты их не заглушишь. Да, ну и с Ромеро, Ромеро я могу понять, почему он реально самый, наверное, харизматичный мужик, которому даже не обязательно хорошо говорить на английском, чтобы его любили, понимаешь? Просто за интонации, за взгляды, за стиль, за танцы. Знаешь, кто еще? Кто в этой нереальной серии? Забит. Забит? Да. Потому что он Абрахам Линкольн. Но сейчас, я думаю, позиции Забита сильно стали падать. Абрахам Линкольн. Абрахам, правильно, да. Раньше казалось, что у Забита непоколебимая репутация, потому что он все время на позитиве. Человек какой лучезарный пришел, вроде как будто люле отдал. А вроде вообще не похож на парня, который собирается с кем-то драться. Он как будто бы там очень добрый человек, не знаю, миротворец какой-то. И было же такое, что у Хабиба четкое разделение. Чуть-чуть фанатов, чуть-чуть хейтеров, чуть-чуть того, чуть-чуть нейтрально. У Забита, в принципе, не было хейтеров. Его любили все. Но сейчас из-за простоя, из-за того, что его давно нет, из-за того, что вроде как требует титульник, не появляется, что-то еще, травмы. Я вижу, как уже началось вот это все. Да ладно, да. Да он вернется, да он ли получит. Слушай, я не знаю, ни разу не видел. Не-не, у Забита начала расти хейт-база только за долгий простой, наверное. Мне просто кажется, вернется и все опять возвратится на круги свои. Если придет и красиво победит сейчас, скорее всего так и будет. И хейтеры опять такие, ладно, показалось. Они сейчас уцепились за вот эту историю с выносливостью, что типа и серия. Да его там даже на три раунда не хватит, о чем он говорит. Но с другой стороны, мы не знаем, вернется ли он. По-моему, еще официально никто не подтверждал. Есть типа полунамеки в социальных сетях, что вроде как он интригует там всех. Ну ты знаешь, даже не он интригует. Мне кажется, Марк Генри скорее как-то раскачивается. Да кто бы этого не делал. А он не начал еще тренировки с Генри? Этого я не знаю. Просто вроде как они писали, что скоро увидимся, все, я там типа лечу к тебе. Что-то в таком духе. Ну ты же знаешь, какие проблемы есть с авиасообщением и с возможностью в США сейчас прилететь. Сейчас еще локдаун начинается. А, вот, тем более. Жопа будет вообще полная. Многие спортсмены, думаю, пострадают, поскольку в залы будет сложнее там, наверное, добираться. Обяжутся позакрывать, скорее всего, спортивные всякие заведения. Ну, наверное, у нас это будет проще, чем в Новой Зеландии, где они в закрытом зале все равно их выпороли, там, полицейские. Или Джонс в гараже, да. Но там, правда, не из-за локдауна. Самое главное, чтобы сейчас успели пройти вот эти два турнира крутейших. А потом уже будь что будет, там все равно турниры уровнем ниже, откровенно говоря. А, и еще какая новость была за последнюю неделю громкая, что обяжут всех вакцинироваться, кто прилетает в Штаты и ужесточат вообще там правила въезда и все остальное. И Уайт вроде как собирается что-то там в Абу-Даби договариваться, чтобы как тогда серию турниров... Это тяжелая история. Потому что спутник ВИ, насколько мы знаем, он не признан ВОЗ, Всемирной Ассоциацией Организации Здравоохранения. И как быть? Ну, значит, нашим ребятам из СНГ условно нужно будет ехать куда-то в европейские страны и ставить тебе прививки. Вадим Немков вроде как в Лондоне хочет вакцинироваться, я читал. Вроде как Скотт Кокер об этом сказал. Но Вадим Немков чемпион, и тут понятно, что если у него не будет вакцины, то дивизион простаивает. Тем более, что этому дивизиону простаивать никак нельзя, у них гран-при идет. И плюс Немкова с вероятностью в 99,9% будут обязывать драться в Штатах, поскольку он из главных фигур. Плюс финал гран-при. Это точно должно быть в прайм-тайм и во время для американцев, на территории американцев. Но я думаю, что те, кто прямо очень заинтересован, должны сейчас активизироваться. Те, у кого есть еще и виза американская, чтобы этого зайцев убить, нужно ехать в Европу. Я вот подписан на одну девушку, которая подробно расписала сейчас свой путь по получению прививки в Сербии. Специально, чтобы это была как раз такая одна из возовских. И да, там расписала, оказывается, есть целую туры. Она типа, ну, у нее, я не знаю, виза, может быть, Шенген был или что? Или там, я не знаю, какая-то въезд в Сербию. Вообще не нужно. Не нужно, да? Ну, полтора года назад, когда я там был, мне не было вообще нужды в визе. В общем, ты покупаешь какой-то, типа, чуть ли не полуготовый тур. Тебе там помогают с введением. Ты приезжаешь на три дня, поселяешься в отель. Тебя там уже ждут. Все документы готовы. Ты там должна собрать с собой то-то-то. Приезжаешь, тебе там дают прививку. Ты потом возвращаешься, через три недели опять летишь за второй дозой туда же. Ну, в общем, все довольно четко прописано. И тот, кто захочет заморочиться, наверное, может сделать это. Но бойцам, по идее, нужно заморочиться. Но гемор все равно есть. Это не типа в соседний город съездить, это в другую страну полететь. Это, опять же, как с визой. Александр Волков прерывал тренировочный процесс, чтобы слетать в Казахстан, насколько я помню, и там получить. Потом, получается, у кого нет визы, они должны дважды прерывать тренировочный процесс, чтобы где-то визу получить в какой-то стране. И не факт, что в этой стране ты можешь еще и прививку получить. Да, да. Если ты, возможно, в разные страны поездишь, еще и по два раза. Потому что, чтобы визу подать доки и забрать, это тоже две поездки. И вакцины тоже две поездки. Короче, реально гемора полно. То куда, отче остается пожелать? Да. Будем надеяться просто, что из-за этого не будут срываться прям вот, ну, я не знаю, куча боев из-за этого не сорвется. Остается только выразить такую надежду. Единственный вариант выхода из этой ситуации, я вижу, такой, что в Штатах будут проводиться сейчас турниры, где американцы, бразильцы, ну, и там, те, у кого меньше проблем со въездом, или те, кто и так там находится, их будут сводить друг с другом. Плюс, скорее всего, в преддверии вот этих ужесточений мер, многие бойцы, у кого виза есть, например, просто на всякий случай сейчас рванули, скорее всего, из Латинской Америки туда, чтобы просто уже ждать там, находясь в Вегасе, тебя уже тут никто не выгонит. Ну да. И на въезде не затребуют прививку, ты уже автоматически на месте находишься. Вот. А нашим только в Абу-Дабе прописываться, наверное, по большей части придется. Короче, давай знаешь что, вернемся к Косте. У тебя было столько эмоций. Давай, поделись, поделись, яви миру их. Я много раз говорил, что есть ощущение, что Косте не сказал последнее слово, что мы видели крутого парня, танка, который ходит и прямо идет на разборку. Ну как он на Ромеро? И вообще, можно ли вспомнить вообще на протяжении всей карьеры Ромеро, можно ли вспомнить ребят, кто как танк шел бы на него, вот просто не боясь пропустить, не боясь зарубиться, не боясь, что тебя уложат спать? Косте почти все всегда очковали, не то что размениваться с Ромеро, а вообще находиться с ним на ближней дистанции. Я уже молчу, потому что пытаться его задавить объемом ударов или чем-то еще. Косте единственный, кто сказал, это со мной не работает, я пойду как бронепоезд. Слушай, а Рокхолд не пошел? На Ромеро? Да. Когда его накутировали. Нет, он наоборот был уже к сетке прижаржен, он же уже спиной туда вот ходил. Я не очень хорошо помню этот бой, я только помню лицо Люка Рокхолда, когда его Ромеро добивал. Прости, соль на рану. Аперкод, аперкод, помнишь это, да? Соль на рану сыплю. Бедный Люк, я уже отпустил от ситуации, а его так давно не было, что я перестал уже ждать и переживать. Это мифический персонаж уже как будто. Да, что-то там из прошлого, зеленая трава. Да, да, да. Короче, если брать, да, и вот Коста удивил тогда всех. Да, можно бесконечно спорить про то, что он честно победил, но он сделал так со всеми. Он шел точно так же на Холла, даже пропуская удары, но он шел на него. Он шел и на Хендрикса, как о котором мы уже сегодня вспоминали, и на всех остальных. Вот все, кого давали Павлу Косте. Просто чувак говорит, вижу цель, не вижу препятствия. Мне все равно, что будет делать мой соперник. У меня есть план, и это было прикольно. Но потом он вышел на Адесанию, ну просто отвратительном состоянии. Вот один в один, как это было с Фигередо в бою с Морено, вот такая уже хреновая ситуация. И вот было ощущение, что может быть он им перегорел, может обосрался, может действительно какая-то травма. Может быть психологически не вывез Адесания слишком такой изворотливый, не знаю. Ну не смог он с ним бодаться на какой-то харизме, в треш-токе и всем остальным, и просто перегорел. И хотелось, чтобы Коста что-то еще кому-то доказал, пояснил, и все-таки не обосрался вот так, как он сделал это в прошлый раз. И мы это увидели. Вот так и получилось. Да, мы не можем не обсуждать, что он обосрался, но в другом. Потому что вот это 4 раза сместить лимит весовой категории, 3 как минимум. Это беспрецедентная штука. Да, да. И знаешь, что интересно? Что вот сейчас мы видим выплаты по гонорарам. Нам же не сказали, насколько его конкретно оштрафовали. Была новость только одна, что Коста оштрафована 20% от своего гонорара перед боем, когда вес передвинули в 195 фунтов, это 88,5 кило. Вот в этот дивизион. То есть это первое смещение. На 4 килограмма вверх первое. Но потом это сместилось и в 90 кило, и в 93 кило. То есть можешь ли ты вспомнить случай, когда боец предложил бы другому сменить дивизион? Этот первый бы сказал, окей, без проблем, 90%. Чиосон там с лэд бодалась за 1 фунт, за 1 килограмм там с лэд. Там были слухи, что Чиосон якобы не хочет, чтобы Аспен Лэд было плохо в бою. И Чиосон сказал такая, раз она вес не сделала, пусть она не гоняет дальше, и типа и драться мы не будем, вдруг я причиню ей вред. Я не уверен, что это правда. Я тоже не уверен. Но прикол в том, что твой соперник должен позволить тебе весить больше, чем лимит веса, в котором был оговорен бой, хотя бы там на 700 граммов даже. То есть я не говорю про 3 килограмма, про 2. Даже если разница в кило, в 700 граммов, в 800, твой соперник может сказать, он идет нахер, я забираю свой вот этот обязательный выплату. Например, у Коста зарплата, мы теперь уже знаем, официально 100 плюс 100. 100 выход, 100, если еще побеждает, и мелочи досыпают. То есть в случае с Витори, у которого 80 плюс 80, он мог сказать, 80, что баксов на 100, я поехал домой. Не может, так не может. Но Витори заслужил конский респект, что он сказал, сколько он весит на 4 кило больше, хер с ним. Сколько он весит на 6 кило больше, хер с ним. На 9 кило больше, хер с ним. То есть 3 раза он говорил хер с ним и не торговался даже. Потому что вот эта история с процентами, это же тоже, это битва менеджментов. Это твой соперник, и его менеджер говорит, мы согласны, если тот заплатит столько-то и при таких-то условиях. И этот говорит, блин, ну давайте вот хотя бы столько-то. А тут, получается, они даже не торговались, поскольку сразу после боя, мы до боя знали, что 20%, я думаю, неужели они на дивизион сдвинули, и там все еще штраф 20%, это что за херня? И потом сразу первое после выплаты, который озвучили, там комиссии опубликовали, там было написано, что у Коста типа от 100 срезали 20 тысяч. И эти 20 тысяч дали Марвину Виторию. То есть Витория, получается, не смог даже на копейку больше выторговать. Слушай, да ему задавали этот вопрос несколько раз. По-моему, на предматчевой пресс-конференции, на послетурнирную уже пресс-конференцию. Он сказал, да мне все равно. Он там выделит мне определенные деньги, я на них куплю новые часы. Ну, это же... Но ему респект. За счет просто. Ты вот спросил меня, были ли такие случаи, я помню два. Энтони Рамбл Джонсон против Витера Белфорта. Тогда это как раз тот случай, когда Рамблу тыкали вилкой в ногу. Он говорит, я ничего не чувствую. Да, ничего не чувствую. Но там подняли это все на определенный вес. Они должны были драться в среднем. В том, единственный бой Рамбла, который должен был пройти в среднем. И после этого он сказал, что все, никаких весогонок, перешел в полутяжи. Но тогда Белфорд сказал, я принимаю поединок, только если Рамбл перед боем не будет весить больше энного количества килограммов. И, по-моему, знаешь, еще была похожая история, когда точно дрался Стивен Томпсон, по-моему, против Даррена Тила. И Тил не сделал вес, но я могу ошибаться по поводу Тила. И Томпсон сказал, типа, я принимаю, нет проблем, но давайте установим, что он не будет весить завтра больше, чем вот столько. Но это все равно, это не то же самое. Марвин Витторий просто уникум. Он просто сказал, мне плевать, и на все, что предлагал Коста, все сейчас жут, типа, это Коста его навертел, диктовал условия, но на самом деле, ну, как бы он там не вертел, во-первых, он обосрался и в бою тоже, можно сказать, да? Блин, ну нет. Не обосрался? Это я сейчас как раз скажу, да. Но Марвин Витторий, ну, он просто сказал, что ему его не интересуют условности. Ни сколько ему заплатят, ни сколько будет весь соперник. И, понимаешь, принимая бой в полтяжелом весе, он отлично знал, что автоматически Коста будет больше него. Даже несмотря на то, что лимит 93 кило, Коста в жизни больше его, он сейчас весит больше него гораздо. И у Коста, получается, даже не было плана согнать 84, раз он расписался в своей невозможности согнать до этой категории за несколько дней турнира. Выходит, что все было против Марвина Виттория, но этот парень... Да, он может мне нравиться по стилю, может мне нравиться как в плане харизмы, он такой, ну, вялый персонаж, его интервью, с ним только поражать можно. Кстати, он экспериментирует со стилем, помнишь? Кто, Коста? Да, нет, Витторий. А. Ну, были конференции, где он был взрывной, орал там постоянно, сейчас он был спокойный, на все соглашался, потом он с кем-то там бычил в лифтах, ну, в общем, он, видишь, пробует себя, типа, смотрит на... Чувак, мне кажется, что он просто тупой. Честно, я не хочу никого оскорблять, но то, как он разговаривает, это может быть, знаешь, что через призму языка мы смотрим, потому что он разговаривает на португальском, это же его родной язык, английский неродной, и, естественно, когда он разговаривает на португальском, я ни хрена не понимаю. А через переводчик... А, Витторий говорит на португальском? Не, я про Паулу Косту, блин, я почему-то думаю, что ты говоришь, я даже переспросил, и все равно думаю, что ты говоришь про Паулу Косту, господи, извини, 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 да, я даже переспросил, и почему-то у меня уже есть установка в голове, что надо про Паулу Косту, надо подмочить, надо подмочить Паулу Косту. Так, ну Витторий не тупой же. Ну, я не знаю, я не знаю, но он точно производит впечатление человека, который умнее Паулу Косту. Он просто Виттори пока еще не смог заполучить свою аудиторию. Ну да, за него топят, наверное, какие-то итальянцы, и, может, ребята, которым просто не нравится Коста. У него есть сегмент какая-то фан-база. Но он явно еще не понял, как их привлечь, и, типа, вот к какой позиции держаться. И вот пытается что-то там придумать. Ну, пока еще не придумал. Хорошо, он выиграл в твоих глазах дохренища респекта после этого всего. Да, но я же бы сказал... Он выиграл исключительно из-за того, что он принял бой, или из-за того, как он этот бой еще и провел? Он провел хороший бой. Он, он не... Вот сейчас я вижу, что есть люди, которые считают реально на полном серьезе, что Коста победил. Ну, это же просто болит собачьей. Коста сам считает, что он победил. То, что Коста считает, я думаю, что он считает, что он и Адесанию победил в ментальной игре, если бы не был пьяным. Он, знаешь, у него самое главное... Самый главный аргумент. Я считаю, что я выиграл этот бой, и я не понимаю, как рефери мог снять с меня очко. То есть он не понимает, что если бы это очко не сняли с него... Ничего бы не поменялось. То все равно он выиграл бы 3-2 по раунду Марвин Виторий. И честно, честно, даже насчет второго раунда, я не помню, я не пересматривал бой, смотрел его лишь раз, но у меня были сомнения, победил ли Виторий, Коста в том раунде. Он победил за счет попадания хорошего. Но по факту, даже в том раунде, Виторий его переработал с запасом. Да, Виторий был в опасности. Вот. А по идее, это главный критерий. Да, вот только за счет этого, наверное... Но у меня были сомнения. Вот если вот так посмотреть, вот прям на 100% я готов был отдать Косте только пятый раунд. Потому что вот там было понятно, что парень взял, и вот он сломал систему, что называется. Но второй раунд, я думал, ну да, у тебя было два хороших попадания, эти хайкики, ты реально на секунду заставил фанатов Виторий понервничать. Но по факту, Виторий все равно сделал в этом раунде больше, чем ты. Вот. Но это вечный спор. Да. Но все равно с одним уверенным раундом, окей, с двумя, ну считать, что ты победил, ну ладно, типа 3-2 по раундам. Звучит не так уж и плохо, но там минус балл. Ладно, давай поговорим тогда про мелочи. Минус балл. Но... Перебор. Рефери, когда снял балл, он ему несколько минут говорил, я тебя предупреждал, я тебя уже предупреждал. Это не первый раз, когда ты выставляешь пальцы. Я не слышал в эфире, чтобы он его предупреждал. Это могло как-то ускользнуть, но я не припомню, чтобы когда рефери громко и четко кому-то что-то говорит, это ускользало от микрофонов. Я думаю, что может быть такой расклад. Я с тобой согласен, что в тот секунду, когда он говорил, типа я тебе много раз уже, типа это, типа выносил какие-то предупреждения, я тоже подумал, то ли я забыл, то ли как-то, типа, ну, может профукал, может отключился там, может на что-то смотрел, и я не запомнил эту секунду, когда вот типа это могло произойти, был ли этот диалог вообще. Но там знаешь, иногда же бывает крупный план показывают бойцов, как они вот так, и, например, рефери стоит за камерой, мы вообще его не видим. Ну да. Теоретически он может говорить, ну, такое бывает, он действительно может давать указания, тихо или что-то еще, или там, знаешь, типа, условно какие-то маленькие такие эти, ну, прям два слова, просто аккуратнее. Еще же бывает так, что мы говорим, и когда мы говорим, мы не слышим интершум. Тоже может такая штука быть. Поэтому мне не кажется, что Херцог, ну, обезумевший тип, который вышел и решил сразу впаять самое жесткое. Он все-таки опытный, рефери, и к ним, ну, истории зашкваров с ним не так уж и много. Я даже не могу вспомнить, что прям какие-то баллоны. Да, слушай, у каждого есть такая история, мини-зашквары свои, но нет такого, то есть ни у кого нет ненависти к Джейсону Херцогу, и самое главное, это он был, да? Да, да. Ну, в общем, короче, с одной стороны, ну, наверное, это что-то изрядованно выходящее, когда тебе сразу, вот за первую же такую историю, я понимаю, когда забирают балл за колено в голову, как это было в бою Кассерсу. Да, согласен. Сраведливо, потому что это момент, который может и решить все абсолютно. Петр Ян не даст соврать. Вот. И Стерлинг, Энтони Смит с Джонсом, да? Кардинально разной ситуации, но все же, вот. А здесь, ну, попал в глаз. Сказать, что Виктория слеп на один глаз, или у него там сразу капилляры все полопались, там и ярко-красное глазное яблоко было, ну, мы такого не видели. Ну, да, не видели. Но, может быть, реально это было уже несколько раз, и мы как-то профукали, хрен его знает. Да, вот здесь очень важно. То есть, мы не можем делать вывод, учитывая то, что мы не все обстоятельства, не все обстоятельства просто можем учитывать. Если Херцог говорил это, то совершенно справедливо. Даже, в принципе, одного предупреждения достаточно, и второй раз ты тыкаешь глаз, но Даниэль Кармье, например, тоже не согласен. Он был, а он не был комментатором, значит, он смотрел, смотрел, и он тоже не заметил, чтобы Херцог делал предупреждение. То есть, Кармье считает, что он был слишком суров, потому что он слишком быстро снял бал. Удивительно, что произошло, но как по мне, так ход бой никак не изменило. Но, кстати, я уже высказывал на канале, и там были ребята, которые говорят, а вообще-то это могло очень сильно изменить ход боя, поскольку, условно, Коста был бы деморализован от того, что у него в начале поединка уже сняли баллы, это сказалось бы на всей его мотивации на дальнейшие раунды, типа, он уже не бился, поскольку понимал, что он проигрывает по очкам, что ему нужен только финиш, в общем, геймплан бы изменился у него в голове. Он выходит вырубать. Он это всегда говорит. Я выхожу вырубать. Он проводит бой так, что он выходит вырубать. Он не работает на очки. Он в гидравосек идет. И, собственно, ничего не изменилось. Он... Пятый раунд отбросим, четыре раунда Павел Кост провел одинаково, нет? Ну, только с той лишь, не знаю, оговоркой, что чуть-чуть падала интенсивность, падал и, не знаю, увеличивался размер, интервал между этими его нападениями. Просто он делал то же самое. Он бил лоу-кики, вернее, он бил мидл-кики, он бил хай-кики, он взрывался периодически и оставшуюся часть раунда перекрывался и смотрел, как Виторий идет на него, бьет, а потом показывает Марвину Виторию язык, типа, мол, ты меня совсем не потряс. Так. Вот. Но я... У меня тоже достаточно много впечатлений. А, давай, давай. Во-первых, я всю неделю ждал, когда Паула Коста обнаглеет окончательно и скажет, типа, ребят, меня вообще в лоб гонять, давайте в тяжелом подеремся сразу. Этого не произошло, слава богу. Я был в шоке от того, что случилось, от этих переносов веса и как это было обставлено изначально. Он пришел на пресс-конференцию, никто даже не знал, что происходит. Он просто сел, я думал, что он шутит. Я клянусь, я подумал, что он шутит. А потом он такой, ну, я сейчас 211 вешу. Ну, нет, средний вес точно нет. И, видимо, полутяжелый. Паула Коста на пресс-конференции перед боем это говорит. За сколько? За три дня до взвешивания было. За два, по-моему, даже получается. Может, даже за два. Два с половиной, условно. И, типа, я гонять не буду. Он как хочет, Витория, но я, как бы, гонять не собираюсь. Я вообще такого никогда не слышал, если честно. Ну, хрен ему знает, как это объяснить, что у него было в голове. Может, он чувствует себя настолько серьезной звездой и значимой. Может быть, он смотрел в карты и видит, блин, ради кого тут народ вообще придет? Ну, типа, я тут самая крутая звезда, я самый рейтинговый спортсмен в этом карте, значит, наверное, могу позволить себе такое заявить. Он же такое. Я босс. Окей. Ну, да, мы в голову не влезем, поэтому здесь сложно очень рассуждать. Я просто говорю о своих ощущениях. Это прям, это был смех сквозь слезы. Я просто даже не знал, как на это реагировать. Второй момент. Значит, я считаю, что Паулу Косту можно официально считать рекордсменом по перевесу. До этого у нас там, помнишь, бразилец? Рафаэл Алвес, по-моему, да? Рафаэл Алвес. На 11, что ли, он фунтов, да? То есть он едва уложился в следующую весовую категорию. Но, все-таки, вот знаешь, смотри, мы его можем осуждать за то, что он так сделал, но с другой стороны, если бы он это не сказал и просто на весах бы показал плюс 6 кило, бой бы в одну секунду отменили, и никакая комиссия бы не допустила. Да нет. Я думаю, было бы то же самое. Они бы такой жесткий перевес не дали. Они бы спросили, у Марвина Виторий готов? Он бы сказал, готов. Это был бы зашквар, потому что Марвин Виторий бы гонял, а ему это тоже непросто. Просто в случае с Алвесом его просто сняли сразу в комиссии. Там даже не было переговоров. Ну, да, это я помню. Вот поэтому, мне кажется, если бы Косту молчал и просто пришел бы, стал на весы 90 вместо 84, его бы просто сняли с боя. Но ты сравниваешь мейн-ивент с прелимовским дерьмом, прости. И при этом вот этот вот Тиаго, Рафаэл Алвес, он дебютант тогда был. Разве первых бы был, да? Да. То есть, ну, как бы, его убери, никто даже не заметит, что этот бой исчез. Мне кажется, что это хорошо, что он все равно сказал. И он тем самым и упростил жизнь сопернику, что Виторий себя не истощал. Хотя Виторий-то был в состоянии ее согнать 84. И, наверное, Виторий был бы с другим настроем тоже, когда ему пришлось бы там голодать два дня последние, умирать, а потом бы он узнал, что его соперничество не просто не гоняло, он в другую категорию готовился. И вообще ничего не делал для того, чтобы уложиться в средний. Да, вот это было бы обидно. Меня, конечно, смутила история с тем, что он ржал там везде постоянно. Паул Кост? Он довольный был на конференции, он был доволен во всех видосах, он просто везде улыбался. И даже тренеры. Знаешь, типа, ну ладно, окей, такой спортсмен с приветом, что называется. Но у него же состав, ну, команда его точно так же. Там, типа, подходит с камерой его тренера или кто там секундан, говорит, ну что, не любишь, да? Он говорит, я не люблю. Как смешно. Я такой человек, меня это раздражает. Меня дико раздражает вот лютый непрофессионализм. А это лютый непрофессионализм. И неважно, это могли быть там какие-то ментальные игры Паулу Косты, это могло быть что-то еще, попытка доказать промоушену, что я звезда. Неважно. Это все равно непрофессионализм. Ты подписал контракт, в котором написано, что ты должен провести бой в среднем весе. Да, согласен. Согласен полностью. Кстати, видел данные, что они весили 99? Коста весил, 94 весил. Я просто не понимаю даже, как в человеке может так меняться вес. И ты, при том, что знаешь, что сейчас он весил 99 в бою, в день боя. В день боя весил 99, а Виттория 94. Ну, Виттория, то есть эти 10 кило от своего среднего веса, плюс-минус, я думаю, что он столько и весит в подготовке просто. 94-95, и все. Но Коста весил 97, в день боя с Ромеро, когда он гонял 84. Он с момента взвешивания, к моменту выхода в клетку против Ромеро, он 13 кило отъел вот этим просто внезапно. Здесь он весил 99, при том, что лимит уже был 93. То есть не так уж и плохо даже. Я когда вот эти вот все услышал, ну, сначала вот эту историю, что он не готов гонять, что, во-первых, что он весит 211 фунтов на пресс-конференцию, он сказал. Ну, я просто думаю, сколько? Я даже не сразу понял, что он там по-английски сказал. Потом он просил перевести, сколько это будет, типа, в килограммах. Он сказал, в килограммах. И он говорит, сколько, говорит, это фунтов будет. Ему помогли и сказали. И, по-моему, там журналисты все ахнули, которые там сидели. Вот. После вот этого всего было, на самом деле, два сценария. Пауло Коста выходит, проигрывает, вдрызг вообще проигрывает, и прям вот обсирается капитально. На него просто ставят кресло. Просто, да. То есть ты, я, ну, как тебе оправдываться, когда ты мало того, что провалил взвешивание, нагло себя так повел, да, а потом еще и уступил по всем статьям в октагоне. Это был как с Адесани, где он перед боем был король, условно, а в бою был, ну, просто ужасен. Опять же, да, как не вспомнить эти приколы? Попробуй сделать вес, когда ты родил три месяца назад. Или второе, типа, если бы этот бой отменили, почему согласовали, да, это все? Было бы, типа, в современном толерантном мире было бы очень плохо, когда изнасилованного мужчину от боя отстраняют по причине того, что... Ой, мне не нравятся такие шутки. Короче, тяжелые. Вот первый сценарий, да, он полностью обделался. Второй сценарий, это когда Пауло Коста вот с этим перевесом заставил Марвина Виттория драться в двухстах, в двухстах пяти фунтах, получил преимущество, а это очевидно, что Пауло Коста получает преимущество, когда все на категорию выше поднимается. Ну, просто потому, что он весит больше. Он здоровее. Ну, я думаю, главное преимущество для Коста то, что он себя сильнее истязает перед боем, чтобы снять 84. То есть, я думаю, что даже вот эти там 3-4-5 кило разницы в весе, они не так сильно играют роль, ну, типа, что для Виттория с более здоровым соперником, как то, что Коста много теряет тем, что вот он должен 84 кровь из носа уложиться, а потом прыгнуть к сотне. Наверное, это большой удар по организму, по всему, по держаку там, может быть. Вот. Он это все провернул, выходит в октагон и вырубает Марвин Викторий. Было бы прикольно. Вот. И то есть, получается, что Витторий, он там кучу вистов себе набрал за счет того, что согласился без раздумий на бой в весовой категории на одну выше, чем изначально должно было быть, но при этом улетел в нокаут, да, и как бы все, и про Витторий, скорее всего, никто не вспоминает. Пауло Коста, да к черту вес, вы видели, что он сделал с этим парнем? Марвина Виттория никто не вырубал, у Марвина Виттория была гранитная челюсть, а Пауло Коста сдюжил. Но получился-то сценарий нечто среднее между первым и вторым. Пауло Коста как бы не очень здорово выступил, но при этом он здорово выступил, да, в пятый раунд, какой он провел. Все поняли, что Пауло Коста может на 25 минут растянуть свое кардио, это дорогого стоит. И этот сценарий даже лучше всех остальных. Потому что мы, с одной стороны, не лишаемся прикольного парня, который, ну, не прикольный в смысле интересный персонаж, а в том смысле, что этот человек, который, наверное, может продавать бои в отличие от многих остальных, поскольку люди любят вот этих, ну, не то чтобы фриков, но тех, кто нестандартно выглядит. На самом деле, в хорошем смысле слова, фриками легко можно назвать. Да, потому что он выглядит как монстр какой-то, особенно на фоне ребят, кто бьется с ним. Он очень-очень интересного телосложения, он привлекательной внешности, но нельзя отрицать, что он в той или иной мере красавчик, поэтому его с Эрикой Мартином и сравнивают. Не как Люк Рокфолд, конечно, но тоже. Ну, одного поля ягод, я бы сказал. И при всем при этом, он и тот, кто хочет зрелищно биться. То есть, сложно вспомнить плохой бой Паула Косты. Я боюсь, А у Тумарова Виттория легко можно вспомнить. Но это стиль такой. То есть, у Паула Коста нет геймплана. Я думаю, сейчас уже ни для кого это не секрет. Геймплан отрывать голову. Да. И люди нравятся такие бойцы. Да, и ты видишь, что это работает с людьми, которые не входят в рейтинг, и не очень здорово работает с людьми, которые определенный уровень имеют. А не очень ли здорово это работает? Мы с тобой обсуждали тот момент, что если бы это был не Марвин Виттория, скорее всего, Косты бы его просто уничтожил. Положил бы спать. Хорошо, давай вспомним бой с Адесаней. С Ромеро. Адесаня уникум. Пока Ромеро. Марвин Виттория просто вот попался чувак, который невероятно крепкая голова. Марвин Виттория просто итальяшка. Не, это, мне кажется, исключение из правил. Не знаю, если бы Коста вот так зарубал Брансона, я думаю, он бы не вывез, например. Брансон бы перевел его. Это другой вопрос. Но с другой стороны, мы ждали, что Виттория его переведет. А это Кост его перевел. Ну, кстати, я задавался вопросом. Виттория не переводит как борец. У Виттория переводы такие вот, знаешь, зажал в клинче и типа «Ах, ты не хочешь на канвас? А я положу тебя!» И вот так вот просто на, пересиливает. С Костой так, естественно, не сработает, тем более в 205. И вот, знаешь, интересный вопрос такой. Как только стало понятно, что бой пройдет на категорию выше, букмекеры стали просаживать коэффициент на Марвина Виттория. Мне казалось, что все должно быть наоборот. Не, ну типа прикинули, что, ага, значит, у Кост не гоняет, у Кост преимущество в габаритах, Кост может и, в принципе, зарубить, там где-то еще и, наверное... Ты говоришь логичные вещи, а они, наоборот, поступили нелогично. То есть стал укрепляться в статусе фаворита Марвина Виттория. А, да? Мне казалось, не сильно, очень сильно. Мне казалось, нет, нет. Тогда, значит, это странно. Я не понял, просто почему. Мне просто указалось, что наоборот, когда мы обсуждали, он там был под 1,7, а еще когда неделю раньше мы с тобой только впервые начали про этот бой говорить, там чуть ли не 1,84 был на Виттория, а закрылся вот перед самым боем типа 1,55, может даже и меньше. Вот. Мне вот это не совсем просто понятно. Ладно, давай перейдем к итогам. А, я тебе говорил, какие плюсы, но плюсы в том, что мы не лишились этого парня, что он все еще в обойме и что, в принципе, Кост репутационно немного потерял с этим боем. Но ты считаешь, что это до сих пор боец среднего веса? Уже нет. Ну, то есть... Слушай, когда Дэйн Уайт говорит кому-то, что ты больше не боешься среднего веса, я не представляю, что ты должен сделать, чтобы вдруг оказаться бойцом среднего веса. Поскольку абсолютно в аналогичных ситуациях был Джонни Хендрикс, был Келвин Гастелум, был Чарльз Оливейра и, ну, еще, наверное, пятого других бойцов, которых взяли вот так за шкирку и сказали, ты что, не понял? Ты поступаешь в другом весе. Ты поступаешь весовой выше, что тебе непонятно? Кост, конечно, упертый пес, и сейчас он пытается своим доказать, что я еще могу, почему меня перевозят, я же еще в средний вес, я еще там появлюсь, но Уайт только поржал над этим всем. Слушай, я не понимаю, зачем? Зачем он держится за эту весовую категорию? Ну, я вижу по комментам, народ предполагает, что Кост обосрется в полутяжелом весе, поскольку там он уже не будет иметь такое преимущество в размерах. Типа, сейчас он давил всех за счет размеров, но на самом деле еще как будет. Я могу провести аналогию с тем, что Блохович, выходя на прошлый титульник, весил 99 кг, сады Санника он был. 99. Это столько, сколько весит Коста, не прицеливаясь в полутяжелый вес. Коста просто готовился типа 84, но не получилось. Привет, я 99. Буду 99. Если бы Коста готовился в 93, я думаю, он бы весил 104-105 и типа пытался бы отъесть их, то есть он бы был еще больше. Да я так уверен в этом. То есть Пауло Коста сейчас может прийти и как? Тиаго Сантос как Энтони Смит несколько побед одержать, а там дивизион какой, мы все это прекрасно знаем. Я вот так пробежался по фамилиям и с его стилем, ну то есть все бойцы, у кого, ну, Держак, скажем так, опасный, не самый стабильный, они все будут в опасности. Это кто? Ну, Прохаско, Рейс, Смит. Просто никто не знает, что с Держаком и Прохаско, если честно. Ты знаешь, его в каждом бою чуть не роняют спать. Апкиком Рейс чуть не усыпил. Аздемир тоже попадал хорошо. И Аздемир попадал, и более того, Аздемир забрал первый раунд, мы тоже вспоминали, перебивая. Наверняка люди не смотрели в бои, например, в Японии, а там его ронял Бронука Пилотца, который, кстати, в ПФЛ. Мы, кстати, сегодня ПФЛ, скорее всего, не сможем. О, я забыл, что он тоже. Мы не сможем, потому что он в ночь с четверга на пятницу, но подкаст, скорее всего, выйдет, ну, как минимум, вечером в четверг. Короче, за час до турнира. Мы можем, знаешь что, можем просто пробежаться и свое мнение выразить, кто, на наш взгляд, станет чемпионом в той или иной категории, а люди потом уже посмотрят, угадали мы или нет. Давай, давай. Вот, закончим с Костой. Короче, у Косты есть отличная возможность быть здоровее, чем половина топ-10 полутяжелого веса, плюс повторить подвиги того же, как ты сказал, и Сантоса, и того же Смита, вот, ну и плюс, мне кажется, что он мог бы рубануть и Аздемира, и Рейеса, и Сантоса, и Смита, и Прохаску. Наверное, мне кажется, что проблемы были бы у Косты, возможно, с каким-нибудь Ракичем, Николаевым. Не, не, я не говорю, что ни с кем не было бы проблем. Не, не, я тоже не имею в виду, что он всех переедет. Я имею в виду, что с его стилем, с его габаритами, с его ударной мощью все ребята, у кого, ну, не такая крепкая челюха, как могла бы быть, вот с его напором, с тем, что он не спрашивает, вот как, смотри, Джонни Уокер, Тиаго Сантос. Они по очереди друг друга спрашивали, можно я? Он говорит, нет. Он говорит, ну, давай я. Он говорит, нет. И они стоят и смотрят. Вот Коста не из тех, кто спрашивает, можно ли я подойду и ударю тебя. Коста идет и бьет тебя на всякий случай. Как это было с Ромеро. Здесь, конечно, он чуть-чуть сбавил темп, но он сделал это по-умному. У него было 5 раундов, а мы не видели Коста на дистанции 5 раундов. Теперь видели. Теперь видели. И он нормальный. Абсолютно. Он прибавил в пятом раунде. Понятно, за счет чего это было сделано. За счет тех пауз, о которых ты говорил, там, во втором, в третьем, да и в первом тоже. Ну, в первом нет. В первом не было. Нет, первый был хороший. Второй, третий, четвертый раунд. Он делал паузы, серьезные очень паузы. И за счет этого сохранил. Ну, как раз за счет чего он сохранил, если он в пятом раунде включился так. И 90% бойцов на месте Витори Паула Коста вырубил. Да, и плюс еще и то, что тут еще Витори поднаелся. И он, наверное, поднаелся боди-киками и всем остальным от Коста. И он его сам загасил. Ну, типа... Но при этом Витори это крепкий чувак, но если взять топ-10 среднего веса, одно из лучших, можно сказать, у Марвина. Да, то есть он... Да, он экономит силы. Да, он выдыхается. Но это не так, что в пятом раунде он не может передвигать ноги уже. Конечно, конечно. Не, он лучше, чем большая часть ребят. Точно. Тем более, что там половина-пятизраундовая дистанция даже для них это неизведанная территория. Короче, Коста смог того, у кого, в принципе, нормальное кардио и хороший держак, еще и подавить в конце боя. А что было бы с тем, кто, не знаю, менее подвержен ударам, у кого хуже кардио, кто бы еще быстрее просил под ударами Коста. Ну, а это все такие, типа... Последнее про Косту от меня. Вот я не понимаю, он в среднем весе сейчас далек от титула, невероятно далек. Он как минимум позади победителя пары Брансон-Канонир, он позади Уитакера, он позади Виттори, как минимум три человека. Ну да, Уитакера можно уже не считать, потому что он подерется за пояс, но следующим будет кто-то из Виттори или Брансон, победитель пары, Брансон-Канонир. Зачем Паулу Косте ждать? И, во-первых, после такого апсера со взвешиванием он точно один бой проведет в 205 фунтах. Дэйна Уайт никогда не позволит ему безнаказанно остаться здесь. Такие случаи бывали очень много раз. Когда ты после провального взвешивания, там есть споры, оставаться тебе или нет, ты в любом случае идешь, пробуешь свои силы там, как бы отбываешь наказание. А потом, если все сойдется, ты возвращаешься обратно. И вот у Косты теоретически может быть это. Но если он ярко выступит в 205, зачем ему возвращаться? Я не понимаю. Я, конечно, не его менеджер, я не Паулу Коста, не его приближение. Мало ли почему. Ну, я думаю, страх, что он перейдет в дивизион, где бьют сильнее, где больше ребята. А вот, как люди говорят, что, может быть, он не будет иметь преимущества. Ему тоже, наверное, в голове это есть, что сейчас он сильно больше остальных чуваков. А там он будет чуть-чуть больше остальных. Ну, ты бы на его месте пошел. Ну, я не на его месте, но все выглядит так, как будто ему там будет лучше. Ну, так что здесь я спорить не буду. Ну, и плюс, знаешь, какой момент, еще это будет слово Коста против слова Уайт. Уайт на присухе. Несколько раз повторил, что этот парень больше нет. И получится, что он сам себе противоречит. А президент Евсе не любит сам себе противоречит. Он так делал, конечно, с Рон Деруху. Не-не-не, с весом я уверен, что он так не делал. Тем более, это же совсем не сложно отправить, даже договориться с Павло Костой, например, один бой ты по-любому там проведешь. Давай мы тебе дадим проходного там, я не знаю, Доминика Рейса, условно. Я не знаю, насколько сейчас он проходной, кстати. Ну, понятно вообще. Ну, блин. Но, скорее всего, Костой его пробьет. Костой выглядит как человек, который будет максимально хреновым соперником для Рейса. И последний вопрос по поводу этого боя вообще. Надо уж заканчивать. Да. Кто все-таки, вот, хотел спросить, кто больше победитель, Марвин Виторий или Пауло Костой по итогам этого турнира? Ну, здесь все очевидно, наверное, да? Но Пауло Костой должен был потерять гораздо больше, чем он реально потерял. Он молодец, он молодец. Это как Ней Диас Е, да, точно. И он. Он самый. Главный герой нашего подкаста, да. Это похожая история, абсолютно. И как раз тоже пятый раунд был, да, решающий. Даже Уайт удивился, он говорит, я думал, что, глядя на его размеры и как он выходит, я думал, что он в первом раунде умрет от того, что выносливый закончится. А как он дышал? Ты видел, в каждом перерыве он дышал так, что типа где кислородный баллон? Видишь, это не показатель. На самом деле, нам же показывают только один угол, и мы не слышим, как дышит во втором углу. По большому счету, наверное, когда они уходят на перерыв, они все такие в первые секунды. Потом за эту минуту чуть-чуть раскидываются. После первого раунда, кстати, нет. После первого раунда обычно они еще все-таки дыхание сохраняют. Если там не было прям адской рубки какой-то, когда ты вымахиваешься. Ладно, давай про Виторию. Два слова. Я хочу сказать, что я был прав. Мы обсуждали с тобой, кто может стать претендентом в этой категории. И я говорил, что никогда в жизни не поверю, что поверитель пары Коста Витория может стать претендентом. Но он же точно не станет претендентом. Ты же понимаешь это? Ну, смотри. Он мог бы стать, если бы не было людей, которые более достойны этого статуса. Хотя, в принципе, так можно сказать про любую ситуацию. С одной победой не могу себе представить это. Он только что проиграл довольно, ну, не в одностороннем порядке, но убедительно Адасания его разобрал. Виторий не в том положении, чтобы сказать, вотка, смотрите, что я сейчас сотворил, что я должен получить еще один титульный бут. Но он точно сейчас в сливной позиции. И Брансон с Канониром максимально приоритетные. Более того, я даже не могу понять, с кем Виторий драться. Поскольку, вот смотри, победитель боя Брансон Канонир, он точно получит титул. Потому что у Брансона будет 6 побед, кто вообще может открыть против этого рот? А Канонир просто нравится Адасании. И плюс, это один единственный чувак, с кем он не дрался в топ-5. Поэтому и Канонир, и Брансон, они в той позиции, ну, что просто Виторий не может ничего возразить против их претендентства. Я думаю, кстати, небольшая проблема, что Адасании когда-то дрался с Брансоном. Потому что ты помнишь, что бой... А уже все забыли. Во-первых, все забыли. Во-вторых, это была другая версия Деррика Брансона. Сейчас-то он беленький, светлый. Я думал, сейчас он не такой безбашенный. И по-другому ведет бой. Это я тоже хотел сказать. Но прежде всего, белый Брансон. Не в плане цвета кожи, конечно. Блондин, да. Блондин Брансон. Да, вот. И это не проблема. И мне кажется, блин, ну тут тоже сложный бой этот Брансон Канонир. Я фиг знаю, кто там победит. Тяжелый бой, да. Предположить. Да. Так, ты все? Короче, да. Я хотел сказать, что Виторий сейчас нечем заняться. Он будет сидеть просто на скамейке. Посмотрит, что там будет. Единственный вариант для него есть. Это либо караулить проигравших. Может быть, там Уиткера выцепить, если он проиграет, например, Десани, или наоборот. Или выцепить кого-то из пары Брансон Канонир тоже проигравшего. Или кого-то из, ну типа, низов топ-10. Но, по-моему, Виторий не в том положении, чтобы принимать бои типа из серии. Ну, чтобы не простаивать, подерусь с кем-то, он любит подождать. А он, знаешь, за счет вот этих 20% или там чуть больше, которые Коста ему перечислил, он может лишний месяц пожить еще, да, спокойно, без боев. Я, кстати, прикололся с того, что он сидел в номере, видел видос с вином. Да, да. И он сказал, я их вино привез для Паула Коста, но пошел он в жопу. Ты знаешь, я не сразу, кстати, это понял, вот эту отсылку. То есть, в самом начале, когда он пьет вино, я не понял. К концу ролика, да, я осознал вообще, что он имеет в виду. И отсылка к тому пьяному Паулу Косте, естественно. Но вот в первую секунду я не совсем понял. Это просто был красивый кадр. Чувак-итальянец сидит в своем номере, победитель и пьет винишко. Плюс из своих родных мест. Ай, ладно. Что-то про этот турнир, не особо хочется, да? Старополи? Старополи и Триналдо? Джейми Пикетт, да. Слушай, я не уверен, что об этом надо говорить. Несколько минут, как бы мои мысли в том, что я совсем теперь уже не понимаю, как судят. То есть, мы можем вспомнить бои, где такая же манера ведения боя, как у Старополи, она приносила победу единогласным судейским решениям, например. Ну, неважно. Либо раздельным. То есть, большинство судейских голосов уходили в пользу того, кто просто клинчует. Вот. А по поводу Триналдо статистика на стороне Гранта. Но при этом бой был действительно странный. То есть, Триналдо вроде шел вперед, он выбрасывал удары. Не сказать, что он потрясал, не сказать, что он прям очень круто смотрелся и доминировал. Нет. И при этом на статистику если посмотреть, доминировал вообще Грант по общему количеству значимых ударов. Еще и Триналдо сняли бал. Проблема в том, что Триналдо со снятым балом шел. Да. Заточок в глаз. В третьем раунде. То есть, я вот на фоне того, что с него и так сняли бал, не мог все предположить, что хренак, он сейчас и заберет бой. Я не буду говорить, что это буллшит, а тем более на MMA Decisions большинство согласны с судейскими решениями. Ну, все три раунда отдать. Не, ну, большинство, кстати, на MMA Decisions за ничью. Триналдо Грант? Да. А. Типа за счет того, что, грубо говоря, вот Триналдо лишился балла, а два раунда он все-таки забрал, и типа вот... Ну, нормально было. Ну, ладно, значит, меня смущает бой. На самом деле, этот бой меня меньше смущает, чем бой Пикет Старополи. Ты понимаешь, почему? Ну, я конечно понимаю. Мы рекомментировали бой Пикетта и Старополи. Ну, мы высказывали свое мнение в этом поединке. Мы с Олегом уже договаривались не раз, что меньше, меньше давать оценок боям и комментировать больше от ситуативно, от того, что происходит. И вон в том бою я прям что-то был уверен, что Старополи за счет того, что ну очень много было клинчей, таких, в которых, ну, вроде бы, они довольно пассивные, но в них Пикет вообще ни хера не делает, кроме того, что прижат к стенке. И вот на фоне, не знаю, трех минут контроля в первом раунде, где Старополи его зажал у сетки и Пикет там пять или семь или десять ударов за весь раунд успел выбросить, где-то когда они расходились. Ну и Старополь там тоже как бы не стоял как мешок глябите, он тоже отвечал. Казалось, что это должно быть очевидно. Потом хренак и там судьи все три раунда отдают Пикету. Да, вот в таком бою, чтобы победу отдали Пикету, он должен был как бы смачно попадать. То есть один-два раза за раунд, но при этом это могло бы перевесить все, что делал Старополи. Но таких попаданий не было и вот меня больше всего это смущает. Ну, конечно, меня смущает другое. Мне смущает, что Старополи стал велым хером. Яркий ударник, который пришел, ну реально, с красивыми ударами ногами, с дистанцией, да, любил зарядить. У него были классные бои. То есть, когда он появился, мне прямо интересно было за ним смотреть. Но он потихонечку начал стухать, напроигрывал, сменил категорию. Клинчи-работу. Столько меня больше не интересует. А, так ты у нас борец теперь, да? Да. Ну, в общем, хрен его знает. Слушай, три раунда, в общем, мне немножко не по себе от этого боя, поскольку я вот не понял, как вообще так получилось. Я думаю, может, я ошибся, я открыл, но и Мэдис Сижн все за Пикетта. Смотрю оценки судей, двое из трех считают, что три раунда Пикетта, да. А ведь Пикетт там, ну, еще в первом раунде он был немножко буйный и в первом жутком между его клинчами. Он пытался, типа, разорвать. А второй, третий раунд он уже был как вялый тоже перец. Ну, на его фоне, конечно, и Старополи не был каким-то агрессором безумным. Но, в общем, ладно. Да, мы в данном случае не говорим о каких судейских ошибках. У нас скорее какой-то диссонанс. Почему вот так? Почему некоторые бои оцениваются в пользу того, кто клинчует, а некоторые, как конкретно вот этот, оцениваются иначе? Да, ну, естественно. Естественно, мы с Олегом и сами понимаем, что, по идее, пассивный клинч не так хорошо оценивается. И даже там пара хороших попаданий в ответ могут перевесить там минуту условного клинча. Но в некоторых раундах это было прямо ну, совсем на тоненького. Типа, что сделал Пикет против, не знаю, вот тех же этих запираний от Старополи. Хрен его знает. Короче, сложно. Ну, мнение свое в комментариях пишите. Да, если вдруг смотрели этот бой. В чем не сомневаюсь? Это хорошо. В чем не сомневаюсь? Это хорошо. Мне, кстати, даже интересно. Вот были ли люди, которые сознательно выбрали бои, ну, короче, которые сознательно смотрели UFC еще в ту пору, когда вот бой Федора был. А-а-а. То есть кто-то предпочел UFC Беллатеру вот во время нахлёста? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Ну, скорее всего. Ну, потому что прилима и первая поинкарда они не выглядели как что-то, что нужно... Не, ну, Федор подождет. Тут Старополи... Какой Федор, мы 45, а тут... Кассерс. Там безумная разборка. Грегори Родригес против... Кого он там? Против Джуньон Парка. И Железной Черепашки. Федор, прости, ты в записи. У нас Черепаха против Робокопа. Прикольно. Кстати, хороший бой. Очень. Неожиданный. Этот бой, Родригес, Джуньон Парк, он реально классный из-за камбэка, из-за того, что он у них лучший бой вечера был признан. Да, ты представляешь, как они должны были подраться, чтобы они затмели поединок Виторий и Паулу Косте, у которых на двоих четвертый результат в истории по общему количеству значимых ударов. И впереди только бои Макса Холлова. Это прикольно, что есть топ-4 боев, где замесили друг друга больше всего, и в три первых места один человек с его участием в себе бои. Макс Холлова, конечно, удивляет. И это примерно как пей-пер-вью с участием Конора Макгрегора и без него. То же самое примерно. Я экспедивился, что Колби нет в этом рейтинге, но у Колби скорее всего персональная цифра, а здесь типа суммарно. Да? Так и есть. У Колби, по-моему, рекорд был до Макса Холлова по... Вот один человек выбросил количество значимых ударов. Нет, у Колби, по-моему, до сих пор есть рекорд по количеству выброшенных ударов, а не донесенных до цели. То есть у Макса Холлова количество ударов, которые донесли до цели, а у Колби Ковингтона рекорд за один бой по количеству ударов, которые он выбросил. Вот в чем разница. Хотя Холлова мог его уже обогнать. На тот момент, когда он дрался с Лоулером... Я думаю, что Колби уже не первый, да. Его, по-моему, кто-то переплюнул. Тогда это был рекорд. Может быть, с Кэтером Холлова выбросил больше? Ну что? Ставим точку с UFC. Брансон Канонерк, который мы обсудили, на UFC 2.7 пройдет. Любопытно посмотреть. Но это что? Это еще два месяца. Хер бы с ним. Хер бы с ним. Давай чуть-чуть про Белик. Давай. Они, конечно, обидятся, что чуть-чуть. Но я не хочу очень много про это говорить. А там реально про что говорить? Ну, Федор. Мы его обсудим. Ну, еще несколько вкраплений из других боев. Ну, давай, наверное, про что тебя вообще заинтересовало, кроме Федора, сразу. Слушай, мне очень интересен был бой Токова и Давлад Муродова. Интересно. И он получился не таким, как я ожидал, если честно. Я понимал, что Давлад Муродов крепкий, что, скорее всего, финиша здесь не будет. Но мне почему-то казалось, что Токов найдет ключи, понял, что ли, выиграть? Во-первых, никто не ждал такую конкуренцию. Да, потому что это был максимально близкий бой. Но мне не кажется, что Давлад Муродова ограбили. Тебе не кажется? Нет, нет такого. Ну, там, в принципе, раздельное решение. Ну, да. И я думаю, что примерно 50 на 50 людей, если мы спросим, 50 на 50 будут считать, что кто-то отдал Давлад Муродову. Там просто один раунд был совсем на тоненького. То есть ты даже не поймешь, кому этот раунд отдать. И, собственно, вот благодаря этому раунду и все решилось. Ладно, вопрос такой. Ты понимаешь, что Токов репутационные потери получил? Потому что он был соцдебютантом. И сейчас есть риск, что он из-за этого боя не получит титульник. Это абсолютно точно. Но самое главное, что сам Токов это понимает. Он сказал, говорит, что титульник, если мне не дадут, я не расстроюсь. Мне хочется драться. Мне хочется драться. Он так сказал. Он вообще парень очень простой. Его интервью, вот в них нет какой-то вычурности. В них нет огромного количества каких-то замысловатых оборотов. Ну вот он, знаешь, простой русский парень. Ему задают вопросы, он на него отвечает. Типа, ты смотришь UFC? Не, я не смотрю UFC. Но считаешь, что чемпионы Белика лучше. Это, конечно, одна из лучших цитатов. Он сказал, что я даже не знаю, кто чемпион в UFC. Да, да, да. Но в Белике чемпиона лучше. Ты знаешь, на самом деле, я думаю, это вся команда Федора, плюс-минус, такие пацаны. Простые ребята, работяги, пришли, сказали как есть. У нас, знаешь, есть такой нюанс с бойцами из СНГ, некоторыми. Они иногда в интервью пытаются быть интеллектуальнее, ну, скажем так, показать и интервьюеру, и там типа журналистам, мол, ну не то, чтобы оставить их на место, но дать понять, что на другом уровне они, что мою IQ, даже не бойцовское, а просто в целом, это серьезная штука. И вот мне нравится Токов тем, что вот у него такого нет. Вообще нет. То есть у него, если бы был отрицательный показатель этого, вот Токову был бы отрицательный показатель этого. Ну и на самом деле обидно немного за него, поскольку он должен был быть следующим соперником Мусаси по идее еще еще летом про это говорили. Ну, про это говорили, но не больше. Про это говорили весной, весной еще говорили. До того, как Солтер был объявлен, мы уже думали, что Токов, но потом мы узнали, что Токовы есть нюансы, видимо, визовые, еще какие-то. Теперь казалось, что вот каким-то чудом у Мусаси новый соперник Вандерфорд все-таки ну окей, но он просто непобежденный, он условно более медийный, чем Токов, на западе из-за жёнышки, мистер Вандерфорд. Мистер Ванзан. А, мистер Ванзан. Ничего, ничего. Там что так, что так, называй, в принципе, все одно. И поэтому сейчас он выходит биться с дебютантом, проводит с ним близкий бой, и тут же после этого Кокер, президент Беллика, говорит, что мы вообще-то сейчас ведем переговоры со Шлеменко, и возможно, он потерялся с владителем пары Мусаси Вандерфорд. Я офигел. Сюжетный твист, конечно, очень странный, на мой взгляд. То есть, Шлеменко с каким скандалом уходил из Беллика? Он же менеджер, он год ждал, чтобы у него закончился контракт, чтобы он мог спокойно уйти. Типа, отпустите меня, ради бога, на вольные хлеба. Значит, потерял еще несколько лет, и теперь пытается вернуться. Но, наверное, здесь проблема в том, что тогда титульные перспективы не маячили, теперь вдруг замаячили. Видишь, там были нюансы, да, с титульной гонкой в Беллике, и плюс у Шлеменко было в голове понимание, что он, скорее всего, наелся уже этого Беллатора, уже надо что-то большее, и он же явно хотел несколько лет подряд попасть в UFC разными окольними путями, плюс была волна подписаний российских бойцов. Ну, думаю, что за последние несколько лет Александр очень хотел, чтобы все было воплощено в жизнь, плюс он, в отличие от многих-многих других ребят, подписанных в UFC, там без бэкграунда, без всего, он был чуваком, который идет с серьезными достижениями, который там десятилетия на этом уровне бьется, в Америке его там тоже, ну, узнают, не так, наверное, как условного. Я бы даюсь понять, вот в Америке Медини, Шлеменко или Вандерфорд? Ну, Вандерфорд, ты забываешь вот этот фактор. Фанзандфактор? Ну, естественно, ну, конечно, Вандерфорд Медини. Но, с другой стороны, он еще никого-то не подведил, серьезно. В Америке, но, опять же, Вандерфорд комментирует бои других людей, нет? Он высказывает мнение по поводу боев других бойцов? Нет? А Александр Шлеменко это делает? Ему осталось только на английском, на самом деле, все эти интервью давать, и он будет королем вообще. Но я, на самом деле, буду рад, если Шлеменко вернется в Белик, поскольку, видишь, не получился Вояж в UFC, но, учитывая, как он выступает, ему хорошо было бы там. Но я был бы рад, если бы Вояж в UFC все, окончательно, эти перспективы были бы закрыты перед ним. Ну, скорее всего, он сейчас будет подписываться, условно, там, где-то выстрелил, титул забрал или что-то еще, у него все-таки были карты на руках для того, чтобы, оп, пацаны, вы видели? Вы видели? Я здесь. Белик так не подписывает. Если ты выигрываешь титул, мы уже об этом говорили, там автоматическая пролонгация. Про Белик это говорили? Мы и про другие промоушнеры. Не-не, Виталий Минаков говорил об этом, но, правда, он говорил про защиту титула, но я думаю, что при завоевании титула тоже должна быть такая штука. Короче, мы сделали небольшую паузу и забыли, на чем мы остановились. Судя по всему, мы остановились на Александра Шлеменко. Мне кажется, последняя моя мысль была о том, что я буду рад, если он подпишется в Белик, если дверь в UFC окончательно закрыта. Вот. И передавайте по словам. А, мы говорили про подписывается ли контракт по новой, продается ли он. Да, да, да. А ты знаешь, очень хороший сюжетный поворот будет после этого перейти на Резникова. Ну, давай все-таки договорим про Белик, поскольку мы Федора не затронули еще. Я, честно, рад был бы увидеть Шлеменко там, поскольку мне немного обидно, что боец с таким потенциалом дерется в наших лигах. Причем не всегда крутых. Вот, особенно, если вспомнить его бунт на корабле и прочее. Ну, хочется для него больших и перспектив, и возможностей. Я не уверен, что он бы хорошо проявил себя в UFC. Не знаю, не возьмусь предполагать, что он там ворвался куда-то, заработал семейную базу. Но все равно на фоне... Я вижу, как Паша надевает наушники, чтобы не слышать то, что мы тут несем. Да это же нормальная история, он всегда так делает, нет? Да, да, смотрит Кенч какой-то сериал. А я только что посоветовал ему сериал, видимо, он сел его смотреть. Ну, короче, и поэтому хочется, чтобы он бился где-то, ну, по существу, там, Бео ПФЛ, Беллатр, они вот... Не то, что российские лиги плохие, но все равно он там был, он был чемпионом в Белике 6-7 лет назад, когда еще Кокера там толком не было, да? Скотт Кокер об этом и говорил. Он говорит, я помню времена, когда я пришел, Александр Шлеменко был на отличной серии, был у нас чемпионом. Вот, и поэтому и хочет. Ну, короче, для меня это классная новость. Плохая новость для Токова, к сожалению, в этой же связи. Ты знаешь, в принципе, на самом деле, тут я полностью поддержу, чем больше российских бойцов в топ-2 лигах, что в UFC, что в Белике, тем лучше. А, самое главное, что на самом деле Кокер тоже понимает, что открывается интересный сюжет, реванш Мусаси-Шлеменко. Поскольку это самый сложный бой Гигарда Мусаси за последние 10 лет, если отбросит Лавата. Кроме Лавата, самый тяжелый поединок был со Шлеменко, поэтому это прикольный был бы реванш. Если, конечно, Мусаси должен еще победить Вандерфорда, и тогда только можно будет об этом заговорить. Я не совсем понимаю вот на месте Скотта Кокера, как это раскручивать. То есть, какой-то русский, который когда-то был чемпом, уже целое поколение взросло, которое не знает, что Шлеменко был чемпом, и более того, уже целое поколение болельщиков взросло уже после того, как Шлеменко ушел из Белика. То есть, он сейчас, ну, он в непонятном статусе. То есть, загульный русский, который когда-то ушел, а теперь вдруг решил прийти. Ну, почему? Чемпион возвращается, тот, кто дал самый тяжелый бой нашему чемпиону, нынешнему. Но они не помнят этот бой. Не помнят, но они напомнят. Вот так вот. Плюс, может быть, если так, то окей. Да? Типа, знаешь, как фрифайты запускают, может быть, что-нибудь такое покажут. С другой стороны, да, вот смотри, Вандерфорд, Токов, Шлеменко. И все. Одного поля Яга даже. Ну, в том плане, может быть, даже у Шлеменко выгоднее позиция и ситуация в этом плане. Если все напомнят о том, что был когда-то бой с Мусаси, который Шлеменко, как многие даже считают, выиграл. Но не я. Мне кажется, что для фанатов бой все-таки Мусаси-Шлеменко, не российских, а вообще в целом, был бы прикольнее, чем бой Мусаси-Вандерфорд, поскольку когда узнали то, что Мусаси-Вандерфорд получил титульник, все начали спрашивать, за какие заслуги, поскольку даже не знали, что у Мусаси-Вандерфорта, по-моему, пять боев подряд в Белике, и он нормальной серии, и он непобежденный, потому что вот это вот все всплыло, когда он зафигурировал, как вообще-то он дерется за пояс. Большинство народа такой, в смысле дерется за пояс? А кто такой Устин Мусаси-Вандерфорд? Это мистер Ван Занд. Ахах, у меня есть два вопроса по оппозиции Кирилла Сидельникова и особенно Усмана Нурмагомедова. Я не помню вообще, чтобы в боях по ММА был коэффициент 1-0-1 на бойца. Это на кого был Усмана? На Усмана. Слушай, ну было понятно почему. Но справедливости ради, это не Усман, сидит и говорит, дайте мне мешка, мне надо рекорд улучшить. Он еще до боя сказал, какого хера, извините за... Он, естественно, не так сказал, но условно, вы мне привезли этого мешка. Он сказал еще хуже, никакого уважения этому финну. Но он поправился сразу. Ну, сам боец недоволен и негативит на тему того, что ему привезли бойца не того калибра, который он и хотел. То есть... Это ты еще мягко сказал. В первую очередь, ну, круто, что Усман не пытается... В таких случаях, знаешь, всегда есть два типа бойцов. Один говорит, вы его недооцениваете, а почему-то серьезный парень бился в разных лигах и мне кажется, что он даст такой угренный бой, но я все равно сильнее... А он сразу сказал, это кто? Какой-то финн. В смысле? Он сказал, какой-то финн. Вы сколько у него поражений видели? А этот финн сидел в двух стульях от него и когда перевели, он такой... Короче, мне нравится позиция Усмана. Он правильно делает. И он его переехал, это очевидно. Но сейчас он требует у кого-то из топ-10. Я думаю, он должен получить. Соответственно, мне взлет Усмана понятен. То есть вопрос только Кокеру, который, наверное, решил обезопасить себя в смысле... Ну, вроде какой-то проспект растет, от греха подальше по пути алгоритм Бейджа. А как ты думаешь, может быть такое, что люди просто не соглашаются с ним драться? Может быть спокойно. Может, да? Это непобежденный парень, про которого Хавьер Мэнос говорил, что он самый талантливый в истории Нурмагомедовых и семейки Нурмагомедовых. Парень, который там всех уничтожает в спаррингах, ноль поражений, идет в Белике на хорошей серии, типа нахрен надо. Тем более... Слушай, фамилия? Тут очень много играет фамилия. Он же ударник. То есть он базовый ударник, при этом Нурмагомедов еще спаррингует с людьми, у которых шикарная борьба, сам в борьбе прибавляет постоянно. Что из него вырастет? Я думаю, что это проблема для ребят просто подписаться на бой с человеком, у которого такая фамилия, поскольку Ореол какой-то неуязвимости у них есть. Да, у них же на троих ни одного поражения. Но я имею в виду Умара, Усмана и Хабиба, да. Есть еще Абубок. Но у него не ноль. Блин, ты видел? ММА Мемс сейчас каждый третий пост, ну, аккаунт, да, с шутками, каждый третий пост в ленте выкладывает с мемы вот этим новым скелетор или скелетер, как это правильно, не знаю. Я думаю, скелетор. Я никогда не слышал, как вслух это произносят, всегда так читают. откуда вышел этот мем. Но вот эта фишка, что это баланс с неприятным фактом. Я так с этого ржу, это, по-моему, просто мне не сказать, что все мемы заходят. То есть я, наверное, там один из пяти оценивают, типа поржу, такой, да, вот это зачет. Но когда они ввели вот этого штуки, я прямо жду каждый пост и я на остальных даже не смотрю. Я открываю аккаунт и смотрю каждый третий. Но это же не мем. Не мем? Ну, то есть сам скелетор это мем. Да. Но это не смешно. То есть там факты не особо смешные. Нет, смешно, что они сравнивают. Нет, прикольно, что они так сравнивают. Нет, я с этого ржу. А там то, что типа у одного Конора поражение больше, короче, самое главное, что давай вообще про бои другие поговорим. Минаков. Ну, жалко Минаков. Но он, конечно, видимо, простой, сказывается. Потому что он стал максимально пассивный какой-то. Ну, не знаю. То есть вот... Первый раунд он два раза уронил, по-моему, этого. Он... Сому. Не, я что-то... Ну, сбил с ног, давай так, начнем. А, ну, просто вот раньше Минаков прям выходил и уничтожал. Теперь такого нет. Минаков, знаешь, чем-то стилем напоминает не тем, как он миксует ударку и борьбу, а стилем давления. Веласкес чуть-чуть напоминал. Серьезно? Нет? Раньше. Да, да. Было такое. Кстати, это очень хорошее сравнение. Но сейчас, я не знаю, проблема с мотивацией. Может быть, проблема с тем, что Виталий Минаков уже чуть распыляется, потому что бойцовская карьера это уже не основная, может быть, его деятельность. На самом деле, респект ему за то, что он открыто-то говорит прямо перед боем. Он сказал, что к сожалению, или к счастью, в последние годы бойцовская карьера не во главе угла моей жизни. Что у меня есть социальные проекты, такая деятельность, ну не политическая, как это назвать? Ну, политическая вполне. Федеральная, политическая, не знаю, в общем, какая-то деятельность, которая не связана. Он говорит, и я посвящаю свою жизнь боям, только когда у меня бой на кону. То есть, я вот начинаю тренироваться, типа, чтобы меня ничего не отвлекало. То есть, он не скрывает то, что он два года не дрался, и тренировался он, по большому счету, целенаправленно, только вот в кемпе как будет. Ну, обиду просто вот он раз в несколько лет выходит. Ну, вот да. И тем более, это все за пределами Соединенных Штатов, потому что у него нет визы, проигрывает, и вот дальше что делать? Так он не проигрывал, в этом прикол. Ну, то есть, он проиграл. Проиграл, но при этом он забирал в бой. Нет, да я не спорю, но результат налицо, результат в таблице. Но мне, кстати, нравится момент вообще с тем, как это случилось. Ну, это реально такое мужская тема, типа, никаких там пауз, что-то еще. Что-то они это спорят. Да, да, да. Короче, если вдруг вы не видели этот бой, Минакову, значит, на него шел соперник, и под лоу-кик Минаков сам заряжался на удар, и левая рука случайно, грубо говоря, вошла в ногу соперника. То есть, вот так получилось. То ли он сдержать ее хотел, то ли просто рефлекторно двигался, чтобы остановить. В общем, так получилось, что, по-моему, безымянный палец, какой-то палец, как-то, сняли в руке. Он выбивается, и в другую сторону начинает торчать. Рефери это видит, поскольку Минаков сразу схватился, и тормозит бой. В это время Виталий просто хренак под разными углами. Выходит какой-то секундант, его помогает раз, и все, палец ставили, но к этому секунде уже решили бой остановить, типа, поскольку, ну, технический нокаут один из бойцов из-за травмы не может продолжить бой. Ну, к рефери вопросов нет, так и, наверное, должно быть, да. Не, просто, вот мне интересно, он же, если бы он сам вправил, и рефери еще не успел показать вот этот жест, автоматическая остановка будет. Просто слишком много времени прошло, да. И, ну, по-хорошему, это вот как в условном нашем деле была история с Даниэлом, помнишь, когда у него вот эта капа вылетала и прочее, он попросил минуту на, там, паузу, типа, ну, ты не можешь в бою просить паузу. Точно так же и здесь, типа, у тебя случилась травма, мы не можем дать тебе временное восстановление, поскольку, ну, она была не, там, никакое-то нарушение правил. Если бы это был тучок в глаз или удар в пах, спокойно, там, ну, пять минут возьми. Но здесь это все по ходу боя и, значит, бой должен быть остановлен. Ну, нет, нет возможности взять тайм-аут. Это ММА. И у тебя есть раунд, который длится пять минут. В эти пять минут ты не можешь ничего сделать. Да, да. Короче, главный бой Федор. Рад? Ну, слушай, ну, я не скажу, что я прям прыгаю отчасти, но всегда лучше, чтобы Федор победил, чем если Федор проигрывает. Офигенность победил. Очень круто победил, да. И вот эту комбинацию из трех ударов. Ну, он прям круто зашел. И ведь Тимоти Джонсон, он второй номер рейтинга Беллатр, ну, даже бог с ним, с этим рейтингом, не все ему доверяют. Тимоти Джонсон дрался бы в UFC и, скорее всего, был бы в топ-15, но он вылетел оттуда не за поражение, он вылетел, потому что он скучный. Меня прикололо другое в этой ситуации. Что, во-первых, теперь все считают, что его купили. Это такая дичь. Слушай, это всегда возникает. Да, почему, знаешь, вот самые наши основные бойцы хайповые, ну, кто-то максимально. Вот постоянно. Вот если он дерется, если Конор дерется, если Хабиб дерется, если, ну, Федор дерется. Это всегда. Купили мешка. Ты видел Лоза? Высказал с вами. О, я хотел поговорить, да? Какой клон, я дрем-батон. Это можно прям зачитать, слушай, или скрин. Давай скрин Паша поставит. Ну, короче, его претензия была к тому, что привезли, значит, дорогого мешка для убийства, вообще его живот видели. Похоже, Лоза просто не в курсе, как выглядят бойцы в наше время. Это настоящий ходячий мем в последние годы. Он же комментирует все вообще. Чтобы его не забыли, он комментирует все. То есть теперь Юрия Лозу знают только по песне плод и по вот этим вот мемасным фразам. Ну, дегенерат. Я чуть-чуть более сдержанно высказался, но ты хорош. Ну, потому что если мы посмотрим в топ-15 UFC, там ребят, кто рельефный, у него же претензия была к тому, что Джонсон выглядит с пузом, там ребят без пуза, на пальцах одной руки и то сложно будет наскрести, чтобы все пальцы задействовать. Гану? Ну, Гану. Ган. Меочич? Да. Ну, Меочич, кстати, я... Ну, ладно. Да не-не, он сейчас уже... Он сухой? Он скинул. Да-да, ладно. Ну, Льюис мимо. Блэйдс мощный, но не рельефный. Не-не-не, он не рельефный. Да, потом есть... Жерзиньо тоже. Розенстрайк вообще нет. Тоже нет. Да, Докас, Крис. Этот, Сакай. Сакай. Тыбура. Тыбура. Ну, Волков. Иванов. Волков прелефнее, чем многие. Нет, Волков хороший, рама у него нормальная. Ну, давай так. Волков вот где-то посередине между накачанностью и рельефностью Ганна и Ингану и вот тех людей, которых они назвали, да? Да, но в любом случае есть Иванов, Сакай, Абдурахимов, Тыбура и, короче, Льюис, Розенстрайк, это вот там человек 7-8, кого вообще сразу не скажешь, что какие-то убийцы, бойцы из топ-15. Особенно на Докасе посмотреть. Он вообще такой, ну, забавного целосложения, скажем так. Ну да. Ну ладно, короче, в жопу лазу. Я очень рад. Это не руководство к действию. Я очень рад за Фёдора, потому что, честно, когда они встали на стейрдауне, когда я посмотрел на Джонсона, во-первых, я офигел с того, как он выглядит лицом. Я привык смотреть на этого парня, ну, как это называется, знаешь, еще один ремейк Бронсона, вот этого уголовника, который... Я Ричард, по-моему, и Бронсон, нет? Нет, нет, знаешь, забыл. Ну, короче, Бронсон, про которого фильм снимали, который Харди играл в этой роли, да, который написал книгу про эти отжимания в тюрьме условные. Короче, ну, эпохальный персонаж, очень многие пытались под него косить. Каминс в UFC пытался косить, ну, и не только он, там несколько людей было в UFC. Каминс в итоге, это же такой, тоже есть мемный персонаж, Трэджик Бронсон. Это те, кто пытаются косить под Бронсона, но выглядят плашками. Вот это Трэджики Бронсоны. Ну, короче, Тимати Джонсон был в этом же образе. И посмотрите его в бой с молдавским, перейдите на взвешивание. Вот эти усы, и казалось, что он какой-то старый, ну, реально лет 45. И тут он выходит в кепке, без усов, и я думаю, это ты? Я тебя не узнаю. И я офигел. И потом еще, когда они встали рядом, ну, кардинальная разница. Ты видишь на весах 13 кило разницы, но к черту цифры. Ты просто видишь, какой шкаф Тимати Джонса рядом с Федором. Ну, у Федора всегда так было. Да. Я даже, я вот сейчас на вскидку не вспомню бой, ну, естественно, с Дэном Хендерсоном плюс-минус габариты были одинаковые, близки. Итоги. Хендерсон был даже меньше. С Бейдером не такие, не такой раз. Ну, с Бейдером все равно был здоровее. Он просто атлетичный, но разница была не такая огромная в цифрах точно. С Сонином не такая цифра была. А просто вспомнили, с Орловским, с Бреттом Роджерсом, с там, я не знаю. Рандалмана не вспоминаю. И трехметрового корейца тоже. Короче, я испугался. Я, когда посмотрел на Стердаун, если бы меня спросили, я бы сказал, грузите на Димати, братва, потому что он очень здоровый был. Там, судя по всему, и прогрузили люди. Да. И те... Ну, кстати, именно в день, когда состоялся их без взглядов, резко абсолютно все поменялось и расстановка по коэффициентам. Две недели подряд Федор шел фаворитом. Да, да, да. В день, когда они встали друг с другом вот так, и люди сравнили, какая разница в размерах, мгновенно Джонсон становится фаворитом. Причем до этого у него кэф был 2,3, 2,4, 2, там, 35. И хренак, он 1,78, 1,85, там, ну, резко очень все поменялось. То есть, а не прямо рокировка произошла по кэфам. И я был уверен, что это будет большая проблема для Федора, которому на секундочку 45. И когда за 2 минуты я вижу вот этот удар, который, ну, они, он говорит сам, я уже, типа, тень того, что там от меня было в 25 лет в плане физической амбиции, кондиции, в плане скоростей, я не уверен. Скорость очень велик. Скорость. Какой тяж может похвастаться такими скоростями? Да, он ганну удар сумасшедших, сумасшедшие силы, но скорость, с которой вылетают руки Федора, ну, кроме респекта, конечно, меня бесит одно, что я вижу это, я, офигеть, ну, это круто. Да. И потому что, хотя бы, потому что я знаю, какую позицию занимает Тимоти Джонсон. Опять же, это не чувак, которого привезли на убой, который дебютант лиги, который, ну, вот условно, ситуация, которая повторяется с другими ребятами, ты вспомнился, я не кольку, вот еще. Нет, это не тот случай, это чувак, который сейчас шел на серии с трех побед над хорошими соперниками, проиграл только в битве за временный пояс в последних четырех боях, и поэтому нормальный тип. И как он проиграл? Вполне достойно, у него там даже были проблески в середине боя, и решение Валентину Молдавскому. Но при этом, знаешь, что мы считаем, то, что его купили? Нет, купили, это вообще дичь, я про комменты, комменты, ты открываешь комменты здесь, и селеки. Ой, а я их не открываю просто. Ну, вы клоуны, короче, кого привезли, что за мешковина, кого мы вообще дали. Ясно делаю, что мы выбрали легкий бой, если был бы любой другой, и открываешь комменты в любом английском паблике. Legend, Ghost, типа, Best of the best, там, типа. Только такие комментарии, там, в том, в топ-30 берешь комментов на английском языке, ни одного негативного. А, с Хабибом, да? Покажи историю. Берешь у нас топ-30, сложно найти позитивных комментов. Один, там, два, и остальные, типа, до кого он там вообще победил. А люди, которые говорят, что купили Джонсона, мне просто интересно, вот мы смотрим часто кино, где показательные сцены драк есть, да? Если бы, блин, так покупали бои, эти все люди могли бы спокойно зарабатывать в Голливуде. Как можно так купить бой, как можно сыграть такой нокаут? Ну, что это за билиберда? Причем, Джонсон вот спанул. Федор-то с разбитым носом был после боя. Просто, ну, даже, вы посмотрите замедленный повтор в слоу-мо. Там, ну, просто ему два удара в челюсть прилетают. Совершенно каких-то, ну, невообразимых. Ну, версия, значит, экспертов в комментариях гласит так, что, типа, ну, его задача была подойти и, типа, не подставить, подставить подбородок. Я бы попросил этих людей, типа, вот вам 500 тысяч рублей, условно, да, подставьте подбородок. Слушай, нет. За 500 тысяч пошли бы. Нет, нет. Ну, типа, ну, знаешь, ну, полежу я в отключке, зато полуляма на кармане. Очень многие пошли бы, я уверен. Напишите, вы бы пошли за полляма, зная, что вам Федора... Рублей, повторюсь, рублей, да. Ну, слушай, ну, полляма. Не, ну, я просто на всякий случай, я говорил про 500 тысяч рублей именно. А сколько вот для тебя, просто интересно, высоких гонорар? Знаешь как, зарплатный. За что? В целом, ну, вот, типа, месячный твой доход, там, сколько ты считаешь большим заработком? Большим? Высоким, да. Ну, такое, чтобы тебе бы хватило на все. Сейчас я объясню, почему это. Слушай, у меня очень, ну, у меня запросы невелики, поэтому мои хотелки могут сильно отличаться от, например, твоих. Тем более, у тебя семья есть, а у меня нет. Я просто Антон Маслов, наш с тобой вообще знакомый, сделал, не знаю, может, ты видел в историях в Инстаграме? Не, не видел. Короче, Антон Маслов, это человек, которого мы называем подкаст-гуру. Он получал премию GQ за свой подкаст, у него, по-моему, три разных подкаста, причем на разные темы и про бизнес, и про психологию, про что-то еще, искусство ошибаться, вот о его главном проекте. И, короче, он, я так понимаю, периодически проводит опросы для того, чтобы использовать эту статистику и, типа, выборку по ответам, как раз в этих... И у него был вчера вопрос, сколько вы считаете, там, ну, не знаю, таким доходом, которого вам бы точно хватило на все, чтобы вы были довольны, типа, ну, и довольны ли вы тем, что вы зарабатываете. И я ему написал, ну, типа, а я, знаешь, как написал? Я ему написал, кто эти люди, которым хватает на жизнь. Потому что я не знаю, как кому как, сколько бы я не получил заработать, потому что у меня там 8, наверное, разных работ, я на все, вот за все, что есть в этой жизни, я пытаюсь взяться. Для меня самый большой зашквар отказаться от работы. Причем я знаю ребят, которым я звоню, типа, как вот подрядчикам по продакшн, там, типа, что-нибудь со смондиром. И они такие, ой, ну, у меня тут загруз. И я вот, и не могу себе представить, вы мне позвоните в 3 часа ночи, если я знаю, что у меня весь следующий день расписан по часам, я все равно, да, 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 сколько, да, беру. Просто говорите сумму. Да, даже без суммы. Я беру, а потом разберемся, сколько можно на этом заработать. И потом, вот. Армянский подход. Короче, надо браться за все. И, короче, я написал, кто эти люди, и вот мне никогда не хватает. Я пишу, ну, просто большую сумму написал, который, ну, наверное, вот столько бы, если я смог заработать в месяц, столько бы мне точно хватило. И Антон через час выкладывает. И он пишет, ну, нихрена себе. И пишет, выборка по ответам такая, типа, от 100 тысяч, да, вот эта сумма, которую он написал. И я такой думал, блин, Эмш, Антон, что получается? Я самую большую сумму написал, мне теперь бы неудобно. И вот. И я смотрю, там народ, ну, пишет, типа, мне бы хватило за глаза там, ну, да, 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. Вот. И этот. Нет, нет. 150, наверное, даже. В смысле, вот, на что, понимаешь? Я, например, хочу квартиру купить в центре Москвы. Она стоит дохренища бабла. Сколько я должен зарабатывать, например, чтобы купить ее за 5 лет без ипотеки? Невозможно. Ну, вот тогда, получается, и нет суммы, которой бы мне хватило. Примерно вот в твоих пределах. И, короче, мне так неудобно стало. Но, блин, я не знаю, у меня просто нет бэкграунда, то есть, семейного, типа, мне ничего в наследство не переходило ни по деньгам, ни по бизнесам, ни по машинам. Вот все, что у меня в жизни есть, я купил сам на свои деньги, на работе, на которую устроился сам, придумал себе деятельность сам. И компьютер, машина, телефон, вот это абсолютно все. И я к чему? К тому, что у меня даже квартиры нет. Я снимаю квартиру всю свою жизнь, по большому счету. Ну, сколько? Лет 10, как я снимаю, может, больше уже квартиру за свои деньги, никто не участвует там. Поэтому половина денег из того, что некоторые люди пишут, что им хватит, у меня уходит. Тоже просто снимать квартиру для моей семьи. И типа... Но опять, ты учитываешь, что это не все люди из Москвы. Я тоже не из Москвы. Очень многие. Я в области живу. Хорошо, но область это все равно практически Москва. Ну, там расценки московские почти. А есть же люди, которые наверняка ему писали из других регионов. А, я не договорил, что смотри, ну, типа народ пишет 100, 150, 200. Поэтому говоришься полляма? Ты прикинь, чувак, он хочет, чтобы у него в жизни доход был 100, 150, 200. Это хорошие бабки, реально, месячные, если брать. Это отличные бабки. Потому что на офисной зарплате в Москве, ну, далеко не везде может такие деньги. И ты вот полляма предлагаешь чуваку, и... Да я бы сам, наверное, согласился. Но с другой стороны, Федор меня ложит. Ну что, проблема? Ну, хреново будет, сотряс будет, ну, больнички. Может, челюсть там куда-то съедет немного. Но полляма это полляма. Слушай, очень многие говорят так, сидя вот непонятно где. Инстинкт самосохранения включится, когда ты будешь стоять в клетке, и там такой, типа, ну что, подставляй. И я сейчас про челюсть. Ты знаешь, на самом деле, если бы Нгану нужно было себе представить, ну, это просто... А разница? Какая разница? Ты отключишься от удара Федора и отключишься от удара Нгану. Ты не будешь чувствовать этой боли дополнительной. Просто Нган выглядит как человек, который может тебя съесть, но не вырубить, а просто съесть. За это могут блокнуть. Нет, ну, слушай, он просто громадный. Да, есть. Конечно. Не, ну, есть, например, Хафтроп Йорнсон, один из... который играл в Игре Престолов в гору. И бил Коннора в спаррингах. Ну, не бил, но пытался. Он самый сильный человек в мире вроде в какой-то момент был. В какой-то момент был, и там у него становая 500 килограммов добрых. Короче, очень мощный мужик, он весит там 180-190, и там был момент, когда он, по-моему, даже 200 весил, потом уменьшился в размерах. Ну, вот это... Ты смотришь на него, он никак, ну, да? Не на то, что ты намекал. Но он тоже, если тебе скажут, вот этот дядька, который... Да, он не боец, но ты понимаешь, что один кулак 200 килограммового мужика, даже вот Хаммерфистом в стиле Лобова по лбу тебе, это... Если что, Лобов убивает этим Хаммерфистом. Понимаю, лучше не попадать. Эти руты и шахара до сих пор не нашли. После этого ударом пропал без вести. Разве оплатился? Вот, ребят, пока мы сейчас не отошли далеко от тем, у нас тут Паша за камерой говорит, сколько? Да я бы и за сотню вышел, что там? Ну, упасть так, упасть так, что... Напишите вы, за какую вы сумму бы согласились лечь? Слушай, подожди, Паш, а если тебя Давид валит? Я не заплачу, Олег. Не, я заплачу сотку, а Давид тебя валит, давай. Годовщина? Я не буду без Саши, он потом не будет нас монтировать. Или умрет. Да нет. Я ж не Нангану и не Федор. Давай про перспективы Федора поговорим. Тем более, там есть о чем поговорить. Ну, давай. Давай. Первое, это очень размытая фраза на пресс-конференции, которую он сказал. У нас уже есть два чемпиона. Он имел в виду у нас, команда Федор Тим. Федор, да, Федор Тим. Ждем третьего, и все люди начали тиражировать. Это как Федор как бы дал понять, что он готовится идти за поясом. Я думаю, что он Токово подразумевал, конечно. Он еще такой скромный дядька, что он в жизни никогда бы про себя так не сказал, что мы готовимся за пресс-конференцию. Кстати, тоже, да, это важно. Потом, там ситуация сложная. Бейдер участвует в гран-при. Уже нет. А, да. Я привык... Да, уже... Ну, неважно. Он участвовал в гран-при, ему нужен перерыв. Там есть молдавский временный чемпион, и по идее Бейдер должен драться с молдавским. Молдавский сказал, что он готов Федора пропустить. Вот, вот. Самое основное вот это, что типа... Ну, это странно. Странно будет. Как это обставит Белатор? Ну, я думаю, так и обставит, что ученик Федора сказал, что несмотря на то, что он временный чемпион, он готов легенду в его там финальном завершающем бою пропустить вперед. Уникальная ситуация. Плюс, учитывая, что Кокера обожают, Федора обожают. Ну, молдавского же вряд ли кто-то обожает на Западе, да, а Федора почитают. Да, но народ не знает его еще. Действительно не знает. Тем более, что временный чемпион не постоянный чемпион, поэтому он еще, наверное, не получил свою дозу немедленность. Это в духе российских промоушенов, а не таких, как Белик. Это второй промоушен мира, нет? Учитывая какое-то благоговение вокруг Федора, отношение Кокера, ну, я думаю, что это вполне можно себе представить. Ну, хотя это можно обставить как последний бой Федора вообще в карьере. И, кстати, все-то тоже говорили, что последний бой Федора, потом он перед турниром на пресс-конференции сказал, что вроде как или в интервью, ну, неважно где, он сказал, что как бой закончится, так и будем думать. Хотя очень многие подводили этот турнир как турнир, на котором Федор в последний раз выйдет в клетку. Ну, потому что так раскручивать было лучше. И для телевизионщиков, которым нужно продать трансляции, и для, ну, всех остальных, в принципе, и для Белика было интереснее, чтобы люди пришли посмотреть еще раз на чувака, который еще 10 лет назад сидел на троне и всех уничтожил. Поэтому я понимаю, почему они так подводили, но я был уверен, что вот это в последнюю секунду всплывет история с тем, что последний, но посмотрим после боя. Так получилось. Другой вопрос. А как тебе история с UFC? Немножко странная. Мне, в принципе, очень странное заявление, что до меня доходят слухи, что Дэйна Уайт хотел бы как минимум один мой бой в промоушене под названием UFC. То есть, если бы Дэйна Уайт реально что-то для этого делал, Федор или кто-то из его ближайшего окружения должен был об этом знать. И формулировка мне говорят или до меня доходят слухи, она немножко странная. Да, немножечко странная. Согласен. Нельзя исключать то, что это правда, поскольку почему бы и нет. Уайт еще лет 10 назад пытался подписать Федора. Я думаю, ничего не поменялось, ему было бы интересно, но мне не кажется это возможным. Наверное, из-за того, что Федору по-хорошему еще разочек только хочется выйти в клетку. Вряд ли он хочет еще 5 лет на троне сидеть. А тут есть Кокер, который вроде как все сделал, чтобы Федор все-таки оставался в боевом режиме, привел его, и они в супердружеских отношениях. И не разу же у нас в интервью сравнивались как антагонисты. Добрый, душевный, домашний, ламповый Кокер и вот этот алчный капиталюга, кто там, коммерс, лицемер Дейна Уайт, для которого важны только бабки и то, что они самые крутые. Их же постоянно сталкивают лбами. Но у них образы такие, да. Ну, мне кажется, что Уайт неоправданно демонизируется. Хотя, ты знаешь, мне вообще все равно, что из себя представляет Дейна Уайт как человек. Он делает то, что больше никто в этом мире не делает. И если бы не он, нам бы сейчас даже смотреть нечего было. Короче, я не могу себе представить, что вот Кокер так, скажем так, с опахалом, рядом с Федором, несколько лет был, помогал, гонорары, не гонорары, бои, мы с тобой, друзья. Команду опять же он его продвигает. Вот, вот. А тут хренак, и на один раз Кокер такой, ну ладно, ключевой бой, самый важный в твоей карьере, финальный, ну я постою в стороне, а ты иди вон к нашим этим конкурентам. Это будет, сложно же. Если на повседневщину переводить вот эту ситуацию, это как кукол какой-то. Я думаю, с чем ты сравнись сейчас? Такое херненье, я представить не могу. Ну, в общем, мне кажется, это нереально. А хотелось бы? Да нет. Нет? Мне прям очень хотелось бы. А с кем? Ну, мне не важно. То есть, вот смотри, есть незакрытый гештальт, что Федор Емельяненко должен был подраться в UFC и ни разу не подрался. Блин. Если есть хотя бы вот такой шанс, что это произойдет, это надо делать, потому что мы не вернем то, что было 10 лет назад. Правда же? Ну, хорошо, давайте сделаем хотя бы так. Он победить в этой ситуации не может. если ему дают Аколу из серии Нгану, Мечич, Нган. Ну, нет. Ну, смотри, если ему дают, то получается, что в случае, не дай бог, поражения Федора, что, наверное, по всем букмекерским котировкам будет пахнуть тем, что соперник Федора, вот если есть Акола, он супер фаворит, да? Скорее всего, так и будет. Скорее всего, да. И понимаешь, и вот проигрывает Федор и все скажет. Мы вам об этом уже 10 лет говорим. Если Федор побеждает, ну, не будет такого. Не будет. Что Федора с Нгану с Уидом, можете представить? Ну, ты говоришь с позиции Федора. Я перестану комментировать UFC, уйду из этой ниши точно, если вдруг Федор выйдет против Нгану, вырубит его там, не знаю, ну, это же не будет. Э-э-э, не зарекайся. А если Федора дают соперника уровня, ну, не знаю, Тебура или кто, то все говорят, почему бы нет? Все говорят, что, если бы ему дали нормального соперника, вы бы охерели из того, что он бы с ним сделал. Ты Буро топ-10? Его пожалели и дали ему Мишачино. Вот что скажут, понимаешь? Мишачино? Нет. Нет, нет. Ты Буро не Мишачино, но я образно сказал, ну, типа неявного топа. Но ты рассуждаешь с позицией Федора, что он выиграть от этого не может, а я-то рассуждал с позицией болельщика. Так мы тоже не можем выиграть. Я как человек, который переживает за Федора всегда, ну, автоматически, не важно, там, типа, ты его фанат, не фанат, ты переживаешь с этого человека, поскольку он очень важную роль сыграл в контексте ММА и нашей страны. И вот, ну, ты как? Я не знаю, я бы никогда не захотел. Просто если он до сих пор не завершил карьеру, ну, надо сделать все, чтобы наверстал то, что он пропустил, когда эту карьеру преждевременно завершил. Я бы с Бейдером посмотрел. Я бы хотел либо завершить, чтобы он завершил сейчас, либо чтобы с Бейдером вышел. Но он не завершит. На такой ноте завершать, ну, глупость же. Победил, вырубил за две минуты. наконец. Так нужно оставлять перчатки в клетке и говорить, все, я король в Москве на турнире лучше этого. Сложно себе что-то представить. Но этого уже не произошло. То есть, момент упущен. Хочет рационально подойти, подумать, сейчас взвесит все. Он же как бы не сказал ни да ни нет, он сказал пару недель на раздумье условно. Кокер сказал, что он специально не будет его спрашивать две-три недели, и потом мы типа все узнаем. Мне кажется, что-либо завершать, либо Бейдер, и я бы ни одного другого соперника бы не хотел. Бейдер только за реванша и только из-за того, что он чемпион сейчас. Было бы прикольно, если обстоишься, как бы уйти, забрав пояс еще в тяжелом весе. Да, вот это, пожалуй, еще лучше, чем было бы на турнире в Москве. А учитывая, как Бейдер сейчас плохо выступил, начинаешь думать, что теоретически такое возможно. Если Шкури Андерсон уронил, то... Ты всегда недооцениваешь Курри Андерсона. Я недооцениваю его тартовой мощи в целом. То есть, получается, если расставляем в иерархии таком, в иерархическом порядке, самый крутой вариант, Федор дерется за пояс с Бейдером. Я бы на первое место поставил завершение карьеры прямо сейчас и реванш с Бейдером. Но опять же, сейчас, спустя энное количество дней пост-турнира в Москве, это будет уже не так красиво. Это будет не так красиво просто. Ну, все равно. Подвел, подытожил карьеру классным нокаутом, быстрым, односторонним на родной трибуне, ну, московской, в смысле, родной, в России, на первом турнире Беллаторов за всю историю. Кстати, важная штука. Ты согласен уже закрыть тему Федора? Да, уже ходит. Турнир не показали ни по одному из общедоступных каналов. Не было? Нет. Матч, никто нет? Нет. Слушай, дело в правах. Это ок, на твой взгляд. это права. Очень многие люди просто пишут, это мог быть последний бой Федора. Да как можно было вообще так поступить? Это окоспорт, да что они за люди? Я думаю, боролись. Я думаю, что и РЕН-ТВ, и матч боролись за право на просмотр. Это же суперкассовая история автоматически. Типа хочет иметь. Значит, кто-то, имеющий право на это, поборолся за то, чтобы никому не уступили, чтобы эксклюзивное право осталось. А ты прикинь, для окоспорта новая платформа. Это не файт-пасс, это то, что появилось вот только-только, и люди вообще не могут понять, а есть ли смысл? Мы UFC в другом месте смотрим, теперь две подписки оплачивают, они за это не готовы платить, а тут еще и за вторую лику платить. Уже много вопросов. И поэтому для них было важно как-то доказать всем остальным, что типа и серии мы тоже есть, это прикольно, это можно, это удобно, это не так дорого стоит. И, наверное, для них это был очень важный ход. Вот сейчас стать... Только они, получается, были, да? Да. Ну, значит, просто знаешь, какое-то... Я представляю. Это условно, как в Москве открывается вот эта линия МЦК, и, например, какой-нибудь торговый центр Метрополис делает так, что в МЦК рядом с торговым со Метрополисом можно зайти только через торговый центр. Таблики... Бешен. Это не совсем так, там есть другой вход. Но... Но неудобный. Гарк самый удобный, особенно в зимнюю пору, это пройти через классный, приятный торговый центр, где ты кофеек можешь захватить, пару магазинов зайти, ты, получается, весь трафик людей, которым надо на работу, домой, куда-то еще, ты пускаешь через место, где ты продаешь все. Точно так же здесь. Весь трафик людей, которые фанат Федора, ему говорят, а как смотреть, как смотреть, левые ссылки, да задолбало, все блокируется. А вот, ОКО Спорт, о, ну, в принципе, не так уж и много, а что это такое? А, это прикольно. Но ты поддерживаешь людей, которые проявляют недовольство? Нет. Не поддерживаешь. Ну, потому что... Надо платить. Я условно прогрессивный, я не из вот этих староверов, которые, типа, в нашей стране, с Советского Союза, все было бесплатно, хочу, чтобы было бесплатно, телек включил. Я давно покупаю сериалы, фильмы, подписки, у меня там штук пять подписок. Яндекс.Музыка, плачу, это плачу, хочу посмотреть фильм, я рассказывал, адвокат дьявола, хотел посмотреть фильм Сальпачино. Три ссылки, четыре открыл, везде заблокировано. Думаю, сколько стоит на кинопоиск? 200 рублей, да говно вопрос, на 200 рублей, только чтобы меня не трогали, еще я посмотрел. 200 рублей. Без рекламы, без всякой фигни, да? Я в магазин захожу, покупаю напиток, не знаю, в воду, она стоит там под сотку там бывает, ну, не знаю, не вода, не вода, что провести, какой налог. О, сыр я купил, пачка сыра, это стоит нарезка. 150 рублей гауда какая-нибудь, 130, 140. Это почти стоимость фильма. Почему я на сыр могу потратить, а на фильм нет? Как человек, который ходит, закупается на семью, сейчас в какой-нибудь магазин, да? Ну, я понимаю, что на семью с двумя детьми и там с женой и прочим мне, чтобы зайти, ну, 2000 рублей, это минимум, который я могу потратить, и это не на месяц продукты, это на день, на два, на три в лучшем случае купить. То есть, грубо говоря, я на два косаря покупаю просто жрачку, которую в рот кладу, а тут 200 рублей, и ты за месяц можешь три-четыре турнира посмотреть. То есть, тебе один турнир будет обходиться в 50 рублей, условно, или в 100. Но я могу себе позволить? Я понимаю, что люди из других регионов, там ситуация может быть немножко иной, да? Но сигареты везде курят, и они стоят плюс-минус одинаково. И мне не нравится... Продукты тоже не стоят в 10 раз дороже или дешевле. Я был в Мурманске, слушай, те же самые там вода или что-то еще, я тогда охренительно далеко от Москвы. Те же деньги. Мы в Мурманске, там, условно, прихожу, такой же набор продуктов, такие же пакеты, такой же магазин, тот же чек. Мне не нравятся люди, которые каждый день покупают условную вот эту пачку сигарет, но в комментариях пишут, какого черта я должен платить ОКО-спорт, у меня нет таких денег. Да я вкалываю там на заводе, условно, да? Многие люди молча курят сигареты и пытаются, негде вот это вот мнение не высказывая, пытаются как-то посмотреть по-тихому бой Федора Емельяненко, пусть там по левым ссылкам, неважно, да? Но они не пишут, что почему я должен платить такие деньги, это очень дорого, а мы живем в провинции. Вот это мне не нравится. Это некая лицемерие все-таки. Ну, короче, да, выкинь дрянь, не купи чипсы там, чипсы, Принглс, 150-160 рублей, ну или там что там, ждете? Пацаны, расходимся. Я все понимаю, доходы у всех разные, аппетиты у всех разные, но базовые вещи, которыми мы там гнобим свой организм, дрянь всякую, все любят пожрать, сникер, хреникер, с какого-то фигню, есть зожники, ну, в любом случае, вот эту хрень, где-то один день в месяц или в два дня, вы можете выбросить своей жизни и найти деньги на то, что реально, чего кайфуете, вместо этого стона в комментариях. Да, отлично закончил тему. Все, с Беликом хватит? Хватит, хватит. Резникова будем? Ну, ты хотел. Ну, я просто хочу прояснить. Давай, давай, давай. Во-первых, как я уже сказал, я настолько хороший казах, что приписал казаху Резникову чемпионский пояс ИСА, это, конечно, не правда. Я знал, что он не чемпион, я прекрасно помнил про Абдул-Вахабова, что он у меня тогда нашло, я вообще не понимаю. То есть, вот я сижу, у меня какое-то помутнение, я уверен, что Резников чемпион. Ну, нет, конечно, это не так, но с его контрактом мы оба чуть-чуть погорячились, когда обсуждали, потому что ситуация там очень сложная. За прошедшую неделю я пытался, посмотрел прямой эфир Резникова с Раисовым, посмотрел интервью Асланбека Бадаева, который, по-моему, вице-президент ACA. Я почитал много всего, интервью с обеих сторон. И получается так, что они не сходятся в сроках контракта Резникова. Проблема в том, что когда-то он подписал условно там контракт на 18 месяцев, по которому он должен провести за это время 4 боя. То есть, либо 18 месяцев, либо 4 боя с оговоренными условиями по деньгам. 3 боя он провел, но получилось так, что ему теперь приписывают отказ от боев в прошлом году. То есть, ему предложили какой-то бой, от которого якобы Резников отказался. И получается, что в контракте прописано, если ты отказываешься от боя, контракт... Автоматически продлевается на 4 месяца. Я слышал. Ему вот этот контракт, он не понимает, почему на его продлили больше, чем на 4 месяца. И он вообще не понимает, от какого боя он отказывался. И получается, что сейчас ему предлагают только бой с Раисовым. Он каждый раз отказывается, и его контракт постоянно продляют на 4 месяца. И он в безвыходной ситуации. Либо он принимает бой с Раисовым под тем условием, которые изначально были, это 5 плюс 5. Либо он его не принимает, но постоянно находится на контракте с ACA. Мы на самом деле не объяснили людям суть проблемы, поскольку, может, не смотрели прошлый подкаст, где было обсуждение этой темы, что типа у Резникова конфликт с ACA. Но ты вроде как уже чуть разжевал, да? Самый прикол в том, что мы эту тему начали обсуждать вот под призмой того, что смешно, когда промоушен в социальных сетях бодается со своим бойцом с такими выражениями, которые они там использовали. Ну, я, честно, вот то, что сейчас описал, это сторона, наверное, скорее Резникова. Я видел, что пишет Хасиев на эту тему, да, подробно, как раз с разъяснением. Он там точно по датам говорит, что вот в августе был отказ от боя, это значит, на 4 месяца проглядится. Мне не показалось это странным, то есть для меня было абсолютно понятно и для меня вот после слов Майорбека показалось, что, значит, просто Резников один из тех, кто типа не разобрался. Это типа как из серии в UFC у нас постоянная история с тем, что ой, а я не знал, а я не знал о том, а я не знал об этом. Потому что он четко говорит, вот в этом месяце был отказ плюс 4 месяца и в этом месяце был отказ плюс 4 месяца. А что считать отказом? Резников не согласен. Нет, я думаю, что отказом считать нужно то, что когда тебе есть реальное предложение на какой-то бой, есть фамилия бойца, а ты говоришь, я не выйду против него в таком-то месяце. Это отказ. Соответственно, у него был срок, я не помню просто нюансов, ну, грубо говоря, был срок июнь в окончании контракта. Значит, в мае у него там был предложен бой, плюс 4 месяца от мая мы считаем, поскольку в июне он не согласился драться. Значит, контракт уже официально действует до августа, в августе еще один был бой, ему опять сказали плюс 4 месяца. И, видимо, в понимании Резникова не было вот этой истории с пролонгацией в случае отказа от боев, а на самом деле этот пункт где-то там есть. Потому что очень странно было бы, если бы так у крупнейшей российской лиги с серьезным руководством, с серьезными юристами, ну, нет, не существует компаний такого размера, неважно, бойцовская это компания или, не знаю, продающая мороженое, не существует корпорации такого размера с дебильными юристами, которые не понимают, как составлять договор. Если Хасиев оперирует четкими датами, четкими пролонгациями на 4 месяца с такой даты по такому, значит, это все прописано. Он не мог это придумать сейчас, типа, из Сирии. Ну, давайте его не будем отпускать, сделаем вид, что вот здесь было плюс 4, там было плюс 4. Так что для меня здесь позиция как будто Резников не разобрался до конца. Ну, на самом деле мы можем увязнуть сейчас в этом очень глубоко. Почему я вообще поднял эту тему? Первое. Я хотел извиниться за то, что я назвал его чемпионом. Это первое. Второе. Мы все-таки с тобой, когда это обсуждали, мы говорили о том, что он пытается пересмотреть условия действующего контракта. Но со стороны Резникова это уже не действующий контракт. Вот в чем проблема. Это второе. Ну и третье. Мы вообще эту тему поднимали и, собственно, ничего не меняется. То, что промоушен вот так вот обращается к своему бойцу и пишет такие выражения в соцсетях, это по-прежнему смешно. И есть у него контракт или нет, от этого ничего не меняется. Ну, короче. В принципе, мы все тут разобрали. Да, да, да. Что мы в боксе не так уж хорошо погружены. И в эссе я точно так же погружен, как и в бокс. Примерно на одном уровне мои познания там и там. Вот. Поэтому это вообще не профильная история. Я удивлен, что мы этому времени сейчас столько посвящаем. Да как столько-то? Пять минут? Ладно. А по поводу этого, ну, я вот сказал свое мнение, что мне кажется, что Резников не до конца понимает, как его контракт работает, но с другой стороны, он у него на столе. Он не может его перечитать, посмотреть? Слушай, там на самом деле куча нюансов. Вот я совсем пытался разобраться, я перечитал все, что можно, переслушал все интервью и все равно. Вроде смотришь, логично излагает Резников, а потом смотришь, логично излагается сторона ACA, да. Я думаю, что здесь есть некоторые факторы, которые нам неизвестны, внутренние игры, что-то еще, там какие-то нюансы. Вот. А ты еще спрашивал у меня, а как вот типа Резникову теперь покинуть промоушен? Ну, ты хочешь добровольно. Ему надо просто выйти на бой на любой и победить. Ну, а ему предлагают только бой с Раисовым. Значит, выйти на бой с Раисовым. За 5 плюс 5. Ну, значит, за 5 плюс 5. У него же контракт такой. Да, но проблема в том, что это бой года. А тебе не кажется странным, что чувак, у которого контракт 5 плюс 5, просит 70? Это типа Х10 на секундочку. Это как бы, он считает, столько стоит его выступление в бою года. Ну, ты понимаешь, что во всех боях, которые он провел в этой лиге, он заработал только половину. Он, по-моему, он даже столько не заработал. Ну, 43, по-моему, какая-то сумма нафигурировала. Это половина от 70. Ну, да. Резников классный парень, зрелищный и прикольный вообще боец сам по себе, и колоритный, фактурный, и у него есть хорошие перспективы. Но я не очень понимаю, это как, мне напоминает историю с Нейтем Диазом, который всю карьеру бьется 20 плюс 20, потом случается выстрел, и он убежден, что меньше там 5 лямов уже не стоит, и с ним вообще не звоните мне даже больше. Да, типа, кто тебе сказал, что ты стоишь столько, да? Да, и вот его морозит теперь. Я боюсь, что Резников просто из-за того, что много времени тратит на торги, на выяснение отношений, хотя с другой стороны мы его сейчас обсуждаем. Если бы это не случилось, мы бы его не обсуждали, а если бы мы его не обсуждали, я, например, честно, до разговора с тобой для меня это был какой-то просто персонаж из AC, ну, типа, какой-то боец. Я слышал о нем, видел, как он выглядит, знал, но вообще, я сейчас погрузился в эту тему просто с нуля, и я теперь его знаю гораздо лучше. То есть, может быть, это грамотный ход от него. Попадаться с Ликой так, чтобы о нем узнали и заговорили все. Я последнее, что скажу в его защиту, вот это сейчас тот момент, когда он, в принципе, может заработать денег сразу на энное количество лет вперед. А представь, если он принимает поединок с Раисовым за 5 плюс 5 и проигрывает. Все, ничего нет. А почему ничего нет? Ну как, ну... У него есть возможность выйти из лиги в любую организацию. Ну, после поражения... Типа, его на плохих условиях возьмут? Ну, я не думаю, что на плохих, и они наверняка будут лучше, чем в ACA, но они уже не будут 70 там, плюс 70. Ну, он говорит, что у него есть предложение 20 плюс 20 в других промоушенах. Ну, смотри, он сейчас, ты называешь это боем года, он хорошо... Это не я, это он. Ну, хорошо, он заходит в бой года с Раисовым, окей, проигрывает ему, хотя он его уже победил. Почему бы не победить еще раз, да? Ну, допустим, он его проигрывает, но неужели после боя года другие лиги скажут, ну, мы тебе предлагали 20 плюс 20, но теперь только 5 плюс 5. Наверное, так никто не сделает. Все равно все будут заинтересованы, чтобы он пошел к ним. Ну, дай бог, чтобы все разрешилось, и Резников остался не в накладе, и Раисов, и Лига ИСЕ, и пусть у всех все будет хорошо. Мне просто, честно, истории с... Когда бойцы, или неважно кто, бодается с своими работодателем, она всегда заведомо для меня проигрышная. Ну, типа, нужно как-то умнее вести переговоры. Я вспоминаю сразу историю с тем же Blackstar, например, да, когда там был Ливан, Луан, который, да, и вот он уходил оттуда с шумом. Он подписал, он знал, что он подписывает кабальный контракт много лет назад, он знал о процентном соотношении гонораров, он знал о том, что вся его деятельность в интернете, его соцсети, его продукт, который, например, все песни, они будут принадлежать лейблу Blackstar. Он все это знал, это все было прописано четким языком, и это не было прописано мелким шрифтом на последней странице. Вот так, рука, вот тут текст, ты подписываешься, вот точно так же с Резниковым. Это было давно. Условия были совершенно другие, то есть вот все, что окружало его, было совершенно другим. Он, может, и понятия не имел, какие гонорары у него будут, сколько он мог бы теоретически. Он, наверное, не знал, что так выстрелили. Ну вот, видишь, задним умом все сильны. Это не отменяет того факта, что, ну все, это зафиксировано. Ну обидно же, не все могут себя контролировать. Это же, знаешь, есть люди, которые, например, вот сейчас сидят, заработали условно на росте биткоина, да, а он еще взлетел в несколько раз, и они такие сидят, какой же я идиот. Мы сменим тему, поскольку хватит. Всем удачи. Эйсей, надеюсь, останется при своих бабках. Ты как будто прощаешься. Не, не, всем удачи, в смысле участникам, кого мы обсуждаем. Эйсей останется при своих бабках, надеюсь, бабках, и бойцах Резников с хорошим статусом уйдет в другую лигу большую и будет колотиться только сколько ему надо. А у нас новые темы. Так, новые темы, новые темы. И у нас их несколько. Бойцовский треугольник. Любовный бойцовский треугольник, да. А ком это мы... Подожди, любви там немного. Слушай, учитывая то, какие бабки светят при поединке с Конором Макгрегором, я думаю, что там и любовь может быть. Он же не зря называет это ночью красных трусиков. Давай, давай. Короче, с кого начнем? Потому что у нас есть три персонажа. Со всех троих. Давай. В чем суть вообще? Давай. Зарубились в соцсетях. Нейт Диас, Тони Фергюсон, Конор Макгрегор. И самое интересное, что каждый из них бросил вызов каждому. Это как реально в любовном треугольнике. Получилось так, что Нейт упомянул Тони. Нейт хочет бой с Фергюсоном, да? Ну, он этого не сказал. Он просто поставил Тони с чемпионским поясом. Это значит, я хочу с ним бой. Ну, логично предположить, что да. Тони хочет бой с Конором Макгрегором, а Конор Макгрегор хочет с Нейтом Диасом. Давай сразу. Тебе какой из этих боев был бы наиболее интересен? Тони Нейт Диас. Сто процентов. Ого! Я еще раз упоминал это. Потому что Тони Фергюсон в таком положении, когда, скорее всего, у него будут проблемы со всеми топами его дивизиона. И смысл сейчас Тони Фергюсона скармливать Исламу Махачеву при всем уважении к Тони Фергюсону, поскольку мы отлично понимаем, что это будет бой под копирку Оливейра, как было с Дариушем. То же самое сделает Махачев, а не воню. Вот смысл Фергюсона сейчас в текущем положении серии поражений уже возрастного, уже, ну, проблемного бойца кидать под ребят, которые, ну, объективно будут создавать проблемы для него. Чендлер, Гейджи опять, да, на реванш нахрен никому не нужный. Махачев, кто еще? Да даже Хукера мне кажется очень опасным сейчас уже для Тони Фергюсона. Вот какой смысл в этом? Очень опасный, да, я согласен. Какой в этом смысл? Тони Фергюсону хочется пожелать добра прикольного. Вот как с Федором. Я к нему как к Федору. Не потому, что он какой-то мастодонт индустрии, которого там... Просто чуваку, который шел на шикарной серии, в момент все просрал, и не хочется, чтобы он вот так уходил, сейчас еще новое поражение ловил. Ему нужен прикольный, фановый бой, развлекательный, который фанаты заценят, когда соперник будет не монстром, а просто медийным. И вот кто, короче, чем на идее сможет стать... Хорошо, а Макгрегор? Блин, с учетом... Он монстр? Макгрегор не монстр, но у Тони есть некоторые проблемы с Держаком, мне кажется, после боя с Джастином Гейджи. Смотри, мы можем вспомнить, что Тони Фергюсон оказывался в нокдаунах или в проблемных эпизодах в боях и с Барбозой, и с Кевином Ли, и с Энтони Пейтисом, ну, в общем, мы это много раз... И с Лэнда Ваннатой. И, в принципе, там во всех боях последних, кроме боя с Ковбоем, из последних 10 боев, у него были проблемы в стое. И когда выйдет чувак с ударной мощью Конора, даже при том, что у Конора не лучшие годы, это все равно чревато. А тут денег заработает? Это правда. С Нейтом вряд ли. Ну, тоже хорошо. Такие деньги вряд ли. Таких нет. Я бы не... Давай так. Хороший бой Тони Конор, но я бы не хотел этого для Тони. Но я бы, если бы я был фанатом Конора, я бы хотел этот бой. Это классный бой для камбэка Макгрегора, поскольку вот у него сейчас были плохие бои, а что он выходит против мужика, который когда-то шел на бешеной серии, временный чемпион. Это классный бой. Я бы как раз этот бой хотел. Но вот если мы переходим в лагерь Тони, как по мне жуть. Но Дэйна Уайт уже сказал, что у Диэса последний бой, и это... Они пытаются анонсировать бой Диэса, пытаются найти поединок, и это не Тони. И у Тони тоже есть последний бой, якобы по контракту. Да, я не слышал. И это не Диэс, соответственно. Но знаешь, какой нюанс? Важный. Что Тони и Нейту Диэсу дадут какого-то жесткого чувака сейчас. Жесткого. Знаешь почему? Потому что последний бой по контракту? Да, потому что Нейт Диэс все последние годы позволяет себе разговаривать с UFC с позиции крутого парня, гангстера. И может он и представляет себя гангстером, но для такой корпорации, как UFC, но Диэс фигура, на которой можно что-то там состричь, но не ключевая фигура, далеко. И для них прикольно с ним сотрудничать. Но он проблемный, он геморройный, он побеждает раз в год в четырех прошлых боях у Диэса. Одна победа в четырех прошлых боях. Слушай, самый прикол, что все трое идут на серии поражений. Да. Но Нейт Диэс, смотри, если ему сейчас дают Тони Фергюсона, это хороший бой для Нейт Диэса. А вот ты говоришь, ему дадут плохой. Ему уже давали плохой с Леном Эдвардсом. А, но это был не последний бой. И смотри, если Нейт Диэс побеждает в последнем бою по контракту, он красавчик, который и Эдвардс чуть не ушатал топа, да, и Конора не так давно уж, как раз три года назад победил, да, или пять лет. Пять. Да, пять лет назад. И вот сейчас он кого-то побеждает, ну, все, он на волне, он скажет, я буду торговать с другими промоушенами, я пойду туда, где меня любят и уважают, а вы идите в жопу, коммерсы сраные. Он же так и сделает. Но Дейна Уайт скажет, срочи с Висенте Люке в последнем бою. Выйдет Висенте Люке, это будет каток, простите меня, ребята, вот, это будет каток стопроцентный, и потом что произойдет? Они скажут, ну, чувак, ты в прошлых пяти боях победил один раз, сколько ты хочешь денег? Есть 150. Будешь 20. Есть 20 плюс 20. Не, ну, не, я думаю, что меньше, чем 200, наверное, Нейт Диос уже никогда в своей жизни не будет зарабатывать, но полляма он уже заикнуться не сможет. И вот ему скажут, есть столько, будешь? А он такой, нет, я пойду в другие лиги. Он повернется в БеллатР, Скотт Кукер тоже скажет, ну, ты, конечно, прикольный чувак, но 4 прожни в пяти прошлых боях есть 100. Там уже появились слухи, что Нейт окончательно хочет уходить, что он точно уйдет, и якобы он пойдет вот в этот фрик-бокс. А, я, кстати, про это не думал. Ну, вообще-то, хороший вариант для него. Я вообще про это не слышал и не думал, и это вообще-то выход, потому что Логан... Вот там гонорары будут? Другие, да. Слушай, там лям минимум он может уже рассчитывать. И более того, это шикарная жертва для Логана и Джейка. Почему я говорю жертва? Потому что, ну, нельзя забывать о размерах, габаритах. Ну, типа, сколько? Он... Нейт Диаз в полусреднем весе выглядит как чувак, который это случайно занесло, и он не должен быть там вообще. Ребята весят далеко за 90. Логан в районе сотки весит, Джейк Пол тоже там килограмм 95. Конечно, Эл Флойд Мэйвезер на такое пошел, но... Можно говорить о том, что у Нейта Диаза хороший бокс, но у него хороший бокс применительный к ММА. А бокс-бокс у него не бокс-бокс. Слушай, если честно, мне вообще наплевать, что он будет делать. Я не жду Нейта Диаза как бы... То есть это не тот человек, ради которого я буду включать турнир. И самое-то интересное, один Нейт Диаз не продает бои. Ему нужен достойный для этого напарник. Ну что, ты реально думаешь, что с Леном Эдвардсом это прям был дико продаваемый бой? Я не помню, что это турнир был. Кто там еще бился? Ой, я тоже не помню. Да нет. Ну, наверное... Нейт Диаз с непонятным чуваком это не бой, который будут ждать многие. Это знаешь, вот если ее с Люки поставят, он будет какими-нибудь там четвертым в Майнкарде по счету. Ну, третьим может быть. Третьим, да. В лучшем случае третьим. Так, ну что у него там? UFC 263. А как Люки будет рад, прикинь? Он же уже несколько месяцев говорит об этом. Да, у него два титульника было на 263 в турнире, помимо Эдвардса, я там третий был как раз был. Люки будет... Люки будет писать кипятком. Да? Он уже писает. Он же в каждом интервью об этом говорит. Я уже устал. Мне все равно титульник, да плевать, дайте мне Диаз. Десять раунд отдавайте. Ладно. Хорош? Конечно. А ты какой-то бой из этого хочешь? Ну, Мак Грегор Тони я посмотрел, да. Ну, мне просто, как все знают, надоели трилогии, поэтому мне все равно Нейд Диаз будет драться с Коннором третий раз или нет. Я люблю что-то новое. Коннор против Тони сейчас это еще хороший бой. Для Коннора? Да для обоих. Да? Ну, в том плане, что, ну, как сказать, они еще не совсем в утиль списаны. Не спеклись до конца, да? Да, да. Порох в пороховницах есть. Явлоев-Тапурия новый бой. Я в шоке от этого анонса. Я расстроен, поскольку два проспекта, имеющих отношение к СНГ. Явлоев вообще прямое, Тапурия косвенное скорее, да? Испано-грузинский боец, и наш боец из Ингушетии, и у них обоих ноль в графе поражения, непобежденные, только вошли в топ-15, и тот другой. Один-13, другой-15, по-моему, то есть почти соседи. Ну, обидно, что проспектов, за которых я просто поболел из-за того и из-за другого, обидно, что их сейчас решили свести на этом этапе. Есть такое. То есть есть проспекты, которые вот... Ну, он проспект, то есть просто проспект, да? Здесь проспект, у которого прям проглядывается чемпионский потенциал, что у одного, что у другого. И вот это вдвойне обидно, что кто-то из них вынужден будет притормозить. Да, остановиться, да. Это как сейчас вот в тяжах бы свели докаса с Эспинова. Тоже было. Вот было бы обидно. Они примерно на таких же условиях и эти тоже. Но интересный бой. Стилистически очень прикольный. Да он крутой сам по себе. То есть вывеска прям классная. Но при этом, если смотреть за него, когда кто-то из них вышел победителем, соответственно, другой вышел проигравшим. Вот это уже как-то, знаешь, не так весело. Не-не, я расстроился, честно. Я рад, что два крутых бойца подерутся друг с другом, но расстроен из-за вот перспектив того, что одного ждет неудача, и у него будет первое поражение в карьере. Их ты реально тушит друг друга. А вот другой бой в топе полулегкого вес, который ты вообще не хотел обсуждать, но я про очень хочу. Джош Эммит Дэн Игни. Я не знаю почему. Потому что у Эммита нет ни одного плохого боя. С момента подписания. А сколько он провел их всего? Ну штук пять. Но все равно. Это выборка хорошая. Ну а 0 из 5 нет. Ну подожди. Вот сходу. Он не бился месяц, год или сколько там, да, полтора там. По-моему, в начале 20-го года в прошлом году. Он же до сих пор восстанавливается после переломов на лице, да? Нет, по-моему, у него же другие травмы. Уже другие травмы, да. Короче, что ни бой не вспоминаешь с Эммитом? Ламас, Стивенс, Бургас, они все яркие бои. Джонсон, по-моему. С Джонсоном дрался же. Он его потушил на губах. Офигенный бой. Четыре. Просто вот на рандоме сейчас четыре боя от парня, который, ну казалось бы, не звезда. Мы помним четыре его боя из пяти условно. Нет, насколько он может побольше провел, наверное. Перед Ламасом на него, по-моему, парочку уже было. Нет, он дебютировал против Ламаса. Нет, нет, нет. Против Ламаса. Он был еще не рейтингов, но он уже был в Евсе. А, хорошо. Но лучше проверить. Но сам факт исторический, что с топ-3 дерется чувак, не имеющий отношения к рейтингам вообще. Это же короткое уведомление было. Но все равно выходит и вырубает. Это сенсационно. И попадает в топ-5 из ниоткуда просто. Ну, история успеха. Но на это дело с таки получилось. Ой, да, слушай, нифига себе. Ой, столько боев он провел. Перед Ламасом четыре боя уже было. Филиппо Арантес, Дезмон Грин, Сход Хольцман, Джон Таг. Блин, я не помню их вообще. Да, и Гьягоса. В смысле, не людей этих, а боев. Он Гьягоса вырубал еще до, оказывается. У меня карьера этого чувака в UFC началась с боя против Ламаса, да? Не-не-не, перед Ламасом он уже был, но вот... А после Ламаса он уже успел четыре боя провести. Еще Бегтища вырубил. Я уже не помню это. В первом раунде причем. Сколько воды утекло. Короче, классный чувак, у которого куча зрелищных боев. И я очень его ждал. Мне страшно обидно было, когда его хайп потушился. Причем это же просто сразу после Ламаса. Он вырубает Ламас и все такие, чего? Он еще выглядит так, что забыть сложно. Татухи, он очень рельефный и мощный. Он, по-моему, даже провалил вес, когда на Ламаса выходил, поскольку он очень здоровый для этой категории в мышечном плане, не габаритов, не антропометрических смыслах. И потом в следующем же бою ему ломают орбитальную кость Стивенс, но с таким жестким добиванием, что даже спонять не хочется. Максимально сатанинское добивание, назовем это так. Ну, у Стивенса много таких. Да, к сожалению. Для его соперника. Просто сумасшедший в этом плане. Очень жаль было, поскольку он пропал. И потом, я не помню, какая у него травма в прошлый раз была, но сейчас он после Бургаса отвалился на долгое время. Тоже что-то с... Ну, не с головой уже, не с лицом, по-моему. Может, колени? В Википедии, кстати, об этом могут написать. Но у нас же есть... Да, ACL. Креста, кресты, да. Значит, кресты. Короче, обидно, потому что в прошлый раз это был июнь 20-го, полтора года опять вне боев. И у него вечно. Он был, короче, чувак, который только пришел, только заработал хайп, он находится в топ-10, причем, кстати, он не выкидывает за полтора года. Он все еще в рейтингах. И он, получается, свой, как бы, физический пик тратит на травмы. Да, он же тоже не 20-летний, ему 36 уже. А, уже даже. Слушай. Я думал, что ему 32-33. Это уже не физический пик. Но в любом случае, как бы, хайп реально на травмах сидит. Да. Ну, короче, хотелось бы посмотреть на него еще. Я рад, что ему дали Иги, поскольку... По силам, да? Нормальный соперник. Мне кажется, там по антропометрии, вот по мощи очень существенная разница будет. По антропометрии я не уверен. Мне кажется, они оба не большие, не мутанты. Ну, короткорычаговые парни. Мне, в общем-то, кажется, Иги меньше всех. То есть, вот прям... Не, не, не меньше всех. Ну, просто вот по сравнению с Эмметом, Иги будет прям мальчик как будто из другой категории. Хотя, надо посмотреть стердаун. Ты себя свигеешь. Иги больше, да? У Иги преимущество и в росте, и в размахе рук. Ну, кстати, про размах рук это всегда очень такая тема, очень странная. Но тут фишка в том, что... Ну, чуть-чуть, там, пара сантиметров, но в любом случае Иги выше. Ну, просто Иги кажется очень маленьким. Да. А Эммет кажется очень здоровым. Да. А Эммет маленький по размерам, он просто... Коренастый. Как Чед Мендес, да, такой крепыш, но не длиннорукий. Ну, слушай, интересно. Мы иногда с тобой открываем вот эти штуки и открытие, да, и для тебя, и для меня. Ну, ладно. Давай заканчивать сообщить со всеми тем. Я не знаю, ты хочешь Уокера из Яга Сантоса сидели в жопу его? Интервью Уокера? Да. Когда он сказал, что я все делал правильно, это был очень красивый бой? Нет. Когда он сказал, что вообще-то Яга Сантоса сбил Джона Джонса, если он меня не избил, значит, я на ипором... Это было одно и то же интервью. Он там все наговорил. Ну, это смешно. Дичь полная. Да. Он же сказал, что если вы не понимаете, насколько красив был этот бой, типа, вы просто ничего в ММА не понимаете. Он сказал, да? Да. А я пропустил. Я бы только про Джонса зацепился. Не, я готов как бы с этим согласиться, но получается, что никто в этом мире не понимает, что это был очень плохой бой. Типа, он говорит, я ждал, мой геймплан был в том, вернее, был построен на том, что Тиаго Сантос всегда идет вперед. А он не шел вперед. Но он не шел. Ну, ты какие бои Тиаго Сантоса смотрел в последние полтора года после возвращения? Он уже, да. Он дерется так, как дрался против тебя. И он отсылается на бой, который был там пару-тройку лет назад. Потому что, типа, говорит, вот тогда видели, что он сделал с Джон Джонсом? Он его избивал. Ну, ты посмотри на остальные бои Тиаго Сантоса. Он уже там никого больше не избивал. Но, ну, короче, Джонни просто пытается какие-то дивиденды извлечь из провального боя. И, наверное, специально это говорит. Мне они... Мне кажется... Он очень похож на Паула Коста, на мой взгляд. Вот в том, что... В том, что у них в голове. Вот такое ощущение, что там ничего. Ну, ладно. Просто, видишь, им надо как-то объяснить и фанатам, и всем остальным, что я не дурак. Поэтому он объясняет, что я вот не шел на него вперед, потому что у меня бы геймплан был другой. Ну, да. Он хочет, чтобы его поняли. Он хочет объяснить, что он не дурак, но объясняет так, что все думают, что он еще больше дурак, чем мы думали, да? Плохо получилось. Плохо получилось. Короче, у Джонни Уокера хреново получилось. Мне бой Диорна Родригес больше понравился, чем бой Уокера и Сантоса. Вот. У вас специфический вкус? Да. Давай-ка мы перейдем к ЕФС-267. Давай. Хочешь, Медведя, обсудить нападение? Не очень. Но я знаю, что ты этой теми много времени уделил. Ну, я уделил на канале много, знаешь, потому что удивительно, как, ну, может быть, через СМИ вот нам подают какую-то ситуацию, ты получаешь все данные, и у тебя одно мнение, и через сутки полностью противоположное. Поскольку в первый день, когда я увидел, что чувак, Илья Медведев, молодой боксер, он чуть ли не там в неравной схватке с Медведем, с ножа его положил, я охерел с того, что, ну, это каким недюжим героизмом нужно обладать, чтобы не броситься на утек, чтобы не убежать, это не в подворотне один на один с каким-то алкашом зарубиться, да? И ты тоже подвыпивший, и он подвыпивший, и вы такие силами меряетесь. Мужика играете, пощечнику друг к другу заряжаете. Это Медведь, который, даже если он там двухлетний, трехлетний, это все равно Медведь, у которого есть когти, у которого есть клыки, там, не клыки, пасть, и который тяжелый, и даже в три года он уже будет весить, не знаю, сколько, он убил, получается, у него на глазах друга. Да, вот это самая жесть. То есть, это не то, что эфемерно ты там думаешь, ну что, Медведь, попробуй стоить. Только что твоего друга убили просто чуть ли не там одним ударом. Одно дело, если ты стоишь, я или Медведь, я или Медведь, а потом ты смотришь, и как бы твой друг сказал, чувак, Медведь, похоже, что все-таки Медведь. Это как в той ситуации, когда там, типа, есть компашка, и, типа, вы там, втроем на одного наезжаете, и, там, словно, он одним ударом видосов с видеокамер, типа, одного потушил, а остальные от греха подальше дерутали и забыли про своего друга. По-хорошему, когда Медведь съедает твоего друга или, там, сносит ему к башню одной рукой, ну, я его, не знаю, утрирую, может, он горло ему там перегрыз, хрена. Инстинкт самосохранения и, там, адреналин и все остальное, все должно говорить о том, что тебе пора оттуда сматываться. Понятно, что Медведь, скорее всего, догонит. Они очень быстро бегают. Да, да, да. Это такой факт, Вот у тебя, сколько они могут весить. Средний вес медведя от 150 до 1 тонны. Кто бы мог подумать, да, что в подкасте больше не говори такие вещи про ММА, мы будем обсуждать, сколько весит медведь. Средний вес камчатских хищников 300-450 кило. То есть, даже если это маленький медведь, ну, меньше сотен не может весить. Минутка биологии от Давида Багдасаряна. И, короче, я вот это смотрю и думаю, охренеть, что это за парень, который в 23, увидев, как убили его друга, с ножом пошел на медведя и там же еще история с тем, что этот третий рассказал, что он лежа на лопатках его убил. То есть, грубо говоря, в следующую секунду медведь должен был его сам убить. Пожалуй, если ты на лопатках, на тобой там 200-килограммовый даже маленький медведь, ну, скорее всего, тебе кранты. Ты вообще понимаешь, что если 200 килограммов просто на твою грудную клетку вот так двумя лапами встанут, не факт, что тебе вообще сможешь это пережить. Я никогда не пытался это пережить, но думаю, что это неприятно. Это будет максимально. И тут, значит, он побеждает. Я, конечно, осветил это. Я просто не мог пройти мимо, потому что у меня отвисла челюсть и думаю, это что за херь вообще? А мне потом пишут, типа, Давид, ты не разобрался, какого хера ты из героя делаешь из этого, как браконьера делаешь героя. И я такой, в смысле не разобрался? Просто к моменту, когда я писал, были только вот эти истории. Да-да, там быстро все поменялось. Потом я когда прочитал, ты начинаешь думать, а, сука, скорее всего, было совсем по-другому. Вот. Потому что там уже нашли патроны возле берлоги. И, значит, скорее всего, в берлогу сунулись они сами с этим стволом. И, короче, я так расстроился, потому что ситуация уже совсем другая. Это уже совсем другое кино. Угол! 180 градусов. Получается, герой-то медведь, который боролся за жизнь и не смог. И жалко его теперь. Но я не знаю, честно. Опять же, и то догадки, и это догадки, но очень похоже на то. В целом история мутная, но хуже всего в ней теперь выглядит союз, этот боксерский, как это называется? Федерация бокса России. Потому что они сказали, что мы всячески поможем этому, значит, парню Медведеву, а потом всплыли новости, что он браконьер. И получается, что вроде как отказываться от помощи уже, ну, не комильфо, но помогать браконьеру так себе затея. Ну, я просто не готов осуждать кого-то мартин. А я не осуждаю. Наши догадки, что он браконьер, нет? Это же типа... Это в принципе мутная история. И я просто читал про нее. Я даже не пытался разобраться, потому что, ну, это дичь какая-то. Жесть. Жесть. Почему, понимаешь, я когда в первый раз, в первый день, я решил, что это был бы офигенный сценарий для фильма. Ну, типа, прямо реальная история. Но потом, когда всплыли подробности, я подумал, что это была бы еще более офигенная история для фильма, где полфильма ты думаешь, что какая жесткая история и вот этот герой, а потом режиссер нам подает это под другой призмой и там от лица другого персонажа, например, ту же самую историю с самого начала, и ты уже по-другому на это смотришь. Прикольно же было бы. Может, с ними? Нет. Паш! Паш, будешь снимать с нами? Ладно, короче, в жопу браконьеров и в жопу медведей. И мы никого не осуждаем. Самое прикольное, что мы 10 минут на это потратили уже и в жопу браконьеров. 267-й турнир. Давай его обсуждать. Это, пожалуй, самый в России ожидаемый турнир года. Я думаю, что даже бои Конора Макгрегора ждали не так. Ну, нет. Я думаю, все равно. Бои Конора Макгрегора, как правило, ночные. И этот будет в удобное время. Все равно, совокупный объем армии Конора Макгрегора он в любом случае превышает всех фанатов условно и Петра Яна, и Слава Махача, Александр Волкова. Ну, согласись. Количество фанатов Ислама Махачева это примерно количество фанатов Хабиба. Это правда. Вот тут хороший аргумент, сильный. Ну, ладно. Мы вообще что хотим обсуждать? Какие ты бои ждешь? Я все жду. Я тоже. Я все жду. Давай, знаешь как? Вот мне интересно. Кто точно победит? На твой взгляд. Давай. Магомед Анкалаев. Так, красава. А ты по очереди будем? А тех же нельзя уже называть. Ну нет, да, давай по очереди. Альберт Дураев. Точно победит? Уверен, да. Ну, если бы мне надо было выбрать в этой паре, я бы тоже выбрал Дураева, но... Ну, ты уже про Анкалаева сказал? Ладно. Нет, я имею в виду, что совсем уж списывать Романа, я бы не стал. Я списал. Не, мне жаль, он стилистически очень проблемный Дураев для него. Очень, очень. Так, ладно. Аманда Рибас? Да ладно. Ну, сверный же. Подожди, твой, то есть, твой второй выбор? Это Аманда Рибас? Подожди, я решил приберечь пока ключевых этих персонажей. Ну, то есть, Аманда Рибас точно победит? Ну, да. Там 1,6 коэффициент, ставь деньги. Ну, она мне нравится. Просто Анкалаев 1,3, а Рибас 1,6. Ты понимаешь, что здесь... Я не ставлю деньги, ты знаешь, поэтому. Ну, вот, может быть, время начать? Нет, нет. Ладно, ты следующий. Петр Ян, Петр Ян, Петр Ян, Петр Ян. Петр Ян. Петр Ян. Вообще не вижу шансов у Синфигина, не вижу. В никаких? Нет. То есть, вообще, ничего не переводить, даже аргументы никакие? Нет. Ну, а как насчет того, что... Он, у него нет полного лагеря. У Кори? Да. Кто бы что ни говорил. Он говорит, что есть. Нет, он не говорит, что у него полный лагерь. Нет, он говорит, что он еще в августе знал, что Стерлинг снимется и не переставал тренироваться. Вот именно. Стерлинг снимается с помощью пиар-службы. Ну, типа, специально это рассказали? Ну, это лучшее, что можно сказать в такой ситуации. А какой ему смысл? Смертный смысл. Какой ему смысл делать вид, что он более подготовленный, чем есть на самом деле? Ведь он бы выиграл репутационно больше, если бы он победил Петр Ян без лагеря. Нет. Он пытается запутать Яна. Что меня хватит на пять раундов? Ты как бы не строй иллюзий. А ты сомневаешься, что Кори Санхагена хватит на пять раундов? Я уверен, ты видел, как пашет Петр Ян? Я видел. Он просто зверь. Я, честно, ну, есть по пальцам одной руки пересчитать людей, которые пашут и реально над всем работают. Грэплинг, борьба, да пофиг, ударка. Все, все просто в этом лагере. Я только за то, чтобы он победил. Но у него... Люди почему-то очень многие говорят, посмотри, у Петра Яна были проблемы с Альдо в определенный момент боя. Я бы лучше привел в примеры Дотсона и Риверу, которые попадали по Яну довольно жестко. Ну, Дотсон просто в нокдаун отправил. Больше не было проблем. Это, это серьезно. Да, да, да. Но это один удар. Да, но и Дотсон, и Ривера, я думаю, они слабее, чем Кори Сентхейген. В смысле, и ударной мощи, и всего остального, и углов атаки. У Кори все конечности, все восемь конечностей зависит. Ну вот я вообще не вижу. То есть даже если оставить в стороне вот эти мысли, что у Кори не полный лагерь, вот это давление Кори Сентхейгену нужно пространство, чтобы пользоваться своим ричием, чтобы пользоваться теми фишечками, которые у него есть. Для этого нужно пространство, чтобы подготовить угол, чтобы уйти с линии атаки и контратаковать с угла, который соперник не ждет. И Кори Сентхейген брал этим в первых боях. Никто не знал, что это за фрукт. И он очень многих удивил. Удивлять таким стилем все дальше и дальше все сложнее и сложнее. То есть каждого нового соперника удивлять все сложнее и сложнее. И Петр Ян, он просто идет вперед, он не дает пространства. И он не устает. Он работает 25 минут. Он как в бою с Альдо, он сам сбавил темп. Он дал Альдо вымахаться. В поединке со Стерлингом Ян тоже не сразу включался. У меня такое ощущение, что у Яна в голове вот компьютер, что типа вот у меня есть 25 минут. Какого черта я буду что-то делать в первые 10? Я лучше потом включусь и заберу, например, последние 15 минут, когда соперник чуть-чуть подустанет. В любом случае я заберу 3 раунда, а может быть в пользу их даже финиширую. Так, подожди, но есть Ти Джей Дилошу, который давил на Кори Сентхейгена все 5 раундов. И не сказать, что он очень успешно давил. Вот, но у него были проблемы с коленом. И до сих пор все спорят. И я связываю это как раз с проблемами с коленом. То есть я просто уверен, что не будь этих внезапных проблем с коленом, которые там возникли после болевого, Ти Джей Дилошу гораздо больше мог бы контролировать его. И гораздо лучше мог бы применять все те фишки, за которые мы Ти Джей Дилошу узнаем и любим. Но вместо этого мы получили Ти Джей, который пытался работать в стиле Петро Яна. Мы же никогда не видели, чтобы он вот так на пролом шел. Да, но оригинал всегда будет лучше того, кто пытается это копировать. И если Ти Джей Дилошу хорошо, я не буду говорить, что Ти Джей Дилошу победил. Давай сделаем вид, что это равный бой. И если Ти Джей Дилошу копируя Петро Яна сделал этот бой равным и даже выиграл, то что сделал Петр Ян? Да, это хороший аргумент. Но при этом мы вспоминаем, что у Петро Яна были пропуски и от Риверы, и от Дотсона неприятных ударов, мощных ударов. Кори Санхеген бьет точно не слабее этих двоих, которые уже в принципе одной ногой не в UFC или уже вообще не в UFC. Риверы нет. И Дотсона тоже. Ну, Дотсона уже говорила, что он в X-MMA подрался, да? Соответственно, вот. А Кори Санхеген не просто здесь, он на верхушке и дает равные бои чувакам чемпионского калибра. И, помимо всего этого, у нас есть еще даже тот же Стерлинг, у которого там и колени в голову Яну прилетали, а Санхеген заправляет коленями... Ну, каждый второй удар, по-моему, это колено в голову. И в размерах он будет иметь очень хорошее преимущество. Плюс, даже если мы отбросим лагерь, как ты говоришь, он все лето тренировался под Тиджи и дрался с ним летом. Если он все лето тренировался под Тиджи, но он за месяц не мог растереть форму. То есть даже если мы подумаем, что это бред и что он не тренировался с середины августа по середину сентября, он еще в сентябре уже знал, что будет биться с Яном. То есть у него свежий лагерь позади и там пару недель паузы и новый лагерь здесь. Хорошо. Он в любом случае будет в хорошей форме. Кори Санхеддин довольно сильный андердог. Да. Ты бы поставил на него? Не за что. То есть ты его сейчас пытаешься доказать, что у него есть шанс? Потому что нет смысла в этом подкасте, если мы с тобой будем друг другу вторить и во всех выборах соглашаться. Поэтому это тот бой, в котором я посчитал, что будет прикольно, если у нас будут разные аргументы и что мы нашим людям дадим понять, что это действительно интересный конкурентный бой титульный и его стоит смотреть. Я поэтому в принципе эти все доводы и привожу, поскольку мне этот был очень интересен. Мне кажется, он должен быть конкурентным до бумаги. И может быть кэфы на Санхеддин в районе 3,5 это даже такая легкая недооценка Кори. Конечно же я рассчитан, что Петр Ян его переедет и заберет свой пояс по праву. Он будет временный, конечно, но я думаю, что весь мир будет считать, что это нормальный, настоящий пояс. Кстати, это очень хорошая ситуация. То есть это если ну вот если отбросим ситуацию, что Стерлинг на бой не вышел, как собственно и получилось. Лучше чем это ситуации для Петра Яна уже нет, потому что если он выигрывает, он завоевывает временный пояс. И там уже Стерлинг либо соглашается на объединительный бой, либо его лишают пояса и Ян автоматически становится чемпионом. Да, скорее всего. Хороший раз. Как и с Уиткером было в свое время. Такой же расклад. Поэтому но я думаю, что от Санхеддина опасности стоит ждать. Мне кажется, что это классный бой и как многие уже говорили тоже там и DC, и Роган и все остальные, что Санхеддин может дать более конкурентный бой Яну, чем Стерлинг. Поэтому возможно мы как зрители только выиграли от этой замены. Я вот с этим доводом полностью согласен. Хотя, наверное, наши зрители больше бы кайфанули, если бы Стерлинг получил пожар. Да, естественно. Но это же исключительно из-за предыстории. Да, исключительно из-за него. Но если отбросить предысторию, по мне, так этот бой круче, чем тот, который должен был быть изначально. И я его жду. Все бои Яна, они такие прикольные получаются, очень динамичные. Да. А вообще я не могу исполнить у Петра Яна плохих боев. Ну да. Давай продаживайся. Тогда еще в ACB. Давай другие. Давай. Второй чемпионский. Ну, логично было бы к нему перейти. Так. То есть, у Санхеддина есть шансы. И я рискну предположить, что у Гловера это Ишера против Блоховича их не меньше. Или ты считаешь наоборот? Я считаю, что нет. Вообще нет? Блин, он Гловер. Старый, матерый, приятный, зараза дядь. Нельзя начинать аргументацию со слова старый. Понимаешь? Не, но иметь старый не в смысле настолько старый, что уже не может никого удивить. Нет, старый в смысле ветеранище. Тот, кого мы видим уже. Да, старый пес. Кто-то на днях победил из стариков, кто сказал старый пес, новые фишки из ветеранов. Кто-то? Миллер, может быть, сказал? Нет? Или Орловский? Не-не-не, у Орловского нет новых фишек. Миллер, Миллер. Не помню, кто, ну короче. Миллер, Миллер. И вот про Тайфера тоже подходит. Старайтесь развиваться. Почему-то он дядька позитивный, молодых там подтягивает, тут Пирейру тренирует, что-то еще своя школа, детишек там ведет. Хороший мужик, реально вот только добра ему хочется пожелать. Но Блохович очень сильный чемп сейчас. Мне кажется, вот так посмотреть на топ-10, у него все шансы есть, ну просто всех победить. Он универсальный. Плюс, да, и вот это джиу-джитс у него мощное, реально может просто взять и на силу, силушки скрутить, а при этом вообще может к этому джиу-джитсу даже не прибегать и только на руках разбираться. Да, мне он нравится, потому что, вот обрати внимание, какой-то есть водораздел определенный в карьере Яна Блоховича, он же стартовал с 2-4 в UFC, а потом у него что-то 8 в 9, что-ли, что-то такое, или 7 в 8, единственное поражение от Тиаго Сантоса. И то, он там ломанулся вперед, как всадник без головы, и тот его поймал. Хотя, в принципе, по очкам, я думаю, Блохович мог перестрелять того Тиаго Сантоса. Даже того, это же еще до травмы Тиаго Сантоса. И получается так, что когда Ян Блохович полагался исключительно на ударку, его люди побеждали. Причем его в борьбе побеждали такие люди, как Александр Густавсон. Ты сейчас можешь представить, что Густавсон залежит Яна Блоховича? Нет. А тогда это было? Я не помню. Да, его... Короче, начал попадать Блохович, и Густавсон в первом же раунде полез в ноги. Потом полез во втором, в третьем, и в итоге залежал просто. Офигеть. Но, с другой стороны, Густавсон тоже. Он как бы боксер, но борьба его недооценена, отрочитывая, что он все-таки Кормье переводил. И Джонсон, может быть, нет? Нет, Джонсон переводил. Нет, нет. Джонсон переводил только Кормье. Вот. И когда Блохович начал больше внимания уделять тем сторонам, которые не позволили ему держаться на плаву в UFC, как бы вот в первом периоде, в раннем его карьере в промоушене, он стал топом сразу. То есть получается, что у него сейчас база, он изначально ударник, у него, по-моему, есть даже... Он призер чемпионата мира по тайскому боксу. И теперь у него еще есть неплохая борьба, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, и, на мой взгляд, Глувер Тейшера круче в джиу-джитсу. Я не буду спорить. Но хватит ли уровень... То есть разница в этом уровне не настолько велика, чтобы Глувер Тейшера просто проходил, переводил и сабметил Яна Блоховича. Этого не будет. Соответственно, достаточный уровень Блоховича, чтобы нивелировать джиу-джитсу у Глувера Тейшеры. Но на руках Блохович сильнее. Я уверен, что это не будет зрелищный бой. И очень вероятно, что Блохович просто заберет победу решением по итогам пяти раундов. В отдельно взятом каком-нибудь вакууме, если бы у нас была джитсерская схватка, ну точно, Глувер был бы сильнее. Но Тейшера просто джитсер другого уровня с его вот этой базы серьезной. И там скорее всего какой-нибудь... Давай посмотрим какой-нибудь непростой черный пояс, как у того же какой-нибудь там третий, четвертый дан, что-нибудь такое там. Второй. Ну все равно. Короче, Тейшера джитсерский джитсер с глубоко углубленными корнями в этот вид спорта. Вот. Кстати, он забирал даже золото на EDCC и уже на американском, правда. Ну все равно. А у Блоховича, по-моему, есть награды только на уровне польских турниров. Там точно есть. Да. Ну в общем, но у нас не будет схватки по джитсу. И тут есть еще такой фактор, как ну физические данные, мощь, а у Блоховича очень крепкий чувак. Прямо думаю, что у Тейшера будут проблемы. И за счет как раз таки вот этой... Ну типа если мы берем просто сильное от джиу-джитсу и джиу-джитсу похуже, но еще с хорошими физическими данными плюс с фактором молодости все-таки в этом возрасте 4-5 лет это большая разница. Ну да, звучит немножко непривычно, да? 38 лет молодости. На фоне Тейшеры сколько Тейшеры? А Тейшеры, по-моему, в конце октября как раз будет 42. Мы посмотрим. А сейчас еще 41? А, да, еще 41. Но у него день рождения через два дня. Вот. Ну короче, 42 и 38 наверное их значимая все-таки разница. Блин, 80 лет мы двоих. Не сужу, да. А вот был когда эфир Триналду дрался с Дуайтом Грантом 43 Триналду 37 Гранту и я в прямом эфире тоже вспоминал вот говорю если не брать тяжелый вес, например, бывали у нас случаи когда обоим бойцам в сумме было 80 лет и я вспомнил как раз что Тейшеры против Блоховича вот может быть таким. Такое? Один в один причем, да? Да, прямо. Не, были олени, каверим, дрались. Но это тяжелый вес. В тяжелом весе такая ситуация очень не редкость, да. Ну а на чем это нам обсуждено? Ну то, что в борьбе наверное вряд ли вот Тейшеры получится валять Блоховича. Может быть при очень удачных раскладах не знаю, на ударке Бловер вывести ну может где-то с каким-то хорошим попаданием одиночным, случайным. Но в целом если Блохович будет держать его на дистанции ну он наверное будет и техничнее и точнее и бьет он скорее всего. Хотя нет, я бы не сказал, что он бьет потяжелее. Я думаю при хорошем раскладах Блохович? И тот и другой могут одинаково тяжело потрясти и в принципе нокаутом обоюдно может закончиться. Ну типа и тот и другой может уложить. Хер его знает. Но честно вот на словах кажется как будто это супер конкурентный бой потому что мы сейчас что-то привели доводы за все что Дейшера может и там и тут и все. Но все равно вот общее ощущение когда я смотрю на бой Ян Сентхеген может быть близкий бой на это смотрю вряд ли будет близкий ты знаешь вот у меня примерно противоположное ощущение что там не будет для меня ближе этот бой чем бой Яна и Сентхегена но это кстати очень хорошо что мы расходимся во мнении Анна Хач Хукер Хукер Каранте Ну я думаю да Каранте это что значит? Значит его перееду Не не уверен Мне кажется решение будет Не-не переехать решение можно в 327 Короче я не знаю как там переехать может быть досрочка может быть нет но я за такой коэффициент я конечно не рискнул бы ставить на Ислама Махачева но для меня он прям фаворит чистейший Кто б спорил для меня даже Махачев больший фаворит чем Чимаев против Ли Дзинляна 100% это прям подписываюсь под каждым словом поскольку я до сих пор переживаю за бой Чимаев Джин Лян или Цин Лян как тебе больше нравится И не так и не так неправильно Цзин Цин Лян Цин Лян Цин Лян Не Цин а Цин 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 Лян Молодец Давай Хамзат против Ли Давай без проблем Короче в битве Махачев Хукер все кажется предельно ясно Хукер конечно рассказывает что у него там кардио на 10 раундов и 45 минут подряд он борется и не устает и он вообще требует там 5 раундовый бой и вроде как он только отбился и у него все равно все в порядке и он был готов к этому вызову и он вообще не будет оправдываться и вот как и в случае с Виторией Дэну Хукеру я говорю красава брат Тут вообще вопросов нет Я реально жду этот бой то есть если посмотреть в все бои мейн карда после боя Ян Сенхеген я больше всего жду Махача в Хукер вот мне прямо интересно потому что это самый рейтинговый соперник Махача в карьере и Дэн Хукер как бы не пытались принижать его достижения как и в случае с Курей Сенхегеном он классный боец он мне нравится да может быть у него нет какого-то супер бэкграунда из скальпов собранных и висячих на стене но у него есть хорошие бои в карьере и то как он сейчас уничтожил Хакпараста ну это офигенно было Мне кажется что он залежал Хакпараста и теперь дает вот эти интервью да я борюсь по 45 минут в день за тренировку и типа дам конкурентный бой Слава Махачу Слушай на самом деле вот если вспомнить какие есть победы громкие у Дэна Хукера Пол Фелдер Пол Фелдер это Джеймс Вик Пол Фелдер это самое громкое имя из тех кого побеждал Дэн Хукер и он побеждал раздельным решением Фелдера ну хороший бой с Парье Такая разница это проигрыш Ну проигрыш Но Яквинта это хороший соперник А Яквинта победил посмотрим с каким счетом интересно Я не помню Ладно да Я забыл Яквинту Я забыл Яквинту Это хорошая победа А ведь Эл Яквинта дрался 25 минут с Хабибом Подожди но Бернс который претендовал на поясе сейчас гроза можно сказать полусредневес с которым немногие хотят принимать точнее здесь никто не хочет принимать бой он его накутировал Это был еще тот Бернс из прошлой жизни легковес но нокаут за полраунда это серьезно и Миллера кстати он тоже вырубил коленом Миллер вот кто вспоминает про Джима Миллера да вот только вот ветеранищ ладно короче ну не ну нельзя сказать что он прям оп мимо проходил а давайте смахачивал вот знаешь вот так было с Царукяном когда такие с кем драться махачивать блин давай подпишем этого парня пусть дерется типа как кто-то случайный непонятный кто в итоге оказался вполне себе мощным чуваком с Хукером такого нет Хукер уже протестирован на кучу ребят серьезных с фамилиями с всеми остальными вот и мне нравится вот смотри вопрос все недовольны тем что Ислам Махачев вошел в топ 5 да да Дэн Хукер кого победил чтобы стать топ 6 Клоу Фелдер Фелдер не был на таком рейтинге вот именно Хукер выше чем самый рейтинговый соперник которого он побеждал но это только из-за того как складывается ситуация в дивизионе когда у нас есть чуваки на серии с трех поражений и половина топ 10 выглядит наверное так поэтому так и вышло мне нечего на это ответить посмотрим интересно какой бы Фелдер мне кажется Фелдер был ниже мне кажется он был как-нибудь 9 8 я не уверен что Фелдер вообще когда-нибудь забирался в топ 5 хотя подожди не в топ 5 наверное нет но он был седьмым восьмым вот постоянно по-моему не постоянно но на момент боя с Досани сам он был где-то такой плюс-минус слушай нигде не пишут их рейтинги а вот шестой был Фелдер да а Хукер был седьмым кстати на тот момент уже значит его туда поднял скорее всего победа над Иквинтой да ну в общем я к тому что Дэн Хукер это как бы не такой звездный парень каким принято его видеть не знаю хороший бойц я думаю что но Махачев нет удачный бой для Махачева в этом смысле не отличный любой бой с самым высокорейтинговым соперником для Махачева это удачный бой мы обсуждали что из доступных кроме Хукера не было ни одного человека в топ 10 а то и в топ 15 это уже другой просто вопрос естественно это удачный бой для Махачева и бой в котором он должен побеждать ну вот ну у меня нет сомнений что он победит давай второе обсудим поединок который мы затронули чуть ранее самый обумянул Чимаев Цинлян почти Хамзат против Ли ты сам сказал что это возможно более конкурентный бой чем Хукер Махачев но это 100% так потому что как во мне у китайцев нет борьбы понимаешь тут важный момент с тем что Хамзат пока еще не был протестирован кем-то уровня Ли Цинляна мне так проще в чем главная опасность в том что Хамзат Чимаев это очень гордый боец он вырубил там за сколько за 18 секунд первым же ударом Миршерта и теперь может подумать что борьба ему не нужна да вот с Ли Цинляном зарубиться это прям смерти подобно вот это такой боец который вот прям стоит и говорит пожалуйста зарубись со мной мне это нужно и вот если с ним у него длинные руки они быстро летят и он вроде такой знаешь тащиватый немножко но он прям очень сильно бьет то есть если он попадет это прям жди беды мне кажется что ты сейчас оскорбил китайского бойца назов его тощим потому что по-моему он очень рельефный здоровый дядь блин он такой у него телосложение просто такое я думаю что он больше любого из своих соперников с кем дрался не могу спорить ни одного человека кто был больше него то есть вот есть такие бойцы как например я не знаю как Чед Мендес а есть как Кури Сентхеген вот Ли Цинлян больше похож на Кури Сентхеген а Чеда Мендеса да ладно здоровый десек ты че ну не знаю давай просфотки найдем сейчас и посмотрим вместе ну давай по-моему он угромил ну давай сейчас где-нибудь найдем ну тут наверное после вешалки давай в базе найдем ну ладно не такой уж он большой как я себе представляю но ну блин не знаю посмотри на руку парня этого дельта задняя торчит ну ладно с улицы но я все равно не причем вот так кажется что он гораздо меньше Хамзата но мне кстати перестал интересно посмотреть на на стейрдаун но мне кажется вот по респонденеби он дерется он крепкий чувак ну может быть может быть не Чед Мендес далеко но очень далек от Кури Сентхегена тоже по-моему в плане какой-то как это называется представляешь? короче по плане мышечного костяка не знаю корсета корсета мышечного у него проблем нет он довольно здоровый крепкий парень для полусередневости может быть я недооценил а ты чуть-чуть переоценил поэтому истинно где-то посередине да? полностью согласен вот подтверждая его историю с ударными навыками он во-первых обожает рубиться и никто никто практически не выигрывает пытаясь с ним зарубиться потому что все кто шел с ним в размен все потом жалели об этом что Сантьяго Панзенибио что Элизео Залезки Дос Сантос он их всех вырубал Давид Завада Закота и у него в 8 прошлых боях 6 бонусов за зрелищные бои именно из-за этого потому что без проблем с кем заместиться? да-да-да такой он и есть и с Хамзатом у Хамзата не будет преимущественно наверное в физической силе какой-то особой и на руках он точно будет проигрывать потому что как ударник думаю что Лига гораздо мощнее но что с борьбой? да и Джин Лян у него ничего он считает что у него хорошая борьба он говорит что он докажет но нет это разный уровень поверь нет там базовые даже есть там китайская борьба у них там своя и вот даже вот эти базовые китайские борцы приходят и оказывается что у них нет борьбы как бы да а учитывая что Чимаев значит с кавказской борьбой вот приехал в Швецию и забирал там золотые медали на чемпионатах по греко-римской забирал на чемпионатах по вольной забирал то есть ему в принципе даже было не принципиально в каком стиле бороться он выносил всех подряд и это говорит об очень серьезном уровне и поэтому на этом фоне Джин Лян с отсутствующей борьбой или средненькой китайской борьбой это конечно будет разнос капитал так что но но тут нельзя просто сделать вид что в стойке что-то не может случиться тут есть да вот этот целый ряд факторов стойка это один второй Хамзат пропустил год и за этот год с ним много чего произошло он там помнишь эти истории с болезнью и он болел что-то не переставая очень-очень долго и даже не мог к тренировкам вернуться потому что ну не получалось ничего он уставал просто и сил не хватало каким он вернется да бог его знает опять плюс видишь очень сильное античимаевское лобби выросло я думаю что это тоже давление какое-то определенное на него оказывает потому что когда он только появился народ сначала офигел резко выстрелила волна новых не подписчиков как это называем поддерживающих его ребят чимаевцев да потом значит в секунду он стал раздражать обилием информации о нем помнишь эти мемы типа из серии а можно пост про Чимаева почему из пяти один не про него или как это прошло уже 7 дней с тех пор как Чимаев дрался типа вот это простой скорее всего из-за простой не сможешь вывести даже смешно было но теперь у него реально простой и вот эти чуваки как и в случае с забитым они начали агриться типа из того что он там о себе возомнил не бьется обещал биться раз в месяц вообще уже год не было я кстати не удивлюсь если вот за этот год еще поколение людей выросло которые пристрастились к ММА и не знают кто такой Хамзат Чимаев ты знаешь тебе кажется обновление слишком быстро происходит давай ну я жду очень интересно посмотреть это хороший соперник я очень рад что Хамзат удалилить такого соперника а не кого-то формата Джон Филлипс там вот этих чуваков это разный уровень потому что вот ты знаешь мне если бы был вот аналог Лид Зинляна в среднем весе и Хамзат Чимаев дрался бы с ним в среднем весе я уверен что там бы было дофига проблем в полусреднем в полусреднем все-таки Хамзат Чимаев ну он очень сильный он реально сильный и он должен задавить то есть даже если он там начнет в стойке например один раз пропустит и останется на ногах там не улетит например в нокдаун или в нокаут он как бы поймет что что-то ну а зачем смысл это же такая ситуация знаешь когда ты когда у тебя есть определенная база и это все на подкорке уже потому что ты с детства в этом и когда у тебя возникают сложности и ты не совсем понимаешь что делать ты всегда возвращаешься к этой базе и вот эта ситуация может возникнуть и Хамзат Чимаев просто войдет и скажет почему я должен с тобой рубиться просто обнимет его вот так и устроит ему авиалинии там я не знаю шведский чеченский самое важное что что Хамзат Чимаев в первых трех боях в UFC пропустил три удара и это говорит а мы тут только что обсудили с тобой что у китайского бойца хороший пушечный удар причем и ногами и руками он реально может зарядить любым у него длинные руки и конечности но Хамзат который пропускает три удара в трех боях то есть ну в среднем по одному ну я не помню статистику ну плюс-минус так там было в среднем по одному удару в бой хотя в двух боях он вообще ничего не пропустил и это все было на один то есть очень велик шанс что Лиджин Лиану просто не дадут возможность ни порубиться ни замеситься ни разрядиться вот и его песенка будет спет да то видишь ситуация такая что если например предположить что Хамзат Чимаев возвращается тем Хамзатом Чимаевым которым он был год назад и он не собирается тестировать свою ударку и рубиться то здесь коэффициент должен быть 1.01 на Хамзата Чимаева коэффициент не сильно выше 1.15 или сколько ну там типа 1.15 или 1.20 да они меняются довольно быстро давай-ка мы Волков надо Волков бы надо ну давай только Волков второй да 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 конечно конечно Волков фаворит ну кто бы спорил он на том же уровне для тебя фаворит что и Махачев что и Чимаев в тяжелом весе так нельзя в тяжелом весе такое бывает редко поскольку фактор что-то откуда-то прилетело я не знаю откуда но его невозможно отменить поскольку вот в случае с Джин Лианом ну гораздо меньше шансов что Ли одним ударом рандом каким-то возьмет и потушит свет ну да в случае с тяжелым весом все что угодно может произойти Льюис не дать соврать сколько 10 секунд до конца боя опа тушите свет блин ты Бурова врубал вообще кого-нибудь вот так Виктора Пешту хайкиком вот это я вспомню на руках в стойке я не припомню окей борьба все-таки он не борец он джитсер он джитсер но он тяжеленький дядька который может теоретически каким-то чудом перевести но наверное если в принципе Волков и придумывал что под Блейдсом делать то наверное и под Тебурой придумает но все равно слушай под Вердумом он не попался на прием от Вердума да ладно это важнее ну короче в любом случае из-за того что тяжелый вес шансы Тебуре дать стоит и он не просто так там на серии с 5 побед в топ-8 входит да 5 побед у него все правильно это не рандомно с потолка взялось да все-таки побеждает стабильно и уже довольно долго но при всем при этом ну нет это последний вот это самый маловероятный бой где бы я поставил на андердога хотя нет кто из россиян может проиграть давай так кроме Петра Яна кто проиграет там просто везде россияне практически каждый бой блин не знаю слушай ну Роман Копыловка вам в судили а ну тут оба россиянина так что не в счет этот бой не в счет Магалет Мустафаев тогда Дамира Смагулов я не могу я же хороший казах я не могу против Смагулову ставить ну и Смагулов тоже россиянин если так да простят нас казахи но он россиянин ну под российским флагом выступает вроде бы ну самое главное у него российский паспорт и он из Оренбурга по-моему да вот давай все сворачиваем а знаешь что Шамиль Гамзатов теоретически хотя кстати да вот тут тоже бой мутный бой сложный бой для оценок вот Алексей Чук Гамзатов тяжело мне честно Алексей Чук нравится потому что мы обсуждали дядька который выглядит как не то что как полусредневес жирный полусредневес он в 93 килограммах каждый раз ты выждумаешь мальчик ты что здесь забыл не потому что он типа мальчик для битья а потому что он выглядит как легковес и и как будто бы его случайно поставили на три категории выше чем но при этом мы видели бои в которых вот этот парень в два раза меньше чем соперник из ниоткуда запускает пару пушек ну чуть ли не в стиле Федора да короткие боковые таки это кстати прикольно сравнение страшные удары по скорости и ты не понимаешь как вот этот маленький дядька реально маленький для полутяжелого он для средневеса поставь его с костой в полусреднем ты подумаешь что между ними четыре категории разницы и вот он этими супер взрывными короткими ударами бывает сносят башню печень пробивает или штуча хотя вот Шамиль Гамзатов конечно не тот парень который наверное он был непобежденный до сих пор да нет ладно значит плохой вариант нет нет кстати я с тобой согласен если бы мне нужно было выбрать андердога вот именно в поединках российских бойцов не знаю я бы может быть поставил бы на Алексея Чука но фиг его знает я когда дерутся российские бойцы вот особенно на таких турнирах когда их прям много-много и все заточено на то что россияне должны побеждать потому что это прям экспансия в Абудабе я бы вот против них вообще не стал ставить ты знаешь что проблема такая Алексей Чук два раза неравно проиграл и оба раза в партере когда его поймали Сэн Прю и кто там еще его ловил блин я понял а Джимми Крут да 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 то есть у него проблемный партер и выходит Гамзатов самбист и поиск по джиу-джитсу у него есть и в общем хер его знает не знаешь что плохой выбор Алексея Чук у него конечно классные руки но в остальном и у Гамзатов больше будет гораздо мощнее физически не против Гамзатова не надо все ответы подписчиков будут на вопрос пробежимся есть какие-то вопросы которые ты прям запомнил и точно хочешь захватить нет давай пробежимся давай пробежимся так вопрос почему Тейшеру считают лютым андердогом а мы с тобой уже пытались ответить и собственно ты согласен что он должен быть лютым андердогом да хотя видишь в БЖЖ он явно лучше в кардио не хуже в стойке бомбы Сантоса выдержал Смита прошел ну как выдержал тоже здесь такой спорный момент там два нокдауна было очень тяжелых а не думал что Блохович сильно слабее чем Сантос заряжает Блохович просто Сантос может рискнуть хотя нынешний то может и не может уже но в общем Блохович в принципе он очень мало рискует он рискнул против Сантоса рванул вперед проиграл я нашел вопрос который ты кайфанешь от того что он существует так так смотри как вы относитесь к Брюсу Бафферу есть прослойка людей которые считают что он переигрывает не искренне проявляет эмоции и в общем все в таком духе вот человек который задает запрос он фанат Баффера он сразу предупредил но я знаю что ты хочешь сказать я не очень хочу говорить прям все что я об этом думаю да я знаю что Олег думает скажем так мое мнение о Баффере слегка разнится с мнением этого подписчика разреши я оставлю все вот на этом уровне хорошо мне Баффер нравится могу сказать почему потому что когда я впервые услышал в живую в Олимпийском на первом турнире UFC в России у меня прошел какой-то холодок такой то есть вот я пришел в зал и думаю ну это обычный зал мне немножечко было кайфово когда я увидел мерч на входе вот этот необычный пояс там висел UFC я прям такой это можно купить это вот офигеть у меня не было денег а он стоил там 50 рублей или 60 я думал не ну если бы я был богатым я бы себе это купил но я позволил себе футболку за это можно купить а сколько это стоит а нельзя все таки нельзя я хотел перчатки купить перчатки стояли по-моему 5000 рублей а у меня не было столько я такой очень жаль ну как-нибудь другой раз однажды и в общем я купил себе футболку и вот я знаешь в целом ты смотришь там вот эти стенды которые ты привык видеть по телеку для медиа мероприятий что-то еще какая-то активность ГАЗ-стул он прошел я рассказывал что ГАЗ-стул он 5 дал и Янджейчик стоял и Фелдер стоял и в общем вот тогда вот все конечно меня заряжало и потом я вошел в зал и такой ну как как в российских промоушенах зал ну типа я на Файт Найтсе был ну плюс-минус то же самое экраны висят народ сидит а потом вышел баффер начал являть и такой ай нет здесь по-другому и баффер он может быть напрямую отсылает нас вот в этой какой-то непонятной заокеанской атмосфере и он как какой-то путеводный мост как Эхеймдаль в Торе открывающий да это телепорт как он называется Берл в общем ты понял да и короче я вот я его увидел и сказать что я считаю его каким-то переигрывающим нет у него есть свой стиль этот имидж он его придумал сам наверное себе на основе не знаю того что видел у брата в его работе если кто не знает его брат Майкл Баффер еще более именитый ринг-анонсер который работает в боксе и вот он 20 лет Баффер вот в этом стиле работает и наверное он не имеет права от него отходить вот у него есть какой-то шаблон канон который все любят из-за чего он и наверное самый высокооплачиваемый ринг-анонсер на планете если братья ММЭ ринг-анонсеров да вот и народ когда его нанимает он и ждет вот именно вот этот шаблон поэтому ему нельзя от него отходить переигрывает ли он ну нет он же выбрал такой стиль ну и всем нравится и большинству да у тебя есть наверное вопросы к его произношению поскольку иногда он произносит очень странно фамилия блин здесь у меня есть вопросы но это то есть я бы хотел предъявить ему претензии потому что он не заморачивается то есть он вот как ему удобно он так и произносит он ни у кого не интересуется как правильно ну ладно окей я не знаю что происходит знаешь как у меня в защиту скажу у него 14 бойцов о 14 пар в карте так 28 бойцов так он представляет что будет если он к 28 бойцам подойдет спросить как хочешь произносить почему мы с тобой должны перед эфиром этим заниматься я думаю что и бойцам будет не в кайф перед вот эти последние секунды перед боем не обязательно у них спрашивают а кто-то кто знает кроме них но мы же где-то достаем информацию ну не знаю не знаю я думаю что хер его знает вы можете представить что в Дэйна Уайт искал где-то в интернете как не знаю отсматривал бои в XFC у Дэйна Уайта другая работа работа Брюса Баффера непосредственно связана с этим с объявлением бойцов именно так а вот Мартинес тебе нравится? охренительный а при этом большинство его ненавидят я не оборужал сколько людей столько и мнений точно так же с комментаторами мы говорили что кстати вот этот же чувак который задал вопрос про Баффера он пишет что типа мы обсуждали что за океаном бойцов скажем так готовят к тому чтобы они вдруг становились комментаторами или кем-то еще а у нас такое невозможности представить поскольку бойцы чаще всего вообще не хотят с прессой общаться что уж там говорить про работу в эфире и вот человек предлагает Александра Волкова типа с его чувством юмором с его там с тем что он хорошо смотрит в кадре и все остальное на здоровье он сам захочет главное чтобы он хотел но в целом у него есть задатки да есть есть да ладно хватит так вот про что где вы смотрите Беллатр если не вживую то на каком-то канале сервисе насколько я знаю показывает только ОКО я сейчас нигде не могу найти бои как такое возможно московский турнир вот наверное специально для таких как этот человек мы разговаривали сегодня об этом да было такое было доводилось ли вам бывает на бойцовских ивентах не в качестве комментаторов а как зрителям припомните что это были за турниры может быть даже на 269 Беллатр были я не был на UFC как он со мной был не в качестве комментаторов не был я был на AC на M1 на Fight Nights на AC на ACB даже еще тогда на AC ни разу не был был только на ACB да на ACB ну довольно много раз на ACB был два раза на Fight Nights был и один раз на M1 был но собственно этого опыта мне хватило чтобы больше не ходить на турниры просто потому что их смотреть удобнее по телевизору ну мы рассказывали на самом деле эту историю да я был на Fight Nights не был в ACB я был на M1 один раз один раз пару-тройку раз наверное был на Fight Nights и на первом UFC был да за деньги не за деньги в смысле мне подарили билеты это вот то самое где Gastelum был да да олимпийский сам первый турнир там я тоже пошел как зритель но мне не нравится прямо и честно я чуть-чуть не люблю скопление людей в целом и мне тяжело даются все вот варианты общественных мероприятий где толпы это не для всех где кучкуется даже вот я ходил на несколько концертов в жизни и у меня даже после них даже при том что это были исполнители которых мне прямо нравится я прямо разу пошел баланс чувства кайфа от того что я это услышал и дискомфорта зачастую дискомфорт превышает все равно вот он все равно выше и я вроде бы кайфанул но я бы так больше не пошел я был на 30 seconds to Mars каким-то чудом я туда пошел не помню не сказать что это какая-то моя любимая группа но как-то мы решили заглянуть с женой вот я был на гейме я был на стинге и каждый раз мне было как-то вот не по себе чтобы вы понимали на стинга я пошел купив сам билеты а нет мне тоже подарила жена сегодня я что-то часто я вспоминаю и на стинге я просто очень люблю стинга и мой друган из другого города специально приезжал и в общем мы с ним должны были вместе пойти мы пошли билеты были не дешевые не знаю тысяч там 5-7 рублей это тоже был подарок и для меня это был прямо крутой подарок потому что я очень хотел послушать стинга вживую и я офигел с того что мужик там в 70 лет играет и поет так как будто бы вот этот ничего за последние 30 лет не поменялось он такой же крутой очень зачетно но я сижу и смотрю на точку то есть ни на человека ни на исполнителя я смотрю на точку и я не преувеличиваю то есть мы берем сейчас шариковую ручку вот этот шарик на конце вот так если вы отдалите вот такого размера был стинг я не то что не видел его силуэт и в чем он одет я видел просто подсвеченный круг в центре но в этом суть ты вкусил атмосферу посмотрел на него вживую посмотрел вживую это очень громко сказано я смотрел на точку многим людям важно вот это факт того что ты был на концерте стинга а у тебя кстати какая любимая песня есть у стинга shape of my heart наверное как у всех классический жанр я просто так спросил разбавить беседу да не ну полно на самом деле у него хорошая композиция но все равно сам факт ты пришел ты смотришь на точку и по большому счету посмотреть его концерт на ютубе блин ты больше кайф получишь только за счет того что живая какая-то музыка но опять же это все на каком-нибудь это было и в олимпийском он огроменный стадион какого-то чувства что это реальный концерт это не возникает ты тоже смотришь на телек и более того прикол в том что ты щуришься чтобы увидеть его на телеке потому что даже телек от тебя далеко понимаешь маразм какой то ли дело ты дома включил на телеке или вот так смотришь вот он стинг вот такого размера и там он вот такого в телеке размера понимаешь херь полный и вот с турниром то же самое ты смотришь ты сидишь возле клетки даже если ты смотришь в телек чтобы понять что происходит да 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 это проблема о которой мы говорили с тобой уже много разная дичь короче я против просто ходить если это не будет работы я никогда не пойду но только если там никого-то поддержать прямо братюля мой он дерется и он меня прозвал и я не могу отказать вот так в таком случае да Мелсик нет Ревас Верлашвили ладно зачем коммендатор UFC держит бойца за плечо когда после боя берет интервью это прикольный вопрос да но естественно я не знаю точного ответа очевидно но да давай мне кажется что во первых бойцы на эмоциях они все время куда-то бегают они там целуются своими угловыми ну я утрирую конечно там кого-то поздравлять идут машут руками типа все у них классно хочется вот эти эмоции оставшиеся и накопившиеся выплеснуть и комментатор просто показывает ему что мол вот мы стоим на интервью сосредоточься и чтобы дистанция была ближе вот и все и чтобы комментатору который ну как бы солидный человек чтобы ему вот так вот микрофоном постоянно не делать если дистанция разрывается ну как вариант не я считаю что очевидно во первых боец после боя с зашкаливающими 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 второй раз попасть с эмоциями естественно у него там хлещет и что-то еще и если от него дистанцируется интервьюер получится что между ними есть разрыв ну во всех смыслах слова поскольку это какой-то сотрудник непонятный откуда-то пришел задает вопрос а ты еще даже не смог переварить понятно что к Рогану там и кормье всем остальным особое отношение к биспингу но таким жестом они дают понять что мы с тобой на одной волне я тебя поздравляю что я там условно на каком-то на какой-то уровне как это называется психофизическом ты даешь понять человеку что мы близки давай поговорим братан поздравляю с победой ну сближаешься сближаешься располагаешь собеседника к себе чтобы не было никакой дистанции не в прямом смысле слова дистанции а между спикерами кстати в прямом смысле тоже очень важная дистанция там же телекартинка и они должны постоянно быть ну как бы одинаково в центре в фокусе может быть в этом тоже проблема кстати ты мог еще замечать что большинство ребят после особенно тех кто недавно пришел в UFC у кого там первая зрелищная победа поскольку мы знаем что интервью сейчас берут только у тех кто зрелищно побеждает и после вялого боя не берут в основном если это не главный бой а большинство ребят сами это произносят что мы мечтали чтобы там поговорить с тобой с Кормьей или с Роганом это моя мечта с детства чтобы ты взял у меня интервью то есть тем самым их кумир с ними вот так прямо по ну максимально по дружески и естественно у них это как-то понимаешь да отражается в сердце ну конечно растапливает их так давай дальше можно что можно было предпринять элитическим комиссиям или промоушенам чтобы свести к минимуму эти тычки в глаза да ничего слушай Тревор Уитман тренер Роузена Маюна с Джастина Гейджи Камару Усмана он же сделал свои перчатки которые якобы к минимуму сводят возможность тыкнуть пальцем в глаз в глаз в глаза хотел сказать потом хотел сказать в глаз поэтому получилось нечто среднее но их не приняли но основная проблема в том что были уже эта история с этим прототипом перчаток у которых более закругленный конец из-за чего ну не конец в смысле вот эта часть откуда пальцы высовываются и из-за этого ты как бы хочешь не хочешь не сможешь вот так выставлять руку чтобы держать на дистанции бойца или там встречать его да потому что сколько ты хочешь не хочешь бы взять так а вот так ткнуть в глаз гораздо сложнее ты же так руку не держишь соответственно вот и это прикольно но есть отрицательная история с тем что это мешает бороться ребятам с ярко выраженной базой борьбы им усложняет жизнь захватами всем остальным мобильность пальцев уменьшается схватить сложнее становится поэтому с одной стороны с тычками становится лучше с другой стороны ярко выраженные борцы наверное какой-то минус получают если бы решение такое было его бы уж давно приняли но к сожалению того решения которое устраивало бы все стороны его пока нет так человек пишет вы посоветовали крутые бои я вам благодарен а мы сегодня ничего не советуем давай один надо давай один на двоих ты давай твой череп в прошлый раз я был не в прошлый раз оба были да давай один придумаем придумай думаю так что у нас там есть интересненько так 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 ну подожди Коди Гарбант Домини Круз мы советовали уже нет Коди Гарбант Домини Круз когда это было давно же наверное мне кажется это был конец 2016 года у меня в голове тоже 16 крутится давай проверим это был точно декабрь мне кажется 16 мы хотели чтобы дистанция между боями была не меньше пяти лет да плюс-минус но не меньше четырех чтобы какой-то относительно давний бой был но декабрь 16 весь 7 турнир Круз Гарбант посмотрите это бой в котором все думали что технарь Круз выходит против человеку которого есть только сильный удар и ничего кроме этого и включайте этот бой с пониманием что ты ждешь либо нокаут от Коди либо то что его переедут во всех раундов за счет техники я же уже рассказывал я поставил что этот бой закончится единогласным судейским решением не ставил в чью пользу там был очень хороший коэффициент потому что не все букмекеры верили что бой дойдет до решения а я поставил еще единогласным и значит я естественно верил что Круз просто победит единогласным решением и когда я смотрю что первый он забирает Коди второй он забирает Коди в третьем в четвертом он уже играется с ним там нокдаун он не добивает что-то кувыркается ну играет на публику и я начал думать блин что за хрень происходит потом я понял что мне это все равно на руку и я такой оп хорошо но в итоге я подзаработал чуть-чуть так смотри вопрос к Давиду заготавливаешь ли ты текст перед записью видео на хардкором или импровизируешь не ну конечно это прописанный текст невозможно вот мне сейчас вышел прошлый ролик обзор турнира на 35 минут там или что там прошлый ролик тоже с последствияю UFC там минуты 24 я могу импровизировать и в принципе все это рассказать на основе ну каких-то тезисов которые себе выпишут типа затронут но к сожалению это будет ад для монтажера поскольку вот в таком формате как мы с Олегом говорим мы можем говорить долго но потом это будет просто бешеное полотно и ролики уже будут не 20-минутные а то же самое своими словами вот так вот эфемерными фразами и отступлениями от тем я буду говорить 60 минут мысли должны быть структурированы это нормально так что к сожалению ну к сожалению для меня я пишу текст а к счастью для вас он все-таки получается более-менее сжат но ты сам пишешь, да? а не, я просто спросил не, не, так получилось что я рассказывал в конце выпуска что это была команда хардкором и люди думают что у меня там штаб авторов штат там 45 человек не, на самом деле все, что выходит на канале это пишу я сам у меня просто есть монтажер который отвечает за техническую часть то есть он режет звук который я записываю и под то, что я пишу текст он подбирает ну те кадры которые будут уместны под мои слова вот, так что хотели бы вы посмотреть бой Сихуда против Нунис я бы хотел можно дальше? я не ну это как слушай, чем это лучше поп-ммэй? это какое-то ммэй-извращение извращение 100% так Дарина Маздюк против Гриша полное ТВ но чем это принципиально отличается? я вообще не хочу смотреть этот бой а Сихуда и Анунис лучшие представители своих категорий в отдельно взятом хорошо, дальше ну ладно, на самом деле есть у этого боя отрицательные стороны но я бы все равно по приколу посмотрел это наверное единственный межгендерный бой который я хотел бы посмотреть в этом мире я думаю найдутся люди которые вообще не считают этот бой межгендерным как думаете если победят Колби и Хорхи в своих боях нужно будет им устроить бой или нужна будет трилогия Усман-Колби знаю, что Олегун да или трилогия сразу повторяется трилогия Усман-Колби я слабо себе представляю как Колби выиграет если честно так что не знаю даже да а Мас Видаль против Колби можно устраивать в любое время как бы не закончились их бои потому что ну это круто это такой биф которого возможно вообще в истории UFC еще не было это будет это можно будет раскрутить лучше чем Колби против Усмана ну или на одном уровне Конор против Хабиба не в счет это биф который вообще никто никогда не покроет я к тому что они же не были друзьями Конор и Хабиб никогда а эти были друзьями то есть ты представляешь эта предыстория она просто ну она зашкаливающая по своему хайпу чувак пишет я похож на Генри Кевилла мне кстати уже писали такое в инсте но я не очень понимаю насколько это справедливо это чувак который Супермена играл но это большой комплимент ты думаешь я тупой ну блин Генри Кевилла не знать ну не особо такой он еще и ведьмака играет а точно более значимая роль не 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 я кстати не смотрел даже да? хороший сделал ну так на один раз по приколу что за боец у вас сзади под лампой оу кто это? он прикалывается или он реально не рассмотрел интересно ну он прикалывается а там есть какой-нибудь смайлик в конце? нет значит видимо не прикалывается ему ответили со смайликом уже но скорее всего это прикол то есть Леон Эдвардса не знают и собственно вот этот человек из числа тех кто его не знает на самом деле он его знает может просто придуривается бог его знает каков здесь посыл давай еще один вопрос давай один последний вопрос последний вопрос так отматываю так должен ли спорт пересекаться с политикой? по-хорошему нет но сложно представить в современном мире что он совсем не будет пересекаться ты понимаешь суть вопроса? ну то есть это что? это имеется ввиду что бойцы не должны ничего говорить про политику а должны говорить только про спорт или в том числе или это типа когда условно санкции вводятся Америкой против России и, типа, бойцы, которые там в каких-то определенных лигах, например, не могут там теперь туда летать. Одно другого не исключает. Это может быть как то, так и это. Ну, второе точно нет, поскольку там, условно, ну, спортсменов это не должно касаться. Типа, из-за того, что они причастны к лиге, против которой ввели санкции, они не должны теперь там то и сям. Не знаю. Слушай, изначально вот это олимпийское движение, Пьер де Кубертен, который основал, смысл был в том, что никакой политики вообще нет в спорте. Но в современном мире, ну, это невозможно уже представить. Понимаешь, и мы видим примеры, кучу примеров, когда политика в спорте была и до сих пор есть. Ну, давай вспомним Московская Олимпиада, на которую не приехали страны, ну, союзники США. 1984 года Олимпиады, куда, соответственно, страны Варшавского договора не поехали. Ну, а в контексте сейчас UFC-шном, это же никак особо не касается. Нет же какой-то пропаганды. Иранских бойцов, нет в UFC. Может, потому что у них мало бойцов? Кто-то есть, подожди, с корнями из Ирана. А, Бенил Дарюш. Рэндомаркс с корнями. Из Ирака. Я думаю, что Макуанамирхани тоже иранские корни у него. Нет, по-моему, курдские какие-то с... Да курды, они живут на территории нескольких государств. А, подожди. Ирак. Мусаси выраженный из Ирана, по-моему. Да. Ну, ладно, короче, на самом деле я пытался просто привести пример, думаю, как это можно. Но в контексте UFC, если говорить про политику, наверное, можно только притянуть то, что, не знаю, вот Хабиб периодически что-то там высказывает. Конор про политику в Ирландии постоянно пишет твиты. Ну, одно время активно писал. Ну, вот смотри, Амир Аля Акбари. Он же должен был в UFC перейти, вроде как. И? И почему-то не перешел. Слушай, ну, миллионы истории с российскими бойцами есть, которые должны были перейти, не перешли, по разным причинам взять того же Штыкова. Ну, мы, скорее всего, никогда правду не узнаем, но так или иначе политика связана со спортом, ну, неразрывно. Ну, это сложно представить, как, ну, разделить невозможно просто. Короче, я до конца не понял, что нужно говорить на эту тему. Но... Так давай следующий вопрос. Последний. Что-то и да, ладно. Последний. Вышел ли бы ты, Олег, за 100 тысяч долларов на бой с Шоном Омелли? Это хороший вопрос. Прикольно. Слушай, мне хотелось бы... Если бы сказали Нгану, то было бы понятно. А все-таки Омелли, 61 килограмм. Ну, мне бы хотелось заработать легкие деньги, такие. Ну, хрен его знает. Я говорю, пока... Ты можешь говорить все, что угодно. Но вот когда возникнет, например, канун этого поединка, и ты такой смотришь, как Шон Омелли там разминается, и он такой показывает на тебя, типа, ты следующий. И может быть и нет. Но, понимаешь, у меня ситуация хуже, чем у тебя. Ты на голову выше, чем Шон Омелли? Ну, может, на две. Ну, на одну. Он высокий довольно-таки для дивизион. То есть он со мной, он... Я даже другая весовая категория выше, чем Шон Омелли. Понимаешь? А ты гораздо выше, чем Шон Омелли. То есть у нас с ним просто... Он профессиональный боец, я нет. И у нас еще схожие габариты. Да. Мне-то как бы нет. Наверное, 100 тысяч все-таки маловато. Не, ну, вообще, 100 тысяч баксов, это 8 миллионов рублей почти. Тебе легко говорить. Ты под два метра, ты можешь его убить, в принципе. Не-не, я уверен, что я бы отлетел. Даже мои... Ну, сколько? Я килограмм на 25 тяжелее него? Может быть, на 30? Не знаю. Но я бы точно проиграл, поскольку он хороший, зрелищный ударник. И я бы вряд ли подошел к нему. Все-таки... Как бы мы не ржали над тем, что он немножко клоунничает, все остальное, это хороший боец, который побеждает в большинстве случаев нокаутами. Вот. Но 100 тысяч баксов, это 100 тысяч баксов. Если бы ты сказал кого-нибудь из тяжелых ребят, я бы тоже сказал, идите в жопу. Если бы сказал Петр Ян, я бы вообще даже не раз... Я бы просто встал бы и вышел из комнаты. Покинул чат. Да. Шона Мелли... Я тоже понимаю, но понимаю, что тут есть какие-то нюансы еще. На весь мир это кто-то что-то будет все показываться. Значит, да, соответственно... С одной стороны, какой-то прикольный экспириенс, который ты, скорее всего, в жизни никогда не сможешь испытать. Вот. Оказаться... Шона Мелли вырубил комментатора UFC. Нет, в целом, приключения прикольные, в которые можно было бы вписаться, да? Такой опыт, который... Хотя, с другой стороны... Еще и за 100 тысяч. Просто в жизни дохрена других прикольных приключений, в которые можно вписаться без вреда для здоровья. Справедливо. Я бы опасался не столько, наверное, вреда для здоровья, сколько в целом какой-то неприятного неприятного бэкграунда вокруг этой истории, что ты вышел с кем-то подраться, получил люлей. Да? Или нет? Хотя... Давай на этом закончим. Давай последний вопрос. Это какой-то плохой вопрос. Давай, давай, ладно. Так. Директор подкаста сказал, значит... Значит, сделаем. Так, 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 так. Он схожий. Есть ли такой гоноррор, за который ты бы вышел в октагон в поп-ММА против таких же не выдающихся спортсменов? Вот на контрасте с прошлым. Конечно. Это вам не сто тысяч с шеном умели. Ну, давай. Они хотят сумму. Смотря против кого. Ну, против не бойца. Ну, от аркуши на шейле. Он вроде как с кем-то биться будет на нашем деле. Не знаю, за лям. За лям рублей? Я думаю, да. Против не бойца, да? Почему нет? Не, просто... Это такой вопрос, как бы ты не ответил, кто-то будет считать, либо ты жлобяра, типа, ни хрена лям рублей, за что ты вообще хрен, ноунейм и так далее, да? А если ты продешевишься, скажешь, ну, что ты... Ну, не, ну, если мне позвонили, сказали, давай лям против Атара, типа, ну, наверное, я бы вышел. Просто пример вспышки, почему именно он, да? Почему ты его привел? Нет, ну, он у нас на кону, мы сейчас будем комментировать, судя по всему, его бой, к сожалению или к счастью, не знаю. Так, ладно, второй вопрос. Сам-то давай отвечать. Да тоже мне, но... Ты охренел меня подставил? Ты знаешь, мне просто не очень интересны эти вызовы. То есть, вот у меня была ситуация, когда меня пригласили на одну передачу, и там, ну, автор этой передачи, он явно, видимо, по-любительски очень любит там как-то заниматься, тоже не профбоец, но вот в нем это чуть-чуть прямо горит, как-то, типа, что, ой, как круто, типа, вот, представляешь, вот есть журналисты, он приводит пример журналистов, которые там пытались драться, мы с тобой знаем, что такие. Были, типа, знаешь, как круто, ты бы, наверное, тоже хотел. Я говорю, нет. Он говорит, как, ты бы не хотел? Я говорю, нет. И вот, типа, не знаю, есть полно челленджей в этой жизни, в которых мне было бы интересно с кем-то посоревноваться, но вот так, чтобы пойти с кем-то подраться за деньги, это не тот какой-то приоритетный пункт, в который я бы хотел бы вписаться. В случае с Леоном Эдвардсом, с Шоном Мэлли, когда в меня в голове промелькнула мысль только о том, что это все-таки UFC, и в каком еще раскладе я бы мог бы оказаться в октагоне UFC. Ну и плюс, это очень большая сумма. 100 тысяч бак, 7-8 миллионов рублей, для меня это заоблачные бабки. И я только поэтому вообще об этом задумался. А вот, типа, представить, что, ну, типа, за хорошие гонорары здесь, вот в это вписаться, при том, что мы с тобой не раз осуждали всю поп-мэй-движуху с странными конференциями, с очень подозрительными участниками Джигурда в стиле, кого у нас там было? Ир же Прохаски. И вот как бы вот окунуться во все это ради кэша, я бы не захотел, если бы это не был бы заоблачный кэш. То есть, в случае с... Заоблачный это сколько? Миллионов там какие-нибудь двадцать, наверное. Ой, нифига себе. Вот. Ну, нет, ну типа... У тебя запрос, какой Емельяненко. Нет, понимаешь, дело не в том, что я бы реально хотел это заработать. Просто я бы назвал такую сумму, с которой, скорее всего, бы все слились, а если бы дали, я бы подумал, да хер бы с ним, типа, и закрою глаза. Потому что в остальных раскладах, ну реально, я лучше пойду, не знаю, на трек с кем-нибудь погоняю на машинах, или... Но тебе не заплатят за такие деньги. Не заплатят. Но имею в виду, что есть другие сферы в жизни, где мне было бы интереснее с кем поконкурировать, чем вот именно вот это. Поскольку мне погружаться в эту хурму... А смотри, ты говоришь, типа, окей, вот я с ним, а потом перед выходом в клетку, ты такой, я на этих условиях драться не буду, по голове нельзя бить, и три раунда по одной минуте. Все. И соперник Милонов. И соперник Милонов. Профит. Смотри, есть еще один вопрос этого же чувака в рамках, вот вторая строка, что типа, чувак знает, что у меня есть семья, он спрашивает, Олег, а ты вообще хочешь завести семью? Ну, я, конечно, когда-нибудь хочу, но я просто не... Не торопишься? Я не вижу смысла отвечать на этот вопрос как-то более конкретно, если никаких предпосылок к этому нет. Ладно, давай, чтобы тебя не мучить, сразу другой вопрос. В какую секцию ты бы отдал сына, если вдруг у тебя будет сын? В футбол? В плавание? Или в самбо? Или в боксе? Я думаю, что больше всего интересно было бы про вид единоборств. В боксе, либо в самбо? Я бы никуда его не отдал, если бы он сам не хотел. Вот я считаю, что это идеальный вариант. То есть, есть же родители, которые в современном мире говорят, ты с трех лет должен изучать китайский, арабский, английский, вьетнамский и все языки мира, плюс ты ходи на рисование, на музыку, на каратэ, акидо, тэквондо и там еще на капоэйру, например. Ну, самое хреновое, это когда свои хотелки, свои нереализованные мечты, они, я не стал, я сделал все, чтобы он стал. Вот это реально паршиво, потому что, ну, все-таки ребенку должно быть. Если ты смог объяснить, типа, ребенку, что это круто, и он реально загорелся этим, и это прямо живет, да это хороший вариант, почему нет. Но в остальных случаях, блин, надо, чтобы он сам хотел. Конечно. У меня жена очень переживала, что типа из-за того, что я вот работаю в этой нише, я точно буду там делать убийцей сына, что он там будет не вылезать из секции, где был. А мне вообще, мне кажется, он каким-то архитектором будет. Типа, ну, и он сейчас ходит на дзюдо, ну, потому что он сам в восторге. Он меня спрашивает, когда я пойду на дзюдо? Причем, не сказать, у него, знаешь, у него маловато агрессии. Вот. Я понимаю, что для единоборства он, ну, такой миролюбивый парень. У меня сейчас еще дочь растет. Мне кажется, дочь скорее будет борцуха, чем сын. Она тебя обкиком чуть не финишировала, помнишь? Было такое. Вот. И поэтому, что, к чему душа лежит, надо дать попробовать это, 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 и посмотреть, что будет. Вот я бы, универсальная вещь, но это, конечно, во всех отраслях. Я знаю, что условные ребята, выступающие в Формуле 1, они все выходцы из картинга в большинстве случаев, да, поэтому мне было бы, но не потому, что я бы очень хотел, чтобы вот в автоспорт пробиться, потому что картинг поможет во всех отношениях. То есть, даже если он не захочет не заниматься, там, пять лет позаниматься картингом, это увеличит скилл вождения изначально, уже там, X-30, и там, в 18 лет, когда он на право будет сдавать, ему уже будет в 40 раз проще, чем другим сверстникам, которые, которые, или сели за руль, или к тем, кто там, условно, подачу, там, у папы на коленках водили вот так. Это небо и земля, скорость реакции, все остальное, закладывание в повороты. Короче, поэтому просто прикладная вещь для жизни. Вот. Все, хорошо. Ладно, ребята, заболтали. Чуть не сказал другое слово. Как зашкварились, только... Давид Багдасарян, Олег Володин, Святой Леон Эдвардс, Паша, и подкаст «Больше не говори такие вещи» или БНГ ТВ, как нам в последнее время полюбилась... Богохульство, это лик богохульства. Вводя Алены, дураться в лик святых, ну, подсвеченный, ты имел в виду, что он светится, да? Под фонарем. Святой. Слово «свет» в этой комнате. Всем спасибо. Ребята, знаете, на нашем канале появился подкаст не имеющего отношения к ММА и в целом к футболу тоже, да, поэтому мы видим наших ребят, уничтожающих в комментариях все живое под тем подкастом. Мы прикололись с этого? Мы не можем... Спасибо. Мы вас не осуждаем. Хотите мочить их? Мочите дальше. Вот. Все, расходимся. Пока. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok